Поэтому, кому будет плохо видно, у нас в зале на сегодняшний день, я не знаю, сколько у вас сейчас, 50-60, может, 70 гостей, но с нами еще огромное количество людей в онлайне. Поэтому нас смотрит сегодня вся Украина, не только Украина, я знаю, что нас смотрят люди в Казахстане, в Германии и в других странах. Ну, как минимум, они меня все активно регистрировались и спрашивали, как подключиться. Олег, скажите, я уже в эфире, да? Да? Я тогда представлюсь вначале. Меня зовут Юля Павленко, я в Укрпочте сотрудник, работаю заместителем директора Департамента международных операций. Я отвечаю за развитие разных новых сервисов в Укрпочте, за общение с клиентами и за то, чтобы тот сервис, который предоставляет Укрпочта, он был только лучше, и мы его могли дальше с вами развивать. Мы видим большую перспективу в e-commerce, мы готовы вкладывать, инвестировать ресурсы не только в разработку продукта, но и в общение с нашими клиентами. Поэтому некоторые люди из этого зала были на наших предыдущих мероприятиях. Мы перед новым годом в прошлом году проехались в шести городах Украины. Мы действительно хотим рассказать о том, что вот как это бизнес, как эта бизнес-модель работает и каким образом можно зарабатывать еще больше и больше денег, экспортировать товар. Я свято верую в то, что есть маленький экспорт, так называемый малый экспорт, посылочный через e-commerce. Я знаю, что в этой стране всех готовы помогать экспортерам, но у нас хлебом не корми, дай кому-то помочь с экспортом. Но, как правило, все эти организации хотят помочь огромным экспортерам, то есть там большие корпорации, которые и так имеют свои кучу подразделений, брокеров отдельно выделенных, у которых есть достаточно денег, чтобы ездить на выставки и общаться с консультантами. Но такими предпринимателями, как мы с вами, ими практически никто в стране нормально не занимается. Поэтому мы хотели исправить эту историческую несправедливость и немного начать такие обучающие мероприятия. Все материалы, которые мы сегодня вам покажем, мы вам вышли на вашу электронную почту. Вы сможете их там дома просмотреть, вы сможете задать всем спикерам нашим, которые сегодня с нами работают, все вопросы. Единственная просьба, порог момента, поскольку у нас онлайн-трансляция, если у вас есть какой-то частный вопрос, то давайте мы его не в онлайне будем выяснять, решать. Если это ваш вопрос, который касается большего количества людей, который будет интересен большему количеству пользователей, то я только приветствую. Мы с вами будем работать в интерактиве. Я буду к вам иногда подходить и просить задать какой-то хороший интересный вопрос. И поэтому вы не стесняйтесь. Наша задача, чтобы вам было комфортно и чтобы вы вынесли из этого мероприятия знания. Второй момент важный по оргмоментам. Сама программа построена таким образом, что сначала мы показываем тем, кто не умеет еще работать на ebay, что это за платформа и как с ней работать. И потом у нас в середине дня большой блок, посвященный логистике, потому что логистика самый важный, ну как бы, как мне кажется, момент сегодня недорассказанный со всех сторон. И мы расскажем о нескольких типах логистики. То есть вы все знаете, что любой предмет из территории Украины может покинуть территорию тремя способами. Это в рамках почтовой посылки, в рамках экспресс-отгрузки и как каргогруз. Поэтому сегодня я, как представитель Укрпочты, расскажу все детали, связанные с таможней, с операционной доставкой именно почтового формата и как оформлять все документы. Наши гости из компании DHL расскажут о том, как работает экспресс-формат доставки. То есть как работает таможня и у них, и у других операторов экспресс-доставки на территории Украины. Потому что у нас у всех одинаковые требования в каждой группе компаний. И третий момент. Мы немного заденем карго-сервис, и ребята из партнер-тейда расскажут про то, как у них работают фулфилмент-склады в США и как они могут, если у вас большой габаритный груз, заниматься его доставкой, ну как бы как минимум в США. Сегодня у нас основной акцент это США. Мы постараемся максимально вам расширить, ну как минимум я из Укрпочты расскажу о том, как работать вообще со всем миром. И потом у нас еще очень большой блок – это прием оплата платежей. То есть мы прекрасно знаем, что как бы у нас есть проблемы с PayPal. И вот Илья, который сегодня с нами выходит там через пару минут на связь, он, ну как бы это все, он представитель компании eBay, да, он не может отвечать, хотя это достаточно аффилированная компания, он не может отвечать на все вопросы, связанные с PayPal, поэтому прошу там не требовать ввести PayPal завтра утром в страну, потому что это, ну как бы это вопрос там не его зоны ответственности. Гости, дорогие, проходите, присаживайтесь. Вот тут есть куча свободных мест, я переживала, что будет свободный зал. Вот, ну слава богу, у нас люди смотрят в разных городах. У нас хорошо связь уже настроена? Ну вот еще минутка, и мы включаемся. И поэтому мы пригласили компаний, которые финансовыми сервисами занимаются, это WesternBit и SellerOnline, которые, ну, наверное, самые ключевые сейчас сервисы по обслуживанию платежей на территорию Украины. У нас будет с WesternBit включение по американскому, ну, по нашему времени в 4 часа дня с США, с генеральным директором WesternBit, он может напрямую ответить на все вопросы, связанные с приемом оплат, платежей, с, ну, как бы, обслуживанием клиентов, с блокировкой счетов, ну, и о планах развития WesternBit дальше на территории Украины. Благодаря WesternBit у нас есть сегодня онлайн-трансляция, потому что, вы понимаете, мы, ну, это достаточно волонтерский проект от Укрпочты, и поэтому я хотела поблагодарить наших партнеров WesternBit и компанию DHL, которые помогают нам всем сегодня здесь собраться. Мы находимся в здании Укрпочты, это наш учебный центр «Зеленая Буча». Сюда приезжает очень много разных людей на разные конференции, поэтому, если вам она понравится, приезжайте тоже. Мы проводим своих много внутренних тренингов, нам тут всегда очень нравится, и если сегодня выглянет солнышко, то вы увидите, какая тут красивая зеленая травка, и какие хорошие рыжие белочки тут бегают по этой территории. С нами Илья на связи, да? Илья Кретов. Я должна два слова сказать об этом прекрасном человеке, потому что Илья долгое время работал в Google, и долгое время возглавлял eBay региональный офис, штаб-квартира в Москве, отвечает за 120 рынков, то есть Украина, Восточная Европа, развивающиеся рынки, то есть огромное количество стран, за которые отвечает Илья сейчас в позиции генерального директора офиса. И мы благодарим Илью. Илья, наслышно? Наслышно. А можно Илью включить больше звук, Илья? И вывести Илью на экран. Сейчас наш Олег сделает картинку нам. Сейчас выведут Илью на экран, и мы поговорим о том, как развиваются планы eBay относительно нашего региона. То, что Илья вообще точно так же, как и я, евангелист вот этого e-commerce экспорта. То есть Илья там у себя в штаб-квартире постоянно занимается внедрением новых продуктов для того, чтобы стимулировать трансграничные отгрузки. И поэтому европейские офисы, ну, как бы eBay делает достаточно многое, чтобы подключить новых продавцов. Олег, скажите мне, пожалуйста. Да? Сейчас, секунду. Как-то мы все проверили, но не до конца. И пока у нас техническая пауза. Все материалы я вышлю на электронные адреса, которые вы высылали. Поэтому можно, ну, как бы, можете, конечно, фотографировать, но все материалы будут у вас на электронной почте в понедельник ближе к вечеру. И второй момент. Вы можете наших всех спикеров же находить в Facebook, и меня вы точно можете спрашивать все, что касается Укрпочты. Я всегда помогу. Есть картинка? Нет картинки? Как? Ребята, помогите. Вот она появляется, да? Все, супер. Илья вместе с нами. Илья. Отлично. Привет. Теперь и звук, добавляем звук. Потому что я вижу вас, я не вижу, что у вас на экране, поэтому мне хотя бы помашут, что у вас, что вам меня слышно. Давайте помашем рукой, Илья. Он нас видит веб-камеры. Отлично, Илья. Можно нам звук добавить? Пока звук с ноутбуком. Вот колонки идут, 30-секундная готовность. У меня был один раз случай, когда мы с Китаем следили на связи, у нас был еще синхронный перевод с китайского. Это был вообще просто кошмар. Поэтому здесь пока все не критично. И, кстати, вчера все, кто был и на Стиве Вознике в Киеве, то все матерились на переводчиках. Потому что он почему-то переводил совершенно не те вещи, которые нужно было переводить. Хотя это был весь этот, как его, дворец спорта. То есть огромное количество людей, не знаю, но, наверное, тысяч шесть там точно было. Все? Подключилось? Включайте звук. Так, пробуем еще раз. О, все, Илья, вас прекрасно слышно, видно. Я уже вас представила. Спасибо, что вы с нами сегодня. Расскажите нам, пожалуйста, о том, что такое ebay сегодня, какие стратегии развития в будущем. Отлично, ребята. Да, спасибо, во-первых, за такую прекрасную организацию. У нас настоящая сегодня глобальная, мне кажется, конференция. Потому что помимо вас, я понимаю, есть еще кто-то в онлайне. Поэтому всем в онлайне тоже привет. Всем, кто в онлайне тоже привет. Меня зовут Илья Глентов. Я директор ebay восточной Европы, России, Скандинавии и Африки. Это порядка 120 рынков, которые, по сути, объединены тем, что они занимаются импортом и экспортом. То есть, если в больших странах ebay в основном завязано на продаже внутри страны, да, там из Великобритании в Великобританию, то на наших рынках все чуть по-другому. Поэтому мы вроде как понимаем, как это делать и развиваем достаточно много всяких экспортных технологий. Смотрите, я сегодня, для меня, во-первых, счастье быть с вами сегодня, несмотря на то, что у меня воскресное утро, потому что эта тема, во-первых, мне очень лично интересна, и я рад, что вам она интересна. И сегодня, наверное, мы про три вещи поговорим. Поговорим чуть-чуть про ebay, покажу какие-то цифры, покажу про Украину, что продают, куда продают. И потом покажем, посмотрим в картинках, что это продают. И в двух словах расскажу о том, как вообще можно начать продавать на ebay, и что мы для этого делаем, как с нами связываться. Так как весь этот онлайн – это всегда очень интересная коммуникация, поэтому, наверное, картинок и цифр будет больше, вопросы, я так понимаю, все в конце. Сейчас я с вами поделюсь своим экраном. Видно? Отлично видно. Отлично, потому что меня сейчас вас вообще не видно, я вижу только себя, только экран. Хорошо, поехали. Значит, поговорим про регион, поговорим про то, что продают из Украины глобально и какие вообще есть возможности для продаж глобально, и поговорим о том, какие инструменты есть у ebay. Значит, сначала для тех, кто, может быть, никогда вообще не сталкивался с маркетплейсами. Маркетплейс – это очень простая технология, если очень сильно упрощать. Маркетплейс не имеет там, основном, ни своих стадов, ни своей логистики. Маркетплейс, задача маркетплейса – это объединить продавцов и покупателей и сделать так, чтобы сделка между ними была безопасна. Потому что, когда кто-нибудь из Австралии покупает что-нибудь у кого-нибудь из Марокко, понятно, что они друг друга не знают, есть большой риск, по крайней мере, они чувствуют, что есть большой риск, что что-то пройдет не так. То есть задача маркетплейса, задача ebay, чтобы сделка была безопасна и для продавца, и для покупателя, чтобы все остались при нужных товарах и деньгах. ebay глобально очень быстро и хорошо сейчас развивается. Основная цифра, наверное, которую отсюда стоит запомнить, это 171 миллион активных покупателей. Это то количество покупателей, которые сейчас есть на ebay, то есть это те люди, которые ищут товары из разных стран. Для простоты, чтобы понять, какая это цифра, можно сравнить это с населением большинства стран, даже в Европе, и понять, что один ebay по покупательной способности больше, чем даже если бы все покупали у нас в онлайне вообще во многих странах в Европе. Вторая вещь, которую стоит отсюда запомнить, есть миф, с которым, наверное, многие из вас сталкивались, и на самом деле, который я до сих пор вижу среди продавцов и покупателей в Украине, в Европе уже, в Восточной Европе, в Западной Европе, в Америке уже немножко все по-другому, значит, миф стоит в том, что на ebay продается что-то поддержанное, и то, что ebay – это аукцион. Так вот, из квартала в квартал цифра 88%, которая сейчас, это 88% товаров на ebay продается по фиксированной цене, и больше 80% товаров на ebay – это новые товары. Правильно рассматривать ebay как большущее количество малых, средних и больших дистрибьюторов, либо производителей. Вот это то, куда ebay эволюционировал, на самом деле, за последние 5-7 лет, это прям такой большой-большой прорыв. И еще одна интересная вещь, если мы возьмем крупнейшие рынки, где, на самом деле, сосредоточены основные потребители – это Америка, Великобритания и Германия, то 68%, ну, практически 70% всех товаров, которые они покупают – это товары с бесплатной доставкой. Каким образом продавцы делают свою бизнес-модель, там, зашивают эту стоимость, либо договариваются о каких-то низких тарифах – это уже второй вопрос, да, но это то, куда весь e-commerce глобально, в общем-то, идет. Несколько интересных фактов о том, что продается на ebay, буквально так, просто для затравочки, да, там таких фактов достаточно много, и на сайте ebay.in.com такие факты можно всегда посмотреть. Ну, для примера, в США каждые 6 секунд покупают платья. Вот если мы с вами, там, минуту говорим, 10 платьев уже было продано в США. В UK тоже одна из таких случайных категорий, здесь это 19 секунд, каждый покупает лего. прикольно, что в Германии покупают, каждые 5 минут покупают машину или грузовик на ebay. Есть еще интересная статистика, с мобильных, такс мобильных в Великобритании машины покупают даже чаще, чем в Германии с дисктопа. И в Австралии, понятно, там всегда солнце, там каждую минуту покупают очки для солнца, да. И это только, ну, часть примеров, чтобы показать какие-то, да, велосити, то, что называется, да, быстроту вообще оборота разных товаров на ebay. ebay, и вообще даже, вот если мы сейчас немножко отойдем от ebay, на самом деле, когда я рассказываю про наш бизнес, там, в других каких-то кругах, да, не около e-commerce, а там среди их MCG, там CPG-компании, среди ритейла, они говорят, ребята, это просто вот dream business, да, это просто кайф работать в таком бизнесе, который растет двухзначными темпами на протяжении уже многих лет и будет расти двухзначными темпами еще несколько лет. Если мы берем cross-border торговлю, то есть это вот как раз экспорт из наших с вами стран, это здесь объединены, там, рост объединенный с Южной Европы, Центральной и Восточной Европы и стран Балтики, то примерно 19-20% это рост, который есть на cross-border сейчас, да, то есть если вот сейчас игроки начинают со-экспортировать, примерно там 19-20% в среднем по больнице будет рост. Есть отдельные, ну, реальные игроки, которые добиваются там совершенно там с фантастических ростов там трехзначных, как бы правильно развивая свой бизнес. И еще раз, да, там, чтобы рассказать про покупателей, как я сказал, уже 170 миллионов покупателей, даже вот если мы сравним с количеством e-shoppers, покупателей в Украине, в онлайне сейчас, да, понятно, что рынок гораздо больше, если мы с вами начинаем идти, начинаем идти cross-border. Давайте посмотрим, откуда приходит, приходит спрос, из каких категорий. И на самом деле основной мой посыл, что товары из Украины пользуются спросом во всем мире, да, это очень частый вопрос, который меня спрашивают и здесь, в России, и в Румынии, и в Венгрии, в Болгарии, и в Греции, мы очень много там общаемся с продавцами и с потенциальными продавцами, и говорят, боже, что мой, ну кому наши товары нужны? На самом деле нужны. Весь e-commerce, он построен по принципу длинного хвоста. То есть если вы попробуете построить гистограмму, которая покажет распределение, какие там, ну, помните правила Паретта, да, там, какие 80% продаж делают вам 20% товаров, ничего не получится, потому что получится такая длинная линия, прижатая к оси X, потому что очень много товаров, очень большое количество покупателей, и каждый находит что-то свое. Но если объединять все-таки большие категории, то fashion – это больше трети всех продаж из Украины, и к fashion относится не только одежда, но все носибельное, или так называемое, держабельное людьми, да, то есть это часы, и серьги, браслеты, трости, зонтики, ну, то есть это и одежда, и там, и обувь, и все-все аксессуары. Вторая категория, там, порядка 17%, collectibles – это все товары для коллекционирования, это то, ну, за что eBay был изначально таким достаточно знаменитым, и это то, где коллекционеры, ну, по-прежнему делают достаточно успешный бизнес. Ну, то есть, когда я говорю достаточно успешный, это там сотни тысяч или миллионы долларов в год. Электроника, на самом деле, третья категория из Украины, сейчас покажу какие-то примеры, что к ней относится. Вот это три интересные категории – запчасти, товары для дома, там, товары для дома, сада, и лайфстайл – все меньше 10%, там, примерно, там, 7-6%. На самом деле, можно их запомнить, потому что это, когда мы сейчас посмотрим на срез других стран, вот эти категории, они могут быть гораздо выше. И опять же, когда мы начинаем думать про продажи на экспорт, всегда стоит вопрос, а в чем будет ваш supply, да, то есть, в чем будет ваше предложение товаров, и не нужно оценивать, смотреть только на то, что сейчас продается из страны, нужно смотреть на то, что продается вообще, да, то есть, что люди покупают. И еще пару категорий, которые мы обычно разбиваем. Одна – это называется «бизнес индустриал», это все вещи, связанные со строительством, с какими-то, не знаю, стоматологические кресла, там, оборудование, ну, то есть, вот такое, более уже, меньше консюмер, больше бизнес вещи. И медиа, к ним относятся книжки, DVD, винил, он, ну, традиционно, достаточно, там, большое количество предложений, но не очень большая категория с точки зрения спроса. Куда продают, значит, куда продают продавцы из Украины на данный момент? Основным рынком, и это не особенность Украины, это, по большому счету, такая тоже средняя, средняя вещь по всей нашей Восточной Европе, основным рынком спроса является США, и это, ну, на самом деле, хорошо, потому что очень большой, сферированный большой спрос, это одна страна, куда можно развить достаточно понятную логистику, и это потребители с высоким уровнем дохода, как правило, поэтому бизнес-модели с маржинальностью можно строить, соответственно. Вторая страна – Великобритания, в общем-то, все то же самое, что я сказал, релевантно для Великобритании. Третья – Германия. И есть некий перекос в США во многом потому, что люди, как правило, приходя на ebay, идут продавать на ebay.com. Нужно помнить, что есть еще ряд страновых сайтов, где люди ищут на локальных языках, и где продажи будут, если размещаться и там тоже, продажи будут выше. То есть это Германия, это Канада, это Франция, Италия, Испания, это Австралия, там и еще ряд уже других специфических, типа Индии. Значит, да, там третья страна – Германия. Канада, Австралия, Китай, Япония, Франция, Россия – это все страны, куда уходят от 2 до 4% примерно всех продаж. И другие – это прямо длинный хвост, опять же, длинный хвост стран, куда по-настоящему глобальная торговля развивается из Украины. Это может быть и Япония, и там, как бы, и Таиланд, и Тайвань, и прочее. У нас вот недавно, я как раз вернулся сейчас, мы делали большую встречу с продавцами в Болгарии, и у нас там были продавцы из 20 стран, и был продавец из Латвии. Вот этот продавец продает 143 страны мира, за последний год продал товары, 143 страны. Поэтому, да, специальный спрос реально огромный. Значит, помним, да, какие категории были у нас на Украине. Давайте посмотрим теперь, откуда продает Восточная Европа. Фэшн продолжает быть номер один, коллективус номер два. Но что интересно, хомангарден, да, вот категория товаров для дома, она уже номер три. Да, в Украине была электроника номер три. И есть страны, там вроде, например, Греции, где товары для дома, это вообще категория номер один, да. Ну, то есть, если они научились это делать, значит, почему мы не можем с вами научиться делать то же самое. И это могут быть товары, там, например, маленькие, да, там какие-нибудь постеры, да, которые легко отправить по почте. А могут быть товары, типа мебели, там, столов, стульев, там, мебели для патио, которые греки изначально отправляют на склады в UK, болгары то же самое делают на склады в США. И очень успешно занимаются, сидят в своих странах и занимаются бизнесом совсем удаленно, да, то есть через так называемые фрейд-форвард склады. Партен аксессор, если запчасти для автомобилей, вся Балтика, да, там, Латвия, Литва, прямо, можно сказать, стоит на этом бизнесе. Очень большие продавцы, это, там, реально, там, сотни тысяч, миллионы долларов продаж в год, которые продают запчасти на весь мир. То есть, в принципе, возможностей достаточно много. Давайте теперь посмотрим на то, что продают из Украины, то есть прямо в картинках, что стоит за этими цифрами. Прямо пойдем по категориям. Например, фэшн, как я сказал уже, фэшн, в том числе ювелирка, есть отличные продавцы, и я здесь иду вот из топа продавцов, да, прямо сверху списка, есть большие продавцы, которые продают различные ювелирные изделия из Украины. Категория достаточно популярна, некоторые делают это из страны, прямо отправляя, некоторые, то, что делают продавцы из других стран, они садут это на склады, где есть их покупатели, там, например, в Германию или Великобританию, и торгуют оттуда. Ну, точно так же, как греки с мебелью. Янтарь в разных его реинкарнациях, различные прибамбасы для часов, да, всякие браслеты для часов, кожаные, которые произведены в Украине. Есть, понятно, винтажные вещи, которые eBay всегда славился, по сути, там, наверное, из глобальных единственных marketplace, где это достаточно популярно, и, ну, товары достаточно дорогие, тоже большой продавец. Продолжаем с фэшном, или такой фэшн на пересечении с лайфстайлом, различные обувь и бутсы, есть всякие футболки, там, и, так называемые, джерсис, да, которые представляют какие-то там команды футбольные, тоже достаточно популярная вещь. Совсем уж такой прям коллективл, коллективл, да, это монеты, тоже разных стран, и это то, чем коллекционеры славятся, да, они покупают, держат их там какое-то количество, месяцев, лет, потом более выгодно продают. А, совсем коллекционка марки, не знаю, возможно, у вас есть в этом опыт, различные туэцки, там, часы, фарфоры и прочее. Такое, на пересечении коллекционки и природных ресурсов, различные там шунги, камни, изделия из них, да, это только там часть вот примера. Такие подавцы есть, вот, как они, как есть в Украине, так точно так же они есть в России, и даже вот в России я видел ребят, которые продают такими кусками различные деревья, да, то есть они говорят, там, вот брусок, там, какой-нибудь карельской березы. Ну, и это тоже, на самом деле, покупают. Идем в лайфстайл, очень популярная категория, все, что связано с велосипедами, с рыбалкой, вот, с охотой, поэтому вот в лайфстайл относится как раз все связанное с этим, да, там, плюс всякие фонарики, катушки, спиннинги и прочее. Вот ребята там продают, это из Украины же, да, продают различные катушки, там, седла, там, куски для велосипедов. Я знаю, есть продавцы точно такие же, например, в Венгрии, которые делают сами дизайн, сами производят и продают это на весь мир, то есть очень популярная категория. Есть то, что относится к электронике в нашей категоризации, это различные фотокамеры или объективы, могут быть как новые, так и какие-то, ну, там, более винтажные, и, ну, с наследием Советского Союза винтажных камер и винтажных объективов достаточно много у нас с вами. Электроника, здесь, ну, прям большой выбор, да, там, и какие-то чипы, и лампы, есть что-то, в чем я уже совсем не понимаю, да, какие-то там и платы, и трансмиттеры и прочее. А вот это интересный тоже продавец, я сначала думал, он бетон отгружает, потом выяснилось, что он продает пластиковые молды для того, чтобы отливать какие-то вещи, да, там, ну, либо бетонные, скамейки бетонные, какой-то там керамогранит и прочее, да, очень большой продавец на самом деле, очень пользуется спросом. Индустриальные вещи, это вот всякие фрезы, да, здесь инструменты, какие-то прибамбасы уже для производства чего-то. Есть поставщик, который прям специализируется на коже, да, вот у него всякие инструменты там для выделки кожи, есть еще всякие клеи, краски для кожи, да, то есть вот он прямо стоит на этом. Это один из моих любимых ребята, которые, ну, видимо, связаны каким-то образом с бизнесом аксессуары для животных, и вот они делают всякие, да, там, брелочки, браслетики, ошейнички, поводочки, тоже очень большой продавец. На самом деле, ну, достаточно стандартные вроде бы позиции, да, но тем менее из Украины они делают очень хороший бизнес. И вот это напоследок я оставил, у меня было удивление, прям, когда я первый раз в жизни увидел, это такой больше крафт, наверное, ну, крафт на уровне искусства, да, ребята, которые делают всякие трости, мужские трости, да, для красоты. Несколько примеров о том, о чем я уже сказал, например, из Греции, да, ребята продают прям, ну, конкретно большие вещи, да, кровати, кресла, стулья, мебель и продают, как правило, через фрейд-форвард-склады в находящейся в стране покупателя. Из Венгрии есть несколько производителей, которые делают различные аксессуары для автомобилей, это могут быть и пластиковые обвесы, или какие-то, там, коврики, или, там, более кастомизированные, там, рули и прочее. Тоже, такие, производители таких вот, они не только в Венгрии встречал, как бы, и в России, и в Прибалтике встречал, и вот тоже очень популярные. Фэшн, прям, такой классический, кожаные какие-то перчатки, да, классные, тут из Румынии. И один из примеров, который хочется показать, как бы, чтобы показать просто человеческое лицо, да, за всеми этими цифрами и картинками, на самом деле, ebay, когда начинаешь общаться с продавцами, которые уже много продают на ebay, ebay-то больше, чем вот цифры и просто бизнес. Есть люди, для которых ebay прям стал, такая человеческая история, да, для которых он стал местом, где я могу делать свое любимое дело, да, и при этом зарабатывать себе на жизнь, содержать, там, свой малый или средний бизнес, семейный бизнес или, там, штат даже каких-то людей. А вот один из примеров, это Стелиос из Греции. Достаточно недавно с ним познакомились. Стелиос, у него был магазин у папы, который, значит, продавал различные запчасти для мотоциклов. Вот. И в тот момент, когда в Греции стукнул кризис и запродаж у магазина стало сильно меньше, Стелиос как раз уже подрос, пришел в этот бизнес, узнал что-то про ebay, купил что-то, разместил какую-то вещь, и она продалась там в течение у него, там, по-моему, 24 часов. Он так удивился, что разместил потом весь свой магазин, он говорит, у меня были продажи товаров, ну, от мотоциклов, да, которые там лежали годами на складе и которые очень быстро ушли на ebay. И прикольно, что у него есть очень много запчастей для японских мотоциклов и что у него покупают клиенты из Японии. Он говорит, один из моих, там, основных продаж – это японцы. Вот. Несмотря на то, что, вроде бы, они должны иметь все эти запчасти. И он, ну, на самом деле, вот, когда его слушаешь, он так очень истинно благодарен ebay, говорит, потому что я, говорит, занимаюсь любимым делом, я, говорит, зарабатываю на этом на жизнь и, в принципе, и преодолеваю, там, нет у меня никакого кризиса, который должен быть во всей Греции, да, при котором я просто должен был бы закрыть свой магазин и все. Вот. И достаточно тоже достаточно крупный продавец. Это так для примеров того, что продается. Теперь давайте, наверное, там, буквально несколько слайдов посмотрим, что, собственно, нужно сделать, да, я не знаю, там, какой у вас уровень подготовленности, кто уже пробовал что-то, кто-то, 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 нет. На самом деле, чтобы начать продавать на ebay, нужно, ну, три вещи основные. Завести ebay-аккаунт, одна минута, да, там, завести PayPal-аккаунт. Если вы бизнес, то это корпоративный PayPal-аккаунт, если вы не бизнес, то это частный PayPal-аккаунт, очень часто, ну, люди начинают с какого-то там частного PayPal-аккаунта, чтобы попробовать, и потом уже делают бизнес. С PayPal-ом я, как бы, не готов, так как мы разные две компании, да, там, касаться глубоко этой темы, но с PayPal-ом в Украине есть некоторые ограничения, связанные с выводом денег, тем не менее, продавцы на Украине прекрасно с этим справляются через посредников, которые это все позволяют делать, либо, там, через регистрацию PayPal-аккаунта в других странах. То есть это, если погуглить, это все достаточно легко можно найти. И третье – это разместить ваши товары, то есть, по сути, это с чего нужно задумываться, а что я хочу продавать, и почему я буду успешен конкурировать на глобальном маркетплейсе, почему меня люди будут искать, почему, соответственно, меня будут покупать. Для того, чтобы упростить жизнь экспортерам, и это такой ноу-хау, который, ну, на самом деле, отличает этот регион, там, от всего остального eBay, да, как я сказал уже, eBay во многих странах развивается внутри страны, а не на экспорт. Мы сделали некий инструмент, который называется eBayMax.com. На самом деле, это такой достаточно молодой инструмент, который мы сделали буквально за полгода, но который, по сути, станет и сейчас уже становится основным хабом для большинства наших стран. То есть у нас уже там сейчас есть продавцы из, там, больше, чем 20 стран, несколько тысяч продавцов, которые успешно начали им пользоваться. По сути, что он позволяет делать? Он позволяет допилить eBay до той стадии, когда… для того, чтобы максимизировать при продаже экспортеров, да, для того, чтобы размещаться просто на всех страновых доменах, для того, чтобы автоматически переводить все товары, для того, чтобы подключать логистических операторов, получать лучшие тарифы, для того, чтобы пользоваться складами, которые мы сейчас тоже развиваем с нашими партнерами, складами в странах продавца. И вот если суммировать такие три основные вещи, которые это позволяют делать, этот инструмент позволяют делать, во-первых, мы сделали с помощью него локализированную поддержку первого уровня для тех продавцов из стран нашего региона, да, включая Украину. Соответственно, можно будет пообщаться на родном языке. Второе, как я уже сказал, да, можно через eBay Mac выгружать товары не только на одну страну, там, на Америку, например, или там весь мир, да, а на Америку, Францию, Италию, Испанию и другие страны, и это будет автоматически переводиться и решаться куча задач, которые, на самом деле, пришлось бы решать человеку вручную. И мы сейчас очень активно работаем на то, чтобы подключать логистику, исходящую экспортную, и интегрироваться с логистическими компаниями, с национальными почтами, более низкими тарифами, и также говорить, также включать склады в стране покупателей. Ну, это, в основном, UK, Великобритания, да, США и Германия. Поэтому заключение наших веселых картинок с словами Петра, это, мне хочется сказать, что экспорт реально это очень просто, да, я на какое-то мероприятие недавно делал демонстрацию, я разместил товар за три минуты с помощью iPad. Экспорт просто, начать можно очень просто, дальнейшая уже, как бы, специализация и профессионализм, он, для этого есть все инструменты, да, просто этим нужно начать заниматься. продажи из Украины идут. Украина, я вам хочу сказать, одна из самых сейчас быстро растущих стран в регионе. И, вот, то, что я вам показал, надеюсь, я там взранил какое-то там зерно идей, да, что не только то, что продается сейчас из Украины может быть успешно, но то, что сейчас не продается из Украины тоже может быть очень успешно. И ebay.mac.com, это, я бы рассматривал как первую точку входа, если можно попробовать с ней, если хочется вручную, то можно пойти через, через просто ebay.com, нажать кнопочку sell для продажи и, собственно, начать продавать, размещать товары вручную. ebay.mac.com позволяет загрузить товары еще через прайс-лист, да, то есть просто эксельный файл с описанием, с картинками, да, которые он возьмет за основу и переведет на все нужные языки. На этом у меня все. Я, наверное, теперь готов ответить на какие-то вопросы, но это уже как Юля. Да, Илья, спасибо большое за презентацию. Давайте Илью поддержим. Илья, и я сейчас подойду к ребятам и задам, наверное, из зала 3-5 вопросов, чтобы мы могли, ну, как бы, в живом эфире все обсудить. Хорошо? Давайте. Я беру микрофон. Так, кто хочет задать в офис ebay вопрос? Я иду к вам. Так, меня тут слышно. Мы говорим в микрофон, потому что у нас онлайн-трансляция. Представляемся. Да, Илья, меня зовут Дмитрий Барабан. Вопрос такой. Есть ли на сайте или где-то еще а-ля мануалка пошагово куда-как клацать для того, чтобы а зарегистрироваться в этом, добавить товар, а там наладить логистику? То есть мануал это есть? Ну, есть, да, есть стандартный help, вот, это, ну, прям, как помощь по продажам, да, там, по большому счету, все это написано. А мануал мы сейчас собираем, как раз это сейчас в процессе, да, чтобы сделать это в красивых, очень простых, понятных, там, видео и в картинках, скоро появится, да. Есть YouTube, на котором, помимо нас, eBay-то комьюнити, да, то есть то все, что не успевает делать одна команда, делают продавцы, как правило, там, и успешные продавцы на eBay. Есть YouTube, на котором можно, как бы, при поиске, как продавать на eBay, можно найти кучу информации и очень много специфических всяких вещей. Вот, но мы это сделаем, то есть это у меня в процессе сейчас стоит, это точно так же будет выложено по ссылке продажи, либо, и точно так же это будет выложено на ebaymark.com, да, спасибо за вопрос. Хорошо, спасибо большое. Следующий у нас вопрос. Спасибо большое за презентацию. У меня к вам такой вопрос. Как тебя зовут? В свое время, когда я выбирала первый маркетплейс в мире, где бы мне хотелось бы попробовать начать вот эти страшные первые шаги и клики, я не выбрала eBay по той причине, что я не нашла там русскоязычный институт. Это то, что останавливает, как бы, многих начинающих продавцов. То есть, как бы, когда пойду продажи, все это... Потом есть. ...попробовать хочется. Понимаю, что творится на этой странице, очень много слов. Скажите, пожалуйста, нет ли плана классифицировать, вот именно интерфейс? Спасибо большое. Да, спасибо. Смотрите, значит, eBay.com сейчас был, есть и будет в Украине на английском. eBay.mac, он уже сейчас на русском и на английском. И мы будем добавлять туда дополнительные языки. Ну, вы же понимаете, да, глобальная торговля – это, как бы, вопрос того, что людям нравится делать, да, и вопрос денег. Вот. Но есть политик еще, да, поэтому у нас были вопросы там, стоит ли... Мы понимаем, что очень многие говорят по-русски, да, стоит ли там перевести eBay в Украине на русский язык. Мы не стали это делать, ну, по понятным политическим соображениям, которые я даже не хочу касаться сейчас. Вот, немножко вне этого. Вот. Но eBay.com, он на русском есть, если русский удобнее, чем английский, конечно. При этом все равно английский, он нужен будет, да, потому что Marketplace – это непосредственный контакт с покупателем, они все равно будут что-то спрашивать, им все равно нужно будет что-то отвечать, товар нужно будет более-менее прилично описать на английском языке, потому что, естественно, ну, там, где покупатели из Техаса, там, Россия, Украина, Румыния и Венгрия – это все страны где-то за штатами, да, они не очень должны, где это. Поэтому, естественно, им нужно описание чем можно лучше и подробнее для того, чтобы они не боялись покупать у вас товар. То есть, даже если они найдут вас, нужно, чтобы они инвертирулись в продажу. Поэтому, ну, английский так или иначе, все равно нужен. Так. Спасибо, Илья. У нас следующий вопрос. Да, добрый день, Александра. Подскажите, пожалуйста, как решаются вопросы гарантии и возвраты товаров? Реберская логистика. Да, гарантии и возврат товаров. Возврат товаров – это все, что определяет продавец. То есть, вы, как продавец, можете сказать, я не принимаю возвраты. Можете сказать, я принимаю возврат, там, в течение такого-то срока после получения. Как правило, есть несколько причин, по которым товар, может быть, его могут хотеть вернуть, да. Значит, причина первая – это товар не понравился, да. То есть, такая вот причина, ну, как бы, возврат без причины. Это, опять же, вот, как я сказал, это на ваше усмотрение. Там, хотите – принимайте, хотите – не принимайте. Ну, как правило, естественно, для покупателя безопаснее, если вы принимаете возврат. В этом случае возврат происходит за счет покупателя. То есть, он должен отправить его по тому адресу, который вы указали у себя в листинге товаров, как возвратный адрес. Есть другие причины, по которым покупатель может захотеть вернуть товар. Это если, ну, точнее, причина одна, на самом деле, если товар пришел не такой, да. То есть, он заказал зеленое, ему пришло красное, он заказал новый, не знаю, там, что-то новое, да, ему пришло что-то потрепанное, да, там, поцарапанное, потертое. Значит, в этом случае происходит дискуссия между вами и покупателем, и вы договариваетесь о том, что, действительно, там, что-то пришло не так. Если вы не согласны, вы эскалируете это, поднимаете эту службу поддержки eBay, eBay разбирается. Дальше, если, как бы, если, ну, выяснилось, что проблема продавца, к проблеме продавца точно так же, ну, к сожалению, относится служба доставки, да. Поэтому, если что-то пошло не так со стороны продавца, то покупатель имеет право это вернуть за счет продавца, вот. Если это не по причине, не по вине продавца, то вот за счет покупателя. Относительно, ну, я думаю, что здесь, когда я сказал, что доставка это тоже, как бы, задача продавца, да, обычно здесь много вопросов возникает. Многие почтовые службы, они предлагают страховку. Где-то она работает лучше в каких-то странах, где-то она работает хуже. Мы сейчас с своей стороны, мы работаем над тем, чтобы сделать некую универсальную глобальную страховку. То есть, ну, условно, там, вы платите дополнительно, там, 1-2%, это то, что я хочу сделать, 1-2%, и ваши товары застрахованы от, там, недоставки, от испорченности, потрепанности и прочее. Вот. Для того, чтобы тоже были здесь покрыты этой гарантией. Спасибо большое за вот этот вопрос, потому что мы еще будем, целый блок у нас будет посвящен возврату и всем вот этим вопросам, связанным с клиентским обслуживанием. Мы ее, как бы, разберем в текущей ситуации. Хорошо, что вот есть новые, ну, как бы, планы сделать вот эту страховку. У нас еще в зале два вопроса, как минимум, я вот вижу по очереди. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юрий. Илья, вот такой вопрос. Я занимаюсь производством товаров для дома. Значит, я в феврале месяце зарегистрировал аккаунт на eBay, разместил один товар. Буквально через 5 минут этот товар пропал, вышло сообщение, что мы не можем его оказывать. Я положил деньги на скайп, позвонил в офис eBay, долго говорил с ними, где-то минут 50. Я достаточно нормально говорю на английском. То есть они мне задавали вопрос, кто вы, откуда вы, а зачем, а сколько вы планируете продавать. То есть это было очень долгое общение. И после этого где-то они сказали, окей, мы разрешим вам 10 товаров размещать. И я вот хотел вот этот вопрос спросить, что нужно делать для того, я не знаю, есть какой-то рецепт без бюрократии, просто спокойно, нормально зарегистрироваться, получить нормальный листик, чтобы сразу хотя бы там 50 товаров, или получить доступ к платному. То есть я вот, я из-за этого просто бросил. Я пришел сюда, чтобы вот послушать, может быть вы... Извините, а категория товаров? Ну у меня были товары для дома. Спасибо. Давайте самое простое сделаем следующим образом. Просто дайте Юле ссылку на ваш аккаунт, Юля перешлет это мне, и мы посмотрим, в чем проблема. Ну там, например, там есть продавец, который размещает какие-то штуки для оружия, но это не оружие, да, там, я не знаю, там, ремни, приклады, еще какая-то штука, но это не оружие. И это такая там очень пограничная категория обычно, ее, ну, часто бывает там по ошибке или как-то там из-за серой зоны немножко банят. Если это товар обычный, и вы вроде как все сделали правильно, ну тогда это очень странно. Пришли тебе аккаунт, разберемся, не знаю, в чем делаем сейчас. Спасибо большое. Мы перешлем этот аккаунт. По поводу вот как добавлять товар, у нас вот следующий блок практически, наш Олег, наш действующий продавец из Украины, который организовал сообщество продавцов на ebay, и он как бы расскажет в том числе и этот вопрос, как вот сейчас уже в текущих возможностях можно сделать больше товаров. Ваш вопрос. Добрый день, Илья, спасибо вам за информацию, Ярослава. У меня такой вопрос, у меня нет аккаунта на ebay, но мне интересно. У меня фэшн товары, но я увидела, что очень много китайских как бы аналогов и не совсем понимаю, стоит ли мне туда заходить. Это первый вопрос. То есть, если, может быть, стоит другую нишу выбирать. Как правильно промониторить, изучить рынок именно с чем лучше заходить. Второе – это поисковая оптимизация. Можете подсказать какую-то программу, которая поможет платно оптимизировать, правильно описать свой товар, чтобы его нашли и купили. Вот. И основные вопросы. Хорошо. Илья, прокомментируйте? У вас тоже есть эти вопросы в программе. Я правильно расскажу. Первый вопрос про китайцев, второй вопрос, как описать товар правильно. Да, да. Первый вопрос про китайцев, а второй – есть ли инструменты у eBay по оптимизации? Да. Смотрите, значит, про китайцев. Китайцы возникают каждый раз, когда я общаюсь с действующими дестеллерами и продавцами на eBay. Ну, как правило, да. Значит, самое интересное, что китайцы возникают даже в том числе, когда общаешься с китайскими продавцами. Значит, китайцы достаточно предприимчивые. Я бы, ну, у них, на самом деле, есть чему учиться. Значит, первое, что происходит с китайцами иногда, да, да, они смотрят… Это не только там на eBay, это на всех других маркетплейсах и вообще глобально, да. Они смотрят, как бы, что есть, что продается, смотрят на какие-то там товары, пытаются там сымитировать вещи. Значит, для этого есть некая программа, которая называется Веро у eBay, да, в которую можно подать жалобу, если вы видите, что китайцы нарушают ваши там товарные знаки, либо вашу какую-то интеллектуальную собственность. Один из продавцов в Венгрии, которые тоже общались, рассказывал, он делает запчасти для мотоциклов, сам дизайнит, ну, как там производит, наверное, не сам с кем-то, да, производит это. Он сказал, что, ну, это нормально, для меня это был хороший опыт, когда китайцы начали копировать, и, говорит, я просто начал менять бизнес-модель, я стал делать больше дизайнов, производить вещи быстрее, ну, и, по сути, линейку обновлять быстрее, да, быстрее вымывать какие-то товары, быстрее делать новые. И, говорит, до сих пор я прекрасно и успешно конкурирую. Но если вы видите, что какое-то есть нарушение со стороны каких-то продавцов недобросовестной конференции, можно пожаловаться на него, да, eBay все эти кейсы рассматривает. Вторая вещь про китайцев, на самом деле, китайцев надо учиться, потому что, это частично ко второму вопросу, потому что китайцы одни из лучших, кто делает, на самом деле, классный сервис на маркетплейсе, и кто прекрасно описывает свой товар. Что такое описание товара в eBay? В тот момент, когда ты начинаешь продавать, ты начинаешь работать с большой поисковой машиной по товарам. То есть, это точно так же, как Google и Яндекс, только по продуктам, да, по товарам. Поэтому, ну, принцип работы все те же самые, алгоритмов точно так же никто не раскрывает, но задача сделать описание таким, чтобы оно резонировало на большое, ну, как бы на достаточно большое количество ключевых поисковых слов, которые люди ищут. Самым таким банальным примером плохих описаний является, не знаю, кто-нибудь написал прекрасную картину и говорит, типа, вот моя картина, Ильи Клетова, да. Илья Клетов никому не знаком, как художник. Соответственно, мою картину, скорее всего, никто не найдет. Если я напишу, что это какой-нибудь классный постер с видом города, там, не знаю, виниловый, который можно наклеить на стену, там, спальню, еще куда-нибудь, да, это уже срезонирует с каким-то количеством поисковых запросов, и это уже можно будет найти. Поэтому, по сути, вот, как описывать? Описывать максимально полно для поисковых запросов, и вторая вещь – это давать максимальное количество фотографий. Каждая следующая фотография увеличивает продажи, если я правильно помню, по-моему, на 15%. Ну, то есть, там, товары, у которых, там, две и более фотографии, по сравнению там, с товарами, у которых одна фотография, у них, там, продажи плюс 20 с чем-то процентов. Вот, честно, на правильно могу там цифры перебудить, но плюс-минус вот такие порядки. Поэтому больше фотографий, больше визуальной информации, если есть видео, видео, да, там, как товар использовать. И, как правило, там, те же китайцы, они дублируют фотографии и в описании, и в самих фотографиях, да, где нужно наблюдать фотографии. И для продавца, для покупателя это классно, точнее, для покупателя, да, это классно, потому что он смотрит, он полностью представляет, о чем этот товар, как он движется, там, не знаю, как он работает с разных точек зрения, там, что с ним так, что с ним не так. И он делает осознанную выбор в пользу вашего товара. Последний, наверное, там, последний, наверное, там, на резюме здесь, вот, я не знаю, там, наверное, сложно сейчас немножко сказать, как локально, да, устроен e-commerce, я не знаю, какой устроен e-commerce, да, как локально описывают товар в Украине, а в России многие продавцы грешат тем, что они говорят, вот, не знаю, там, табуретка, табуретка деревянная, точка, да, и вот все описание. И это, конечно, не то, что подходит в глобальном маркетинге. То есть, больше, более подробно, больше визуальности. Спасибо, Илья. И у нас последний вопрос из зала, и мы уже будем двигаться дальше. Олег. Добрый день, меня зовут Олег. У меня такой вопрос, ну, у eBay есть подписки магазинов, да, вот чем отличается подписка американского, допустим, от британского магазина? Потому что, ну, я так смотрел, что, ну, если у меня, допустим, на eBay.com, да, допустим, если я хочу распространить свой листинг на британский, то я должен заплатить, если не ошибаюсь, полдоллара, да. Допустим, в британском, если я правильно понимаю, то на премиум там уже идет бесплатный листинг в США. То есть, есть ли смысл изначально открывать на британском eBay, где покупать подписку, и, ну, это будет как бы дешевле и в одном месте делать листинги, одни с селлинг-лимиты, да, использовать в принципе. Давайте, да, еще, наверное, с двух сторон. Значит, первое. Для тех, кто не знает, да, что такое магазин? Магазин – это некая дополнительная функциональность внутри eBay. Класс, платная, которая позволяет делать с продажами больше всяких прибамбасов, да, позволяет делать промоушены, позволяет, там, как бы скидывать цены на определенный срок, позволяет, там, объединять товары в какие-то группы и, там, давать что-то в подарок, ну, такие маркетинговые инструменты, да, позволяет размещать больше товаров, потому что, ну, в eBay еще есть некоторые ограничения, да, которые растет в росте ваших продаж по размещению товаров. Вопрос хороший, на самом деле. Мы сейчас этим занимаемся, потому что мне, конечно, хочется сделать так, чтобы вы открыли магазин на eBay, неважно где, и им было возможно пользоваться во всех странах, да, то есть на всех страновых доменах. eBay.com, eBay.co.uk, Франция, Италия, Испания, Германия. Пока что это не так, eBay идет в сторону этого объединения, и, ну, то есть сейчас для функционала на разных страновых сайтах нужно все-таки открывать разные магазины, да, пока это, к сожалению, так. Я вам сейчас покажу один слайд, я очень много говорю про эти страновые магазины, просто чтобы вы понимали, с чего начинать и куда идти. Сейчас одну секунду, я покрою эту презентацию. Одну секунду, одну секунду. Так, это у меня, по-моему, здесь. Да, давайте покроешься. Так. Этот трафик, видно, да, слайд? Да, да. Этот трафик среднемесячный в визитах, ну, или в сессиях на разные страновые домены. В США он самый большой, да, и потому что в США на eBay.com приходят покупатели, точнее, как из США, так и из большинства других стран, да, там, те же японцы, не знаю, из Эмиратов, Африки, там, в основном всей страны Восточной Европы. Все покупают на сайте eBay.com. Второй по величине eBay.co.uk, 400 миллионов сессий, да, ну, по сути, там, треть от штатов. Третий по величине – это Германия. Ну, то есть вот если вы сделаете хотя бы три страновых сайта .com, .com, .co.uk, .germania, Германия особенно специфична, потому что там уже начинается другой язык, и там люди ищут, да, ваше английское описание не подходит, нужно будет переводить на немецкий, это вот с помощью eBay-мага достаточно легко сделать, то, в принципе, вы закроете, ну, там, 80% всего спроса, по большому счету закроете. Франция, Италия, Испания, Австралия – это еще, как бы, возможно для развития своих продаж, и, на самом деле, есть некоторые продавцы, которые торгуют прямо вот конкретно там только с Германией, потому что они знают, что их товары там только в Германии, допустим, классно там продаются, да, кто-то торгует там исключительно с Франции, Италии. Ну, по-разному есть, да, в зависимости от того, что вы продаете, но мой совет всегда начинать со штатов. Как правило, товары, которые размещены в штатах, они видны на сайте CoUK, но в eBay есть, так называемое, понятие пассивного и активного листинга. То есть, если вы разместились на штатах, то они будут видны в UK – это пассивный листинг, если вы разместились и на штатах, и на UK – это будут два активных листинга, и продажи, как правило, таких товаров выше, потому что они в поиске попадают выше. Тот же, опять же, вот eBay Mac как раз мы изначально для этого и создавали. В общем, очень важно было это включение, потому что Украина – такой маленький рынок, и на нее мало кто обращает внимание, но мы такие очень, как бы, творческие, мы хотим быть более глобалными. Поэтому я спасибо большое на снятие. Вопросы я сама потом перечит, она гораздо перечит. Спасибо большое. Спасибо большое, да. Можно резюме, во-первых, я и моя команда мы обращаемся с очень большой вниманием в Украине, и я искалый рынок большой и растущий. А вторая вещь – это для тех, кто уже продает активно на eBay, просто другая бизнес-модель. Мы сейчас активно смотрим на агентов, которые могут помочь тем, кто еще не продает, CrossBotter не продает на eBay, сделать это возможно, да, то есть, там, за какие-то свои деньги, которые, ну, там, либо продавцов будете брать, либо, там, мы с вами договоримся. Поэтому, если есть кто-то, кто уже опытный, продает на eBay и хочет расширять свои продажи, напишите мне, там, либо через Юль, либо в Фейсбуке напрямую. Будем думать и придумывать, что вместе можно сделать. Спасибо и хорошего вам дня. Спасибо. 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 У нас есть и другие возможности. То есть те, кто опытнее, может помогать тем, кто еще только начинает и, груди, наверное, не забудет. Спасибо. Пока Олег наш срок, режиссер, видеорегиссер, подключает презентацию Олега Моралитика, называется она. Ну, я приглашаю второго нашего Олега, который сегодня продавец на eBay, создал сообщество на eBay, других продавцов, и мы, ну, то есть, постараемся сегодня сейчас пройти именно в практической плоскость. То есть вот Илья нам рассказала о том, куда катится мир и как оно будет дальше двигаться, а сейчас мы переходим, скажем так, в практическую плоскость. Есть важное. Я бы хотела, чтобы все, кто сегодня сюда пришел и затратил этот воскресенный день, получил полезную информацию. То есть мы активно участвуем в обсуждениях, задаем хорошие вопросы. Единственное, что мы помним, что нас смотрят другие люди, чтобы этого не было... Олег Гейбалан, если нужно задать какой-то свой личный вопрос, который не будет интересен каким-то другим людям, то давайте его отдельно, а какие-то общие вопросы для всех, то мы вот в эту трансляцию включаем. Все, отдаю Олегу, переключается сейчас твоя презентация. Ты говоришь... Раз, раз, слышно? Хорошо? Да. Зона спикера вот у нас там такая. Хорошо. Хорошо. Добрый день, друзья, еще раз. Меня зовут Белоногий Олег. Я на eBay почти три года торгую с Украины. И как родилась, в принципе, почему родилась идея выйти на eBay? Я пришел на eBay, когда мне первый спам пришел в 90-х годах. Но что-то не получилось, и я решил идти дальше. Так вот, три года назад я решил полностью взяться за eBay. Если я берусь, то берусь глобально. И с тех пор постепенно развивал не только сам как продавец, а решил, что в сообществе люди развиваются более продуктивно. И было создано сообщество группа на Facebook. Она была создана с нуля, даже с минуса. Люди, которые туда заходили, была информация только англоязычная. Так и появилось это сообщество. Я к чему это говорю? О том, что информация, которую я здесь действительно постараюсь дать, она дала только для предпринимательства. То есть общие моменты будут, конечно, присутствовать. Но можно такое брать и делать. Давайте дальше. Почему выбрал именно eBay? Давайте так. Это обычная математика. Кто торгует на Amazon? Есть? Да, есть. И там есть такое понятие, как дропшиппинг и все остальное, онлайн арбитраж. Но там средства на 2-3 недели, они не заморожены, но находятся, прежде чем выйти к вам на карточку и снова закупить. Либо составляющие, либо для производства что-то. Поэтому капитализация на eBay более быстрее. Вы получили деньги на PayPal, вы вывели деньги на карточку, и вы можете ими уже оперировать. Либо выводить, либо оперировать внутри страны, где у вас находится товар. Поэтому капитализация. Второе. Более лояльное отношение к новым продавцам. Что это значит? Я вот слышал здесь, говорили там, заблокировали листинг и все остальное. На самом деле большая часть это нужно внимательно относиться к тому, что вы делаете, что вы выставляете. Поэтому есть база информации, как выставлять листинг, какие тайтлы оптимальны для вашего айтема. Поэтому, но если человек не знает, я сразу говорю всем, кто начинает заниматься. Ребята, не стесняйтесь звонить перед в eBay, а не после того, как у вас заблокировали листинг. Если у вас какие-то сомнения и вы не нашли ответ, звоните туда и спрашивайте. Тогда вам, вы уже будете сделали звонок, они вас зафиксировали ваш аккаунт и уже тогда будет проще решать та проблема, которая у вас будет создана. Не бойтесь, eBay это такой, знаете, у меня почему он понравился, потому что там очень много общения. И я сам по себе люблю общаться, по-английскому только научился. Поэтому вот такой факт, должно быть внимательное отношение к тому, что вы делаете, что вы вставляете. И только после того, как вы сделали подготовительную ситуацию, вы тогда можете входить на рынок и тогда будет меньше проблем. Но лояльное отношение лучше, чем на Amazon или на других площадках, на которых я еще торговал, такие как Etsy тоже там есть свои возможности. И есть еще такой момент. Почему первый пункт стратегическое тактическое мышление? Все, которые приходят, не все, прошу прощения, риторика еще не такая поставлена, но сам смысл. Кто, кто приходит на eBay, они хотят заработать здесь и сейчас. То есть здесь я хочу заработать сумму, вложить ее и дальше развивать. Но дело не в деньгах на самом деле. Стратегическое мышление – это развитие не только финансового, но и общего плана. То есть нужно посмотреть на картину в целом, на линейку товаров, на нишу. И тогда думать о том, как это делать, то есть принимать тактические шаги. Поэтому многие люди, когда заходят на рынок, они берут только тактику. Я хочу продать этот товар и все. И потом, когда начинаются проблемы либо с продажами, либо с нишей, останавливаются, либо обрастают, либо пересматривают, берут, переключаются на стратегическое мышление. Второй момент, который я столкнулся с самого… Столкнулся с самого начала. Наши люди, не знаю, в какое время, в разное время воспитанность, все хотят подешевле либо бесплатно. eBay, Amazon и уже с ними это западные площадки. На них платить – это нормально за сервис. Платить за сервис – это нормально. У многих старается не оптимизировать расходы, а минимизировать. Не нужно. Нужно оптимизировать подход к своей торговле. То есть желание платить за сервис – это такой же нормальный способ, который у нас присутствует наоборот, чтобы не платить. Поэтому те моменты, например, люди приходят, как в Facebook сейчас ходят, ворованные курсы – это все дело, которое потом выйдет боком. Потому что курсы, которые там приходят, они либо неполные, либо уже устарела инфа. Поэтому это первое, что должно быть понимание, что платить на eBay, платить на Amazon за сервис или коучинг – это нормально. Сколько платить – это вы уже выбираете сами из того рынка, который есть. И теперь самое главное, которое важно для того, чтобы зайти на eBay – это каждый раз хоть чуть-чуть улучшить свое качество продавца. Например, немножко информации по оптимизации, немножко информации по нише. И каждый день вы что-то новое находите. Если вы не будете двигаться вперед, скорее всего, вы будете двигаться назад. Вы не можете стоять на месте. Поэтому человек, который начинает взять продукт, он должен создать листинг, свой продукт, и 3-4 раза в неделю заходить на него пересматривать. Если это чисто его товар. Мы говорим сегодня больше о экспорте. Поэтому отношение улучшения. Если не будете улучшать качество своей информации, листинг, общение, английский язык с покупателями, с поставщиками, с продавцами, то вы будете, скорее всего, ухушаться. Как продавец. И тем самым тоже это будет, знаете, такой маленький сигнал, вы потихоньку будете откатываться назад. Так. 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 Нет пока. А, работает. Прошу прощения. Я этой цифры… Пройдем. Мы это уже видели. Мы это уже видели. А, прошу прощения. Точно. И вот небольшая… Почему еще eBay? Смотрите. 55 продаж онлайн с автономных онлайн-профолл. Что это значит? Ну, значит, что не онлайн, не автономных, а магазины, плейсы. И 45 продаж с маркетплейсов. Amazon, eBay и же с ними. Так вот, eBay идет на втором месте. Почему его не рассматривать как хороший старт? Я рассматриваю, опять же, если брать статистическое мышление, eBay для старта, он оптимальный и по всем моментам, как научиться работать с customer service, как работать с клиентами, как работать с поддержкой, как работать с товаром своим. Это та площадка, на которую можно научиться делать. И особенно, если вы, опять же, то, что я говорю, перед тем, как что-то сделать, вы можете… у вас есть какие-то сомнения, вы не нашли информацию, вы позвонили, спросили у eBay. Или у PayPal. Очень важно. Потому что PayPal и eBay – это две системы, которые полноценные. Поэтому либо eBay, либо PayPal. И тогда мы начинаем успешно работать. Итак, eBay как основная стратегия, начало. И дальше можно идти от нее уже. eBay – это только старт, которым можно развиваться и дальше. Но дальнейшее движение нужно также иметь в голове, в мыслях. В голове Shopify, Facebook, Amazon. Как вы будете двигаться, как вы будете расширяться, каким способом, какая стратегия. И сначала стратегическое мышление на eBay. И в целом, как вы будете продвигать товар. Не нужно делать бренд, как на Adidas и так далее. Но вот такое понимание и дает вам возможность вырасти как продавцу, как предпринимателю. Мне многие мои коллеги, которые мы начинали на eBay, сейчас активно продают и на eBay, и на Shopify. И сейчас еще идут на Facebook. Сейчас очень тема такая продажа в социальных сетях. Одного и того же товара и повышают таким образом свои продажи. И вот интересная статистика. Если вы здесь посмотрите, мы эту статистику еще не видели, но давайте посмотрим ее более внимательно. Я специально сравнил две первые позиции, это Amazon и eBay. Мы видим здесь сколько денег, на какой сумме люди здесь зарабатывают. Мы возьмем, давайте, минимальную сумму стартовую. Минимальную сумму стартовую и максимальную. eBay. Минимальная стартовая сумма 10 000 и меньше. Оборот, нет, не в месяц, это годовой оборот. Вот в этой нише в цене до 10 000 долларов, у кого оборот годовой, 10 000 долларов, торгуют 304%. По конкретному, это откуда? Нет. Например, это статистика eBay. Я просто чуть больше дам, вы понимаете, да? Это статистика eBay, сколько людей работают ниже с оборотов до 10 000 долларов в год. Да, да. И мы видим, что на eBay, скажем так, малый средний бизнес, но работает больше на eBay, чем на Amazon. Потому что у Amazon 9%, а у eBay 34%. Да, вот, правильно, да, спасибо. И вот этот важен сам процесс. Видите, здесь мы начинаем, здесь оборот больше, возможности начать со стартового капитала до 10 000 долларов, именно здесь хороший заработок, хороший подняться, хорошая капитализация. Если постепенно у вас растет, правильно вы делаете, и у вас растет ваш бизнес, то Amazon, естественно, его продолжение, как первая площадка. Там между ними что-то есть Shopify или другие структуры, это уже ваше дело. Но я показываю, что вот таким образом можно понимать, почему на eBay одна из важных моментов – это стартовый капитал, который у вас есть. Можно стартовать именно на… Прошу прощения за… Я вот с техникой. Вот так. Вот с этих сумм легче всего стартовать. В следующем, дальше идут суммы примерно одинаковые. Но мы посмотрели на максимальные и на минимальные показатели. Так, отлично. И следующее. Тоже такой небольшой… За 2016 год, потому что за 2017 еще нет показателей. Это посещение с ПК и с мобильных устройств. Очень важно. Потому что люди, которые покупают с ПК и с мобильных устройств, они разнятся в той или иной степени. Люди, которые покупают дорогой хороший товар, они чаще всего покупают его с ПК. На eBay, если мы говорим со старта, то это мобильные устройства, планшет, мобильный телефон и так далее. И мы видим, что он также на втором месте по всем показателям. Нет такого, что eBay в этом показателе на первом месте, в этом показателе на третьем или на четвертом. Нет. Во всех показателях он идет на втором месте по маркетплейсам. И видим, что соотношение 456 миллионов и 397 миллионов практически, да, там больше… Они очень много покупают с мобильных устройств 47%. Это к чему я говорю? О том, что оптимизация вашего листинга под мобильные устройства – это не менее важно, чем создание самого листинга. Сейчас eBay запустил такой мобайл-френдли, который при создании листинга существует. Но все одно вы должны понимать, что сам текст, сам формат, который создается листинга, он должен оптимально быть подобран под мобильные устройства. Прошли дальше. Мы это все дело немного… Я еще немножко раскрою по пунктам, которые я не озвучил. Первое. Действительно простой процесс регистрации. Опять же сравнивается с Amazon. Я почему сравниваю? Потому что я и там торгую. И регистрация на Amazon и регистрация на eBay – это, как говорят в Одессе, две большие разницы. И человек, который и так не знает, за что хвататься на площадке, он приходит на Amazon и тогда ему нужно прежде всего, чем всем это сделать, пройти процесс регистрации налоговой… как она называется, дай бог помните… Ну, в общем, налоговая… по налогам заполнить свои моменты. Интервью. Да, налоговое интервью, совершенно верно. И так далее. Карты привязать и все-все-все это вместе-вместе. Это очень такой объемный процесс. На eBay это зашли, зарегистрировались, активировали – он ваш. Несколько бизнес-моделей. Что значит несколько бизнес-моделей? Изначально eBay был как для гаражной распродажи, и он для того, чтобы как появилась сейчас возможность продавать в разные страны, вот как говорил Илья, она постепенно формировалась. Я, судясь, в своей генезисе наблюдения за этой площадкой. И аукционный трафик… Первый – аукцион. Это единственный пока на моем… на моем об этом marketplace, который позволяет аукциона торговать официально там товаром. И при этом достаточно успешно. Потому что под него заточены и поисковики, и способы доставки, и способы формирования цены и так далее. Второе – это best offer. Что это такое? Best offer – это когда вы создали тот же аукцион, только он уже в таком… то есть лучшее предложение. Вы создали листинг, написали цену и поставили галочку – best offer. То есть вы говорите, я готов торговаться. И пошла торговля. Предложение. Человек увидел ваш листинг, ваш товар, который стоит 50 долларов, он говорит, нет, я хочу его за 45. Нет, а вы говорите, я за 43 отдам. Нет, я за 47 куплю. И бывает было, я вот цифрами специально поменял, что я специально иногда играю цифрами, люди переключаются на еще большую цену. Но это вот такое. То есть торговля, общение, торговля – это очень важно для нового продукта. Когда вы сделали, вводите новый продукт, если поставили buy it and now, скорее всего его будут смотреть, уходить, смотреть опять. Если best offer, для того чтобы его прощупать, интерес к рынку – это такой способ отличный. И, естественно, buy it and now – это купить сейчас. Это для тех, которые, для товаров, которые уже хорошо, отлично продаются. Или у вас большой инвентарь, и вы не можете там каждому отвечать best offer. Тем более best offer можно еще поставить автоматически на определенные цены. Поэтому вот такое сочетание бизнес-моделей, оно очень важно. Потому что оно дает больший трафик, большие возможности. Следующий момент – то, что отношение к людям, которые занимаются в sales или по-нашему дропшиппинг, на eBay более лояльно к этому смотрится, по той причине, что нету и у них своих складов, как на FBA. Поэтому лояльно относятся, но очень строго спрашивают, если что-то не так пошло. И чаще всего становится, если по доставке проблемы, трек-номера нету или проблемы с доставкой, чаще всего становится по опыту, на сторону покупателя. Интеграция магазинов в социальные сети. eBay очень социализирована и сейчас постоянно социализируется, и его программисты это делают. Они вклинивают в Facebook, не вклинивают, а вносят вещи, которые могут интегрироваться в Facebook страницу, в бизнес-страницу, в Shopify, в WordPress. То есть вы можете создать автономный магазин для продвижения своего товара. Мало того, если существует еще такая программа, как affiliate-программа, вы можете зарегистрироваться там, сделать ссылочку, и вы еще будете получать процент из продажи своих же продуктов. Но это уже такая, момент. Покупатели менее требовательны, чем на остальных площадках. Это действительно так, но все зависит от товара, который вы продаете. Если вы выставили товар, который покупает молодежь, который покупает такие активные, то будьте готовы с ними больше общаться, и будьте готовы, что все эти моменты будут немного рискованные. Поэтому стоит выбирать товар, который даст вам возможность работать с теми покупателями, которые не то что менее требовательны, а которые четко он имеет свои параметры, и по ним они могут купить и определить онлайн. И теперь по поводу российского, украинского перевода. Друзья, help отлично переведен, лучше, чем на Amazon. Если вы не пользуетесь help на английском, вы ввели любой запрос eBay и вам тут же выставите ответ на русскоязычном help. Help у них отлично переведен. И это опять же такой плюс о том, что если человек не может читать на английском, он может всегда почитать в оригинале перевод уже ими сделанный на eBay. Ну а теперь минусы. Все знают сложности приема платежей с Украины, увеличение комиссии. Но это уже не проблема. Я почему говорю не проблема? Потому что в первую очередь, когда я пришел на этот рынок, я пробивал опять же, кто знает меня из соцсети, ребята знакомые, я пробивал эту тему почти полтора года. И есть различные способы, в том числе и то, что говорил Илья, регистрация использования PayPal другого человека. Например, у меня есть родственник в другой стране, он может зарегистрировать на себя PayPal, и я могу принимать платежи на любой PayPal. На любой. Поэтому работа с PayPal, ее лишь решается, нужно зарегистрироваться счет в стране, которая принимает, например, я это делал, молдавский PayPal. Зарегистрировал счет, зарегистрировал PayPal на ту страну, и на адрес там целый процесс. И я работаю с ним достаточно успешно уже почти полгода. Но самое главное, что вы должны понимать, что это рискованный, очень рискованный. Те, которые заходят туда, это… Вот если свяжетесь таким образом сразу с PayPal, скорее всего у вас опять будут проблемы с PayPal. Первым, кто я советую со всеми, и опять же это не просто там Ода кому-то, каким-то ребятам, а всеми, кто заходит на рынок eBay, работать прежде всего с посредниками. Потому что вы… Вот представьте себе, вы заходите на рынок, у вас здесь PayPal, а здесь в одном полушарии PayPal, в другом полушарии eBay. У вас все перемешалось. Нужно что-то одно убрать. Убираем прием платежей, перегружаем это на посредника и работаем с ним. Следующее. Лимиты по количеству товара и сумме. Вы уже это слышали и как с ними работать, мы разберем чуть позже, но на самом деле это тоже не проблема. Но я говорю, что это больше плюс. Представьте себе, у вас зашли на рынок и опять же eBay, вы новый продавец, вы не знаете, как работает площадка, как создавать листинг, как его оптимизировать, что с ним вообще, какие дела творить, чтобы она начала продаваться. И вам сразу дадут 500 инвентарей. Что вы с ним будете делать? Вы его заполните? Нет, она будет висеть у вас 3-6 месяцев. Пока вы научитесь заполнять инвентарей, пройдет месяц-два. Если вы все правильно делаете, у вас пойдут продажи. И все остальное вытекающее в увеличении лимитов. Это мы разберем чуть позже. Следующий. Запрещенный товар категории товаров со стороны eBay, так и PayPal. Есть такое понятие, как список веро, который мы разбирали, но и также есть, об этом многие упускают, что у PayPal тоже свой есть список, потому что вы принимаете платежи на PayPal. И многие смотрят только на eBay. Нет, нужно заходить на сайт PayPal и смотреть, какие товары там запрещены для продажи. Очень интересный момент такой, как связан аккаунт. Аккаунт продавца и покупатель он связан. Если вы в какой-то степени занимаетесь бизнесом, закупаете на eBay, вывозите его в свою страну или куда-то еще, и занимаетесь продажей своего товара, если по одной из этих направлений была проблема, то вы уже не сможете ни покупать, ни продавать. Это минус. Ну и, конечно, относительно долгий и неудобный процесс создания листинга, который уже компенсируется различными сервисами, платными, бесплатными, или самостоятельно купить листинг специальный у фрилансеров. Ну и самое интересное, что когда растет продажи определенные, то приходит нужна делегировать какие-то вещи, например, заполнение листингов. Это такое время затратное. Поэтому на eBay такого нет, чтобы подключить виртуальных системах, как это есть на Amazon. возможно, они подключатся дальше. Ну и теперь небольшие плюсы. Куда они ушли? Плюсы. И вот я и хочу переключить его. И, пожалуйста, включись. Вот, да. Уже эти мы рассказали, эти пообщались. И еще очень важный момент. Очень важный момент, когда вы заходите на eBay-площадку, вы должны понимать, что своим товаром это не должно ограничиваться. Сочетание систем работы на eBay позволяет торговать и своим товаром, и товаром поставщика. Например, у меня есть товары для дома, которые я продаю из Украины, но у меня их 5 штук. Что это за инвентарь и 5 штук? Поэтому я создаю нишу, нахожу хорошего поставщика, который мне дает инвентарь еще там на 50 штук, но я основной трафик направляю на свои 5 товаров. Поэтому вот эти все вещи нужно уметь оптимизировать на eBay. Мы их тоже разберем, постараемся разобрать сегодня. Ну и теперь технический раздел. Раз, два, три. Технический раздел. Настройка и оформление. Два аккаунта – индивидуальный и бизнес аккаунт. Индивидуальный аккаунт для старта вполне. Если у вас есть юрлицо, даже если у вас есть лицо, я вам советую начать с индивидуального аккаунта. Зачем? Для того, чтобы опять прощупать площадку. С бизнес аккаунта у вас будут другие, к вашему аккаунту будут другие требования, другие документы. Поэтому индивидуальный аккаунт для старта, опять же, очень хорош. Как регистрация? Делать. Видно? Видно. Все. Простой процесс регистрации. Нажали на регистрацию, персональный аккаунт выбрали, и мы уже там. Но мы зарегистрировали только аккаунт покупателя. При регистрации нам еще присуждается определенный ID. То есть, например, если мне белоногий Олег, она пишет, или е-мейл какой-то, да, он пишет у меня в ID там, белоногий Олег только вместе. И потом мы можем его изменить. Так, и теперь я бы хотел на демонстрацию перейти в видео, чтобы уже все это было вживую. Что и куда клацать. Я-то могу перейти на свою? Туда подойти? Ага. Да. Ага. Все. Сейчас включу. Сейчас включу. Угу. Я не вижу, чтобы демонстрация шла. Ну вот на экран моего. Да, просто скрин да сделал на него. Запустите какое видео? Нет, не видео. Вот этот экран, чтобы был виден. Мой. eBay. Он с тачпадом. Если хотите. Нет, нет, не видео. Просто чтобы. Во, отлично. Да, да. Спасибо. Итак, это уже зарегистрированный аккаунт. Меня хорошо слышно? Замечательно. Это зарегистрированный аккаунт, только я его… Опа. Он прошел куда-то. А где его видно? Я его не вижу здесь. Вы нажали презентацию. Надо было повторителем аккаунта все сделать. Давайте еще раз, чтобы я смог его здесь… Так, оно там уже появилось. Да, оно ушло туда. Я ее не вижу, как его… Там, там. Понятно. Хорошо. Понятно. Хорошо. И заходим под зарегистрированным логином, паролем в наш аккаунт. Он уже зарегистрирован. Это аккаунт продавца. Пардон. Сейчас, секунду, секунду. Это надо переключаться. Если будет тревога, я переделаю. Но… А вы видите, что нам уже просто употребляет радость. Вообще спитThere… У Jako niziauaФ Torres doнемzio synchroniza в патрах. Ебо увидели, что там уже пройдет… там уже ближе femenina… В分鐘 аккаунтちょっと… Понятно, что там уже… Пройденный этап… Youtube и присβ… Но тем не менее, мы любим, чтобы все были. все зашли зашли и теперь первое что мы делаем когда мы заходим на свой аккаунт это еще аккаунт продавца он еще не покупателя он еще не активирован первое что мы делаем это заходим settings и заходим подписки и вот здесь он уже активирован этот аккаунт и вот здесь когда мы заходим прошу прощения на подписки до подписки когда мы заходим на подписки у нас есть подписка на магазин basic store видите мы за него это самый простой способ активации вашего аккаунта продавца вы заходите на basic store но не для подписки а для того чтобы здесь увидите надпись самом верху за активируйте свой аккаунт чтобы он вы что вы смогли с него продавать вы нажимаете на красную ссылочку и переходите на страничку где у вас запрашивают номер телефона который вы зарегистрировали и на него придет пин-код вот после того как вы введете пин-код он ваш аккаунт продавца будет и ваш аккаунт будет активирован следующий момент который важен это изменение айди вашего мы такой заходим сайт префоренс с хорошо внезрение хорошее и вот здесь из настройки аккаунта настройки аккаунта настройки аккаунта нет персонал информация мы сейчас немножко чуть больше далеко ушли и вот здесь есть видите юзер айди вы его можете регистра вы его можете редактировать но единственный момент вы его следить раз в 30 дней то есть раз в месяц вы можете его редактировать это защита перед покупателями и вот здесь так вы же вы можете менять индивидуал аккаунт на бизнес аккаунт вот здесь в этой вкладке достаточно достаточно все прозрачно и самый момент что вы здесь можете регистрировать все свои данные но данные я вам советую не советую а настоятельно рекомендую водить той стороны тех адресов которых в котором вы реально находитесь вы в украине значит украина не придумайте себе американских адресов или каких еще либо следующий момент это адрес адреса пока все понятно мы идем правильно идем идем хорошо и теперь при мари адрес вот здесь есть главный при мари адрес которые на который зарегистрирован ваш аккаунт его менять запрещено опять заходи до каждый раз при смене какого-то момента она у вас будет спрашивать регистрацию вот его менять запрещено менять запрещено он должен быть как вы зарегистрировались так и быть следующий момент вот а регистрация shipping address, тут может быть, то есть куда доставлять? Вы можете поставить американский. Для чего? Для того, чтобы вы в поиске могли искать американские товары. Так же самое. Таким же макаром. Если у вас стоят здесь украинские адресы, чаще всего будут выходить товары, которые экспортируются в Украину, импортируются. Доставляются в Украину. Но если вы идете сюда, этот радиус у вас будет и Украина, и США отображаться. Мы говорим пока про US-аккаунт. Следующий момент, который важен для настройки аккаунта, это сайт preferences. Это основные его настройки. На самом деле, вот здесь, если пробежаться по настройкам, тут их на достаточно большое время, но мы возьмем основные настройки, которые могут сразу помочь начать торговать, и чтобы не было проблем. Вот тут главная галочка. Есть такое понятие, как got and got cancelled. То есть при создании листингов вы ставите галочку, что листинг удаляется только в том случае, когда вы решили это сделать. Если вы эту галочку сняли и удалили листинг, нет, не удалили листинг, у вас закончилось количество товаров, и он закончился, сам товар, у вас история пропадает. Что это значит? сейчас я вам покажу на примере одного из моих товаров. Это демонстрационный аккаунт, поэтому можете заходить на меня смотреть. Там и есть информация чуть больше по настройкам. вот, например, этот товар. Он находился у меня, сейчас находится в продаже, и у меня была одна штука. Он продался, и все, и он исчезает из списка активных товаров. Но у вас пропадает тогда история продаж. Вы наверняка видели, что стоит товар у него одна, две, три, пять продаж. История продаж очень хорошо влияет на само количество продаж. Поэтому вот эта часть, галочка, она отвечает за историю продаж. Дальше, вверху. У вас, если здесь нажать, мы увидим, что отображать больше 10 продуктов. Если у вас в инвентаре 10 продуктов и больше, отображать его или нет. Здесь вы выбираете по своему усмотрению, она не ключевые моменты, как для маркетинга, так и для самих настроек большого внимания не имеет. Но если у вас, например, четкое количество единиц товаров, и этот товар часто ходит оптом, то есть 2-3 штуки, то желательно, конечно, четко поставить там 5 штук, чтобы человек видел, зашел на листинг, что у него 5 штук, сколько он может заказать. Дальше. Паймат from briars. То есть покупка, прошу прощения за произношение, выскочила. Покупка, приемы платежей для ваших покупателей. Нажимаем edit. Здесь есть check-out. Check-out это прием на карточки. Прием платежей на карточки для нас, для Украины пока невозможен. Он возможен только для резидентов США, поэтому не имеет смысла отмечать этот аккаунт, вот эту галочку. Имеет смысл отметить все три галочки здесь. Чтобы у вас не было такого, например, что человек нажал Python Now и оплата еще не пришла. То есть он нажал оплатить сейчас, а деньги еще у него не пришли. Не считали с его PayPal аккаунта. Почему? Потому что здесь не стояла галочка, например, Python Now поставить PayPal, вот прямо сейчас купить, прямо сейчас снять у него с его кошелька деньги. Поэтому вот эти галочки здесь важны именно для этого. Что мы принимаем только на PayPal. Почему еще важно принимать только на PayPal? Раньше, когда в 2000-х годах даже еще был такой сервис, который называется Skrill. Он был подключен к агринам в eBay, но при определенных махинациях, очень много махинаций, которые были на eBay, eBay от него отказался с помощью карточек. PayPal более защищает и покупателя, и продавца. Следующий момент, который мы, shipping preferences, доставка. Кто работает в Америке или только по Америке, да, важно, чтобы вы включили такую программу Global Shipping Program. Что это такое? Global Shipping Program это программа, которая позволяет вам любой товар из Америки, не любой товар, а товар из Америки доставлять в любую страну мира. И вы за доставку не отвечаете. Но это в том случае, если у вас товар находится на складе Америки. Следующее. Исключение. Исключение. Здесь можно поставить те страны, в которые вы не хотите поставлять, или проблемные страны, в которые, например, у вас пока Укрпошта не доставляет. Или там они теряются часто. Или по каким-то другим причинам. Здесь вы можете поставить исключение, какие страны вы не хотите доставлять. Какие я бы советовал, если вы поставили из Украины. Вот эти все, кроме понять, что какие вам страны вы можете доставлять по Укрпочте, вы зашли, посмотрели, какие страны доставляют, и сняли с них галочку. Убрать, обязательно поставить вот эту галочку, это что такое? Это военные части. Они часто всего теряются в военных частях посылочки, и военные части, и все так далее. И так далее, то, что с ними связано. USA Protections, это такие, вот здесь можно навести и посмотреть, что это Хавайи, и так далее. Все эти страны. Если туда же опять у вас нету доставки, лучше поставить исключение. PO Books, это почтовые ящики. Я убрал, потому что PO Books говорит, что люди иногда арендуют ящики для получения посылок, и это нормально. Поэтому почтовые ящики я оставил. И в конце вот здесь можете поставить, если вы опять же торгуете в самой Америке, то есть у вас товар в самой Америке, вы находите, вы ставите здесь галочку. Для использования шипер в программ. Так, следующий момент, который очень важен. Не очень важен, а важен. Смотрите, вот это есть ссылочка блокировать проблемных покупателей. На самом деле есть целые сайты, сервисы, которые об этом говорят. Какой покупатель и какая у него проблема. Сейчас есть, если вы знаете, также есть сайты, форумы, там, где учат обманывать покупателей. И, имея базу данных проблемных покупателей, вы можете просто ее сюда внести. Да, продавцов. Прошу прощения. Заговаривайся уже. Так. Не продавцов, а покупатели. Не покупатели, а продавцов. Так, так, так. Все. Вот эти основные настройки, которые нужны для того, чтобы вы начали работать уже как продавец. Как продавец. Первое. Давайте такой алгоритм. Зарегистрироваться как покупатель. Активировать аккаунт. Второе. Это настроить персонал информации, то есть user ID. Отредактировать адреса, поставить шиппинг, доставку куда? В Америку. Адрес можно взять на mail forward и так далее. И пройтись по вот этим пунктам, которые мы с вами прошлись. Вот основные пункты вверху. Все. Аккаунт продавца у вас готов. Что еще важно для того, чтобы ваш аккаунт был красивый? Так, сейчас я поднимусь до красоты своей. Вот он. Смотрите, вот здесь аккаунт есть. Это ваш аккаунт и покупатели, и продавцы. На самом деле, американцы говорят, одни смотрят, другие не смотрят. Мы бы говорим пока про Америку. Но если у вас аккаунт аккуратненько оформлен, да, смотрите, аккуратненько, чаще всего возможно, что ваш аккаунт, с вашего аккаунта больше купят, чем у вас тут что-то непонятное находится, либо пустое поле, либо еще что-то. То есть вот такие вещи должны быть более-менее оформлены. То есть баннер, который можно использовать на сервисе Canva, кто и вас слышал, Canva.com. Он бесплатно предоставляет кучу шаблонов и по разным размерам. И там же можно сделать логотип. Второй момент, который важен, это коллекции. Видите? Эти коллекции, они также проявляются на вашем аккаунте. На аккаунте продавца и покупателя. Что это такое? Коллекции это чаще, вот, например, человек захотел взять и мой аккаунт, как продавца, я посмотрел, что у меня еще продается, и какие коллекции у меня еще находятся, какими я интересуюсь продуктами. То есть вы просто выставляете свой товар, добавляя их в коллекции. Вот. Я захожу в этот продукт, который выставлен, и добавить, вот он же добавляет, add collection. И вы добавляете ее в коллекции. И он уже, ваш же продукт, появляется у вас. Тем самым повышая, опять же, возможность того, что ваш товар будет продаваться уже из интерфейса покупателя. То есть либо человек просто зашел посмотреть, кто вы такой и покупатель, и продавец. И там уже также присутствует максимально насыщенное количество товаров. Вот это моменты, которые нужны для оформления. Оформление самого аккаунта, регистрации аккаунта продавца. Вопросы по нему есть? Друзья, когда вы говорили, что нету мануала русского, вот вам мануал. Хорошо. Я вижу, что у вас все нормально, все хорошо с этим аккаунтом. Что у вас хорошо все с... У вас есть вопрос? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Начал продавать, у меня там пишут ошибку, как вы говорите, живой аккаунт. Пишут ошибку, вам нужно сделать хотя бы одну продажу, прежде чем вы сможете продавать дальше. Расскажите, что за ошибка? Почему так или есть? Это ограничение по лимитам. Но есть ли только один товар выставлен? Количество в каком? Еще раз. Еще раз. Какой лимит у вас? Вы видели свои лимиты? Нет ничего. Скорее всего, у вас там ограниченные лимиты, не подключенные лимиты. То есть нужно посмотреть, какие лимиты. Если лимиты нету, то активировать, так как я сказал, и у вас должны появиться на USA минимум, это 10 товаров. 10 товаров и 500 долларов. И тогда вы можете продавать эти 10 лимитов. А если этих лимитов нету, то вы активировали, вы как продавец. Вы тогда опять же звоните на eBay и говорите, друзья, у меня тут такая проблема, я выставил этот товар, у меня лимиты 10 штук. Что такое? Где мои лимиты? И это очень в этом плане на самом деле не проблема. Проблема в том, что когда вы начинаете продавать, вот когда вы заходите, что второй способ активации, вот то, что вы сказали, может просто выставление первого товара. Вы выставляете товар свой же. Но и почему против этого способа? Потому что человек еще не знает, как оформлять его. Он не знает, за что браться. И тут он начинает выставлять товар. И скорее всего будут какие-то ошибки, которые в листинге, которые придется потом так же разгребать, как блокировку. Поэтому через аккаунт подписки очень такой оптимальный момент активации аккаунта продавца. Ну по регистрации все вроде. Да, по поводу user ID я вам советую брать его что-то такое, не обязательно там красивое. А что очень такое просто запоминается для, не для нас, а для американцев? Так, все. По регистрации все. Или еще есть вопрос? Есть вопрос. Пожалуйста. Давайте я вас позову. У меня есть бренд, который сейчас, с которым я работаю. У него стоимость товара тысячи и больше. И он также заходил на рынок ebay. Это мы можем сейчас это обговорить, а можем при поднятии лимитов. Когда хотите? Сейчас. Окей. Да. Смотрите, лимиты даны для того, чтобы вам дать, вы посмотрели, как это работает на самом деле. Это не значит, что вы можете только так продавать. Лимиты, они даны для того, чтобы человек освоился. Если человек, для чего я это говорю? Вы выставите не свой товар. Выставите не только свой товар, а товар, который для пробы, для продажи. Да, как это все работает, понять. И когда вы поняли, как это работает, само выставление, саморабота, вы тогда звоните в ebay и говорите, друзья, у меня есть вот такой товар, мой товар. Я хочу зайти на рынок. Они начнут расспрашивать, кто, куда, зачем, откуда. И вот я разговаривал с поддержкой 30 минут. Ebay, они мне дали 500 листингов и 10 тысяч долларов. Если вы предоставите все документы, там все очень конкретно. Да, это такое-то, что нужно, давайте почту. Если наоборот, когда вы требуете что-то от них, да, они начинают это предоставлять. То есть идет общение, не то, что они, вы дайте нам то-то, 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 то-то. Нет, у меня есть это, это, давайте так. И в течение 30 минут, я для себя взял такой момент. В течение 30 минут я должен решить проблему. Если я не решаю проблему, я вложу трубку. И беру, набираю другую поддержку. Потому что на самом деле это проблема также с поддержкой. Я не знаю, как у вас, а на Амазоне, на Ebay поймать хорошую поддержку – это тоже проблема. Не могу решить в течение 30 минут, набираю другого. Да, пожалуйста. Такой вопрос. Есть ли ограничения по привязке, количество аккаунтов по привязке к номеру телефона, email, PayPal аккаунта, например? Можно ли иметь 5, допустим, аккаунтов на одном PayPal или указывать этот же телефон или адрес перерегистрации, или ID? Что-то созьмёт. Как не попасть в блок. Мультиаккаунт. Да. Вы хороший вопрос задали, потому что я его пропустил, честно говоря. Мультиаккаунт разрешен. На Ebay, в отличие от других площадок, разрешен. Только есть правила чётки, которые регламентируют, что нельзя, у вас есть лимиты, например, 10 штуки, там определенное количество долларов. Если вы хотите тот же товар выставить ещё больше, да, там, то есть вы хотите обхитрить лимиты, то вам, вас этот листик заблокирует. А если у вас разные товары, я имею сейчас 6 магазинов, из них 3 активных, и 3 вот таких демонстрационных для работы с аудиторией на курсах. Поэтому мультиаккаунт разрешен, не разрешен только с лимитами игра. И второй момент очень важный. Если вы от своего лица зарегистрировали там все, там, 5-6 аккаунтов, будьте готовы отвечать за них за 5-6. Если первый аккаунт засуспендят, все остальные потащатся за ним. Да, имейлы разные. Имейлы разные, потому что там общение будет происходить. Это как логин. То есть имейлы должны быть разные. Да, хорошо, что имейлы разные, но, в принципе, на одни и те же данные можно вводить, как на одну личность. Спасибо. Ещё? Меня зовут Максим, спасибо за презентацию. Я видел несколько моментов, которые мне показались, или ошибки, или, может быть, ну, по поводу мультиаккаунта. Я, насколько помню, в случае, когда я регистрировался, там, 4 года назад, что было такое, что можно иметь два именно аккаунта, и не подписки на магазины. Вот поправьте, если нужно, что уже сейчас изменилось. Аккаунт один, как бы, для продажи, а для покупок. Нет. Один аккаунт не для продажи, а для покупок. Нет, ну, было. Я просто помню, что было в Келпи, там такое, что можно иметь именно два аккаунта, и вот по поводу того, что вы хотите, что… Ну, да, вот какие-то такие моменты были. И по поводу… Вы сказали, что вот в настройках лучше можно указать шиппинг-адрес американский, да, дескать, что вот там потом будут товары высвечиваться там в поиске. Тут есть такой момент, ну, я, во всяком случае, его заметил. Дело в том, что если я что-то продаю и отправляю, покупателю высвечивается, что ориентировочные сроки доставки там такие-то, да, вот. Если у меня будет указан американский адрес покупателя из Америки, у него высветится, что товар к нему придет через два дня, а товар придет через две недели в лучшем случае, да. А вот здесь есть следующий момент, который… Вот, я сейчас секундочку закончу. Для поиска, вот есть там поиск, расширенный поиск, и вы там можете, когда что-то ищете для себя, просто указать, искать товары из такой страны. Не обязательно для этого делать, менять шиппинг-адрес в своих настройках. Нет, шиппинг-адрес куда доставлять, не откуда, а куда. А вот куда доставлять, если есть primary from, то есть откуда доставляется товар, вот тогда вы прописываете туда свой украинский адрес, если это ваш товар. Это очень важно. То есть вы не путаете, куда товар и откуда товар. Это два шиппинг-адреса. Окей, согласен. Но я просто к тому, что вот здесь такие есть нюансы, которые, в общем-то, да, не очень важны, ну, в плане указания этих адресов. Да, хорошо, что вы заметили, я поэтому комментирую, я поэтому здесь остаюсь. Спасибо. Да. И еще раз, вот по тем моментам по поводу подписки, что действительно многие рекомендуют, если вы покупаете товар из ebay, куда-то экспортируете или что-то с ним делаете, лучше это быть отдельным аккаунтом, чтобы если в продаже какие-то проблемы, чтобы не было, не отражалось это на покупательском аккаунте. Но это не значит, что они не связаны. Это значит, что они связаны между собой, просто на другого адреса, на другие данные могут быть. У нас еще есть слайды? Что? Нет, вы не думаете, что так просто. Аккаунт, нет, аккаунт, он фиксируется не только на данных, но и по IP-адресу, по компьютеру. Это техническая его еще идет регистрация. То есть если вы с одного компьютера заходите, аккаунт, жены аккаунт, они все равно будут… Ну, я говорю, что они связаны, но тут нужно некоторые моменты иметь, которые важны для… А если вы заходите с одного IP-адреса, то же самое. То есть здесь нужно делегировать, это дифференцировать. Если хотите, чтобы были разные аккаунты, нужно в WDS, нужно подойти уже технически так же, кроме данных. У нас еще есть слайды? Или мы уже в этой части… По регистрации все. Да, по регистрации все. Вопрос, правильно я понимаю, что мы уже подошли к таймингу нашему, идем на кофе-брейк. 12.40, да. Мы уже, кстати, очень уже 10 минут, как этот. Все, спасибо, друзья. У меня короткое объявление. Так, никто никуда не расходится. Сейчас мы спускаемся по винтовой лестнице вниз, где было кофе утреннее. Там у нас будет такой усиленный кофе-брейк с бутербродами, с пирожками. Если вы хотите что-то более серьезное, у ребят на баре можно спросить, что они могут приготовить. Смотрите. И Олег нам еще потом дальше рассказывает по клиентскому сервису. И мы зайдем тоже в тестовый аккаунт и посмотрим продвижение, инструментарий для продвижения. А второй блок, вот средний, который мы посвятим доставке. То есть мы рассмотрим все, ну как бы все нюансы со всех сторон по поводу доставки. Все. Давайте минут 20, я думаю, чтобы мы не выбивались программой. А вот это отдаем, да? Да, это отдаем. Спасибо. 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 Ну, я предлагаю начинать, чтобы не задерживать, а те, кто придет, они придут как бы на самую интересную часть. Окей. И, Вика, дай мне кликер, пожалуйста. Спасибо. Как вы поняли, что я сотрудник Укрпочты, да? И по факту я готова сейчас рассказать презентацию, связанную, что мы делаем для международки. И потом оставить время на пару вопросов, связанных вообще с Укрпочтой. Потому что очень много происходит за последнее время событий вокруг Укрпочты. И я вам честно скажу, вопрос даже не в том, что люди вокруг не знают, что меняется. Люди внутри компании, даже такие самые активные и на верхушке компании, настолько много процессов параллельно запущено, и столько всяких приходится преодолевать сложности и проблем, что даже я сама иногда прохожу по коридору и думаю, боже, мы такие вещи делаем, ну как бы интересно. Итак, я отвечаю за развитие новых продуктов и за поддержку клиентов, то есть мы хотим сделать так, чтобы когда вы слышали слово Укрпочта, у вас было более приятное впечатление о том, что происходит. Я вот каждый раз еду ночью, когда я еду домой на такси, все таксисты, когда видят, что я с Укрпочтой, они приходят в ужас, а потом к концу уже нашей поездки они говорят, у Укрпочты есть API, пиарщик, вы точно на Укрпочте работаете? Не, ну там, кстати, попадаются очень интересные таксисты. Итак, смотрите, что, ну я уже говорила, что любой предмет из Украины может покинуть территорию Украины в три типа таможни. Первая таможня, это почтовая таможня, она самая простая с точки зрения документа оборота и таможенных требований. Вторая таможня, это таможня... Хорошо, дайте мне микрофон, просто с этой петлички берется звук на трансляцию и им хорошо слышно. Я буду в два тогда говорить. Просто в онлайн-трансляции там хороший звук, я всех проверяла. То есть есть три типа таможни, и эта таможня, она следующая. Есть почтовая таможня, экспресс-форма доставки, это Диэчель нам сегодня расскажет, и карго, грузовая логистика. Они все с точки зрения, то есть и в доставке экспортной нужно понимать, что есть два момента. Выход из Украины, требование украинского таможенного законодательства и вход в ту страну. Требования того резидента. И получается у нас есть такая история. Что такое Укрпочта как почтовый оператор? Сегодня Укрпочта это представитель Украины во Всемирном почтовом союзе. Это большая на самом деле суперорганизация, одна из старейших в мире международных организаций. Они там более 150 лет уже работают, штаб-квартира в Швейцарии. 192 национальных оператора почта входит в этот кружок почтовый. То есть поскольку уже полтора столетия они работают, процессы определенные, они отточены. То есть международная вот эта таможенная составляющая, она проходит без проблем. Конечно, национальные операторы, как и у вас к Укрпочте внутри страны, так и, например, у американцев к USPS, либо там у немцев, ну немецкая почта очень хорошо работает, ну как бы вопросов меньше, но это не частные операторы, у них есть свои нюансы в работе, и нам приходится с ними со всеми сотрудничать. То есть по факту отправляем из Украины, мы передаем ваш груз. Он проходит три как минимум этапа. Первый этап это первая миля, так называемая, first mile, где мы собираем с любой точки Украины. У нас сейчас 11500 отделений. То есть мы на сегодняшний момент самая большая сеть в Украине, которая предоставляет логистические и финансовые услуги. То есть если мы возьмем все банки страны, то в Украине на сегодняшний момент меньше 10 тысяч отделений, всех банков вместе взятых. У Укрпочты 11500. То есть по факту у нас три вида бизнеса и три вида мы сейчас реформируем. Вы знаете, что полгода назад Укрпочта провела корпоратизацию. Что это означает человеческим языком? Это означает, что государственное предприятие прошло международный аудит, сделало перепись всех своего имущества, своих процессов, и было оценено и выставлено, скажем так, на акционирование. И стопроцентным акционером на сегодняшний момент является Министерство инфраструктуры. То есть это продолжает быть государственная компания, но она другая форма управления этой компанией. У нас будет независимый совет директоров, его сейчас выбирают, и я надеюсь, скоро он появится. Он позволит нам управлять компанией, как не просто государственная, ничейная организация, когда у государства нет хозяина, а когда есть конкретно взятые достаточно дорогие, достаточно умные, достаточно продвинутые опытные менеджеры, которые будут управлять предприятием, коммерческой в первую очередь. Все нормальные почты мира, там почта Германии 20 лет назад проходила эту корпоратизацию. Почта Казахстана прошла, по-моему, 4 года назад. Сейчас вот я была в Казахстане 2 недели назад, так там вообще космический прогресс по IT, по всем услугам. Мы хотим быть точно такими же через какое-то время. И у нас есть три вида бизнеса. Почта, торговля и финансы. Двое слово про почту, про финансы и торговлю. Мы самая большая сеть супермаркетов страны. То есть мы продаем гречку, стиральный порошок, кильку в тех регионах, где кроме нас больше вообще цивилизации нет. Есть 14 тысяч людей в этой стране, у которых по факту никакой больше финансовой установы в их районе нет. То есть 14 миллионов людей – это треть населения нашей страны на самом деле. И Укрпочта для них выполняет все финансовые операции. И мы хотели бы расширять эту тему больше. Мы хотим стать как нормальные почты, как почта Швейцарии, например, эмитентом своих банковских карт. Сейчас этот законопроект подан в Верховную Раду, и там есть споры на рынке, банковское лобби хотело бы это запретить, потому что видят в нас достаточно большого конкурента. Но если этот законопроект пройдет, и мы получим такое право, у нас будет возможность выдать всем людям свою почтово-банковскую карточку, с которой можно будет оплачивать коммунальные услуги, получать пенсию, субсидию, денежные переводы, оплачивать товары в интернете, продавать что-то, ну короче, сделать жизнь огромного количества людей проще и веселее. У нас в покрытии, то есть эти 192 оператора мира, с которыми мы работаем, они делают доставку по всему миру. Это в мире насчитываются 234 страны и территории, выделенных, которые имеют определенный статус автономии. Мы не доставляем только в оккупированные территории Абхазии, Приднестровья и все, у кого есть спорные территории. То есть то, что не признал ООН, мы туда не доставляем. Дальше. Ну смотрите, первая моя работа, я всегда это рассказываю, была 10 лет назад связана с почтой. Она звучала следующим образом. помощник почтового координатора. То есть я работала в большом рекламном холдинге, в котором приходили большие компании и платили денег, чтобы не общаться с Укрпочтой. По разным причинам. То есть по факту я прошла со стороны клиента весь путь как бы по всем услугам, сервисам, неплохо разбираюсь во всех процессах. За 10 лет потом меня жизнь мотала в разные стороны. Я работала в Новой Почте и в других организациях. И я понимала всегда, что большая проблема Укрпочты, что такое большое количество людей, сотрудников и такое большое количество сервиса. У нас каждый почтальон, на минуточку, я вообще не знаю, как эти люди работают, у нашего оператора на отделении 52 вида услуг. То есть человек должен разбираться в 52 видах услуг. И я считаю, что это должен быть достаточно высоко мотивированный профессиональный сотрудник, чтобы хорошо это делать. И поэтому я не прошу извинения за наших сотрудников на местах, но за ту зарплату, которую они получают, и те требования, которые к ним выставляются, это достаточно тяжелая работа. Мы сделали следующую штуку. На сайте Укрпочты, вот если вы зайдете на центральную страничку, сайт еще старый, его пишут, обновляют. Для такой большой организации, как мы, написать нормальный сайт – это большая проблема. Тем более у нас все прозоро, у нас все только через тендер. И попробуйте пройти тендер на прозоро, вы посмотрите, сколько нужно успехов и удачи. Вот такая кнопка на центральном сайте, по ней вы проваливаетесь в лендинг пейдж, специально подготовленный для международной доставки. То есть практически всю информацию, которая есть сегодня в Укрпочте, мы собрали в одном месте. То есть вы там увидите ссылку на описание продуктов, которые есть продукты. В международной доставке Укрпочты по факту есть на сегодняшний момент 8 продуктов. Там письма, письма простые, бандероли, бандероли регистрованы, ведь правильный заглошенную ценностью, посылка простая, посылка заглошенную ценностью. То есть их достаточно много. И по ним расписаны критерии компенсации, есть ли трекинг, нет трекинга на этот вид услуги. То есть вся информация по описанию, там она указана. Граничные габариты там указаны, лимиты по весу. Второй момент, смотрите, вот эта тусовка почтовая, 192 страны мира, они договорились между собой, что есть товары, которые при никаком условии не могут быть приняты к пересылке. Ну, например, это, вот сегодня меня спрашивали, алкогольные напои, да, какие-то взрывоопасные вещи, запрещенные вещи, наркотики, оружие, хотя умудряются через почту это все, ну, как бы, пересылать, они по факту не принимаются ни одной страной. Это жесткий список запрещенных вещей. Есть еще плавающий список запрещенных вещей. Я вам покажу, где его чуть позже найти, и мы эту тему обсудим. Тоже здесь прямая ссылка на этот справочник. Потом, дальше у нас есть понятие сроки доставки. По срокам доставки проговорю. У нас долгое время сроки доставки в Укрпочте никто не замерял с точки зрения международной доставки. То есть вот то, что мы называем end-to-end доставка. Где-то человек сдал в Житомирской области, в каком-то Олевском районе, оно едет до границы, ну, то есть прошло таможню, вылетело, все. Ну, типа Укрпочта всегда раньше говорила, это не наша проблема, до свидания. Потом идет международный вот этот сам транзит, и третья сторона, ну, как бы принимающая почта, должна тоже доставить. Мы начали сейчас, благодаря тому, что мы начали клеить трекинг, что означает клеить трекинг? Трекинг это, ну, вот когда, раньше, вот кто с нами давно работает, вы видели, что на сайте Укрпочты трекинг заканчивается, вышло за территорию Украины. Сейчас по большинству стран мы начали этот трекинг клеить. То есть мы берем у тех почт трекинг, приклеиваем к нашему и делаем сутсильный трекинг. Например, Житомирская область, Олевский район, не знаю, Канада, какой-то городок. То есть есть страны, по которых мы технологически это еще не можем делать. Мы это тоже, я вам расскажу, где их посмотреть и почему так происходит. Но по большинстве стран мира для посылок 161 страна и для письменной корреспонденции, куда входят мелкие пакеты и рекомендований Бандероли, 87 стран. То есть достаточно большой список. И мы вот эти 87 стран, мы за последние два месяца добавили 20-ку. То есть туда присоединилась Польша, Испания, Италия, Малайзия, Гонконг. Ну, такие не самые последние страны в этом мире. И там вот прямой переход, где посмотреть сроки доставки. То есть мы выделили 100 самых популярных стран, куда есть реально такой трафик, который можно оценить. И наша машинка, не человек это считает, она достает данные нам из системы по первое событие, когда трекинг-номер трекнулся в отделении Укрпочты и последнее событие на отделении той страны. То есть мы начали вытаскивать эти данные, и для 100 стран мы объективно ничего не приукрашиваем, мы выкладываем реальные сроки доставки, среднефактические. То есть мы видим средний срок доставки из любого региона Украины в любой регион той страны, потому что мы не привязываемся к географии страны, мы просто вот, когда уже точка, финальная доставка на финальном отделении, вручение. И у нас были, ну вот все, наверное, вы заметили, в мае-июне до вируса у нас были шикарные сроки доставки, то есть Европа летала там практически 5-7 дней, тут меня коллеги с DHL пускай простят, потому что некоторые сотрудники, клиенты писали, нам теперь DHL не нужен. На самом деле нам удалось это сделать по Европе, у нас потом были большие сложности после восстановления с вирусной атакой, до сих пор мы расхлебываем определенные сложности, но мы идем к тому, чтобы гарантировать, то есть наша большая задача вам сказать, это 14 дней, вы берете эти 14 дней, если мы доставим за 7, будет прекрасно, но мы хотели бы укладываться в ваших ожиданиях, большинство, там 90% отгрузок, чтобы это был тот срок, который мы сказали. Реальные сроки вы сможете посмотреть на сайте. Весь список 100 стран загрузить. Дальше, и там указан весь перечень документов для оформления. Вот эта ссылка прямая, вы… Так, вот подождите, я сама не умею это делать. Вот ссылочка прямая, вы по ней переходите, вы можете ее скопировать. Все материалы я вам вышлю, поэтому не переживайте. Так, теперь пошаговый алгоритм. Украинскую мову, просто вчера вечером сверстали нам новый буклет, и я подумала, такая хорошая картинка, надо ее вставить. Получается, что мы делаем? Путь клиента с Укрпочтой. Человек звонит, есть физлицо, есть юрлицо, разберем два варианта. Физлицо звонит в контакт-центр, либо идет на отделение Укрпочты. В контакт-центре он может, почему он звонит туда, он может заказать курьерскую доставку, забор курьерский, так называемый. Вы можете не ходить на отделение Укрпочты. И мы даже сделали сейчас, там, если я не ошибаюсь, доплата, Вик, поправь меня, 9 гривен стоит, да, забор одной штучки? Или 15? 9 гривен, забор одной штучки. К вашему тарифу приплюсовываются 9 гривен за то, что у вас забрали на месте, ну, как бы, этот, эту одну посылочку. Если у вас много посылочек, и есть такое понятие, как массовый курьерский забир. Короче, мы можем забрать за один раз полторы тонны, то есть там сколько вы захотите, ну, по факту полторы тонны, то есть к вам приезжает машина, вы туда грузите, и самая большая цена, которую вы заплатите, это 240 гривен, то есть вот за выезд машины. В зависимости от килограмма, на сайте Укрпочты там висят тарифы, вы можете заплатить там 50, 60 или там еще какое-то там количество суммы денег. Если маленькое количество грузов, то вам проще сдавать по 9 гривен. Вот этот курьерский забор уже реализован, вы звоните, заказываете курьера, курьер приезжает, забирает, и все, она уехала. Если вы юрлицо, есть юрлица, которые хотят подписать с нами договора. Подписание договора в Укрпочте, как и в любой государственной компании, это процесс нелегкий и даже небыстрый. Что мы сейчас хотим сделать? Мы уже анонсировали, мы часть документов, есть проект, называется ВЧАСНО. Его сделала группа компаний Пром.юа, то есть это Пром, Эво, Бигль. Вот у них есть новый продукт, называется ВЧАСНО. Это электронный документ и оборот. Мы один тип документов, уже реестр для корпоративных клиентов передачи груза, у которых очень много грузов, уже сделали в электронном виде. Они ничего не печатают нам в стопке бумаг, вот накладных по передаче груза. Следующий этап, мы придем к тому, что мы через час мы сможем подписывать с юрлицами, через электронную цифровую подпись договора. То есть это большой проект, мы хотим это реализовать уже в этом году. По факту нужно будет позвонить менеджеру либо в контакт-центр, получить этот договор. Если вы согласны с текстом договора, все окей, хорошо. И никто физически бумагу никуда не уже не передает. Вы, ваш бухгалтер с вашей стороны подписывает, наш бухгалтер с нашей стороны. Оно хранится на хранилище в час, на которое аккредитировано там кучей проверяющих органов. И это является договор, который мы с вами подписали. То есть бумажной версии договора, мы хотим от нее отказаться. Мы хотим, чтобы вы быстрее и безболезненнее переходили на договорную работу с нами. По первому этапу подписали, позвонили, либо пришли в отделение и сдаете в любом отделении. Международку можно сдать в любом отделении, в 11500 отделений. У нас есть такое понятие автоматизование ведиления, это не автоматизование ведиления. Но это сегодня в 21 веке сложно об этом говорить. Есть отделения в Укрпочтах, у которых нет компьютера. Я вам скажу даже больше. Есть отделения, у которых света нет. И когда я узнала, сколько их, мне стало страшно, потому что я не понимаю, как люди работают вообще без света. Да, там вообще ничего нет. То есть есть отделения, на котором нет электричества. Но как бы с этой проблемой боремся. Мы в этом году уже закупили, в 2017 году было закуплено уже 5000 компьютеров ранее. Сейчас еще тендеры играют на еще количество компьютеров. То есть мы хотим максимально повысить, перевести Укрпочту на полностью автоматизование ведиления. Просто сейчас их, страшно сказать, примерно где-то от 20 до 30 процентов. Потому что постоянно обновляются. Это действительно не самая хорошая статистика. Но мы взяли компанию в таком состоянии, нам передали ее в таком состоянии, и приходится работать с этой проблемой. То есть в неавтоматизованных ведилениях все идет как когда-то, без компьютера, по старинке. И когда случился вирус, не знаю, кто-то следит за нашим фейсбуком, наш СММщик, который очень хорошо пишет, он написал, да, Укрпочта постраждала вид вируса, бла-бла-бла. Ну, для 10 тысяч отделений работа проходит в штатном режиме. Потому что у них ничего не пострадало. Так, что дает договор для юрлица, тоже проговорю. То есть мы сейчас не даем персональные скидки физлицам. То есть у нас нет такой возможности. Но мы нашли один пункт, мы к нему еще вернемся. Юрлица могут подать заявление и получить квартальную скидку. То есть в зависимости от того объема, сколько вы отгружаете, мы с вами подписываем договор и оформляем вашу скидку. Эта скидка на сегодняшний момент может быть до 25% в зависимости от объема. Ее рассчитывают индивидуально. Мы очень жестко привязаны. Нас же все прокуратуры, антимонопольные комитеты и НАБУ мониторят. Если не ниже себестоимости, есть возможность дать по определенному расчету. То есть это все прописано. Это не человеческий фактор. Я вам сразу скажу, есть тарифный комитет, который рассматривает эти заявки и определяет. Вот этот клиент с такими-то параметрами на США получает, а этот, грубо говоря, на Грузию не получает, потому что у Грузии мы вообще на уровне еле-еле себестоимости выходим. Второй момент. Обрать тариф или калькулятор. На сайте Укрпочты, вы знаете, уже есть действующий калькулятор. Вы можете все просчитать, вы можете позвонить в контакт-центр. К слову, по реформе контакт-центра. Вот у нас есть человек, Наталья Калинина, которая работала долгое время. Где Наталья? Я ее сегодня видела. Вот она машет рукой. Человек, который реформирует наш контакт-центр. Долгое время работал в компании DHL, и мы очень рады, что этот человек с таким большим опытом к нам присоединилась и будет делать реформу контакт-центра. Потому что раньше дозвониться на контакт-центр была проблема. Сейчас по факту, я не скажу последние показатели, но мы работаем как рынок, там за 20 секунд 80% звонков уже принимаются, если нет какого-то супертрабла. Контакт-центр хорошо информирован. Я лично обучаю по международке наших операторов. Если у них что-то не получается, они мне звонят, и на следующий уже звонок с похожим типом задачи мы уже готовимся. Я вам честно скажу, я не могу научить международке 75 тысяч людей, которые работают на фронтах. Это нереально. Они, во-первых, меняются, во-вторых, в многих районных центрах они не поддаются обучением. Я могу научить молодых ребят в контакт-центре. Нам приходится работать с тем, что есть у нас. Мы не можем взять, у нас нет волшебной палочки, сказали, все, Укрпочта, ты не Укрпочта, ты дичь. Такого у нас нет еще. Но контакт-центр к чему? Если у вас есть какой-то вопрос, 0800-300-545, вы звоните в контакт-центр, получаете вопрос на любой ответ. Если вдруг нет этого вопроса, они берут у вас контакт, и мы находим это решение и опять же перезваниваем. Мы под контакт-центр добавили брокера. Я вам хочу сказать, что настолько было легкое таможенное оформление Укрпочты всю жизнь, и сейчас оно остается, что должность брокера сократили пять лет тому назад за ненадобностью. То есть его не существовало. Самую крупную, большую компанию логистическую, операционную в стране не было должности брокера. Мы взяли одного брокера, слава богу, и этот брокер может сейчас консультировать на, как минимум, выход из Украины. То есть, да, вот есть какие-то сложности, у вас сомнения к вашему товару, можете позвонить на контакт-центр и заказать консультацию брокера. Она вас проконсультирует совершенно бесплатно, она не оформляет декларации, то есть мы проговорим сейчас еще про декларации, но тем не менее она уже может психологическую помощь оказать. Тоже, кстати, с Укрпочтой немаловажно. И информационную тоже. Смотрите, дальше. Вы помните, все, кто работает на экспорт, знают, сколько у нас бумажек. Мы любим бумажки. То есть у нас, если посылка, то для нормального оформления посылки в Укрпочтине нужно заполнить 6 бумажек, 4 копии таможенной накладной и еще адресный ярлык, и еще так называемый ЦП-71, это инструкция вид правника. Мы все автоматизировали, и я вам расскажу, как им воспользоваться. Вот у меня есть специальные слайды по этому вопросу. Мы из-за того, что вы сделали свою работу дома, то есть вы в личном кабинете это все оформили, получили уникальный штрих-код, потом распечатали, приклеили, и вы без очереди оформляетесь на автоматизованных видениях. Вот этот личный кабинет, он работает только на автоматизованных видениях, потому что человеку, вы потом приходите к оператору и отдаете ваши бумажки, она сканирует, и вся информация из вашего личного кабинета по конкретно взятой отгрузке подтягивается ей на экран. Она руками больше ничего никуда не вводит. Таким образом мы минимизировали, скажем так, человеческий фактор, ошибку на вводе, страну неправильно выбрали. Теперь ваша это зона ответственности. Если вы неправильно в личном кабинете выбрали страну, ну это, к сожалению, уже ваши проблемы, ваша ответственность. Или штрих-кодий номер какой-то неправильный. То есть мы эти вещи автоматизировали. За это вы получаете еще 5% скидку от тарифа. Она распространяется, эта скидка на мелкие пакеты и на посылки в любую страну мира. Не важно, куда вы отправляете. Минимум это правило действует до 31 декабря. Я думаю, что после Нового года оно тоже будет действовать. Так, вот вы вызвали уже курьера, это уже говорили. Мы следим за трекингом. После того, как вы сдали отгрузку, мы следим за трекингом. Готова ответить на ваши вопросы по поводу задержки трекинговой системы в подгрузке данных. Это большая проблема Укрпочты. У нас нет единого хранилища трекинга. То есть на всю Укрпочту где-то примерно 2000 разношерстных программ и серверов, которые со всей Украины собирают информацию по трекингу. И иногда так происходит по объективным или субъективным причинам, по какой-то халатности, или там ураган произошел, или у нас просто все время что-то происходит. И как бы отвалился сервер, и вот Винницкая область там, например, не передает данные. Я очень благодарна нашим экспортерам, всем, кто мне пишет, что есть какие-то проблемы, потому что на самом деле часто от вас я узнаю первее, чем от Винницкой области, что у них не работает трекинг. И я сама звоню в Винницкую область и говорю, вы вообще нормальные люди. То есть у вас два дня вообще ничего не трекается в системе, а никто об этом даже не заикнулся. Вот просто… Нет, им тоже надо, они скоро будут за это получать по голове. Да, трекинг мы подкачиваем. Он, получается, он немножечко задерживается по разных причинах, поэтому вы когда видите, что у вас не зареистровано в системе статус, ну, как бы такое иногда случается, просто звоните на контакт-центр, оставляйте заявку, в каком отделении вы сдавали, почему не этот. Просто контакт-центр мне потом отдает отгрузку, какие области отделения плохо работали с трекингом. Может быть, у них техническая проблема, им нужно просто помочь. То есть они сами не знают, как эту проблему решать, потому что на отделении начальник же не может понять, у него трекается трекинг или нет. Она физически это не может сделать. Какой-то региональный программист это не может отследить, потому что он всю жизнь думал, что это не его зона ответственности. Ну, поэтому пока нужно, как я говорю, спасение утопающих в руках утопающих. Нам нужно объединяться. Так, вот это мы примерно сделали. Так, я не знаю, куда переключать, что-то мне сложно с этим. Вика, перекручи мне, пожалуйста. Следующий слайд, пожалуйста. Смотрите, два самых популярных формата. То есть давайте разберемся. То есть это мелкий пакет и посылка. И у нас есть активная бандероль, но она по характеристикам один в один с мелким пакетом. Просто в свое время Укрпочта не привела свои документы к стандартам Всемирного почтового союза. У нас просто, чтобы вы понимали, мы же как государственное предприятие, вот вы говорите, зачем нам эта корпоратизация? Да просто работать лучше становится, потому что мы не можем свои правила на дань послуг поменять без кабинета министров. А кабинет у министров, понимаете, все время не до нас. То есть мы для того, чтобы там, я не знаю, объединить бандероли мелкий пакет, мы уже год ждем рассмотрения кабинета министров и этой маленькой поправки. Мне кажется, в кабинете министров есть намного больше других важных задач, чем разбираться в продуктах Укрпочты. Поэтому со временем, это будет, наверное, может быть после Нового года, будет объединение бандероли и мелкого пакета. И будет один формат, мелкий пакет с товарным вложением до двух килограмм. То есть письменная корреспонденция, печатная продукция, она останется в письмах до двух килограмм. Потом идут мелкие пакеты до двух килограмм и посылки. Посылки в основном у нас по всем цивилизованным сторонам мира идут до 30 килограмм. Это международное ограничение. Больше, чем 30 килограмм в одной коробке мы принять физически не можем. Но та страна не примет. Мы это можем, а нас никто не примет. У некоторых стран есть ограничение до 20 килограмм. Где посмотреть это ограничение? Я вам сейчас покажу ссылку на следующем слайде. Там, где запрещенные товары, вот вы, когда вы будете выбирать страну США либо Казахстан, то у вас будет как бы перед запрещенными товарами как раз такая табличка, где написано, где посмотреть, сколько веса максимального они принимают в ту страну. Габариты. Понятно все. Что такое СПЗ? Почты с почтами не рассчитываются в какой-то другой валюте. Мы рассчитываемся в так называемое специальное право за позычение. Это международный стандарт. Его курс в Украине определяет НБУ. Каждый день его там меняют. Но он достаточно стабилен. Грубо говоря, он привязан к британскому фунту. То есть один СПЗ это примерно 37 гривен. И вот в правилах прописано, оно просто, почему мы говорим не в гривнах, а вот именно в этих СПЗ. Потому что во всех документах Укрпочты, когда вы заполняете анкету на компенсацию, либо там смотрите это, всегда фигурирует это СПЗ. Я уже поняла, что это не исправить, потому что это международный стандарт. Лучше людям объяснить, что это такое. То есть в мелком пакете максимальная компенсация, даже если вы положите туда, не знаю, бриллиантовое кольцо, она будет не больше, чем 30 СПЗ, это 1400 гривен. То есть это формат для, скажем так, придуманный для электронной коммерции, дешевые грузы, быстро, он дешевле, чем посылки. Посылку вы можете положить все, что вы хотите. То есть у каждой страны есть максимальный вес. В случае США, вот я вам привела, там практически 3500 СПЗ и это 130 тысяч гривен. То есть максимальное вложение в посылку в США может быть 130 тысяч гривен. Вы, конечно, можете положить и больше, но оператор на отделении вам поставит только вот эту ограниченную сумму. И почему важно эта ограниченная сумма? Потому что если вы выбираете посылку с оглашенной стоимостью, есть посылка простая, а есть с оглашенной стоимостью. Вы это оглашенной стоимости платите, как и у других компаний, 0,5%. Но за это, если, дай бог, с ней что-то произойдет, мы вам после расследования выплатим компенсацию. И мы выплачиваем компенсацию полностью вот эта стоимость, которую вы указали, плюс стоимость пересылки. То есть для дорогих товаров нужно только соглашенной стоимостью, для дешевых товаров вот мелкий пакет до 1100 гривен компенсации. То есть выбор просто вам нужно сориентироваться, в каком формате вы хотите работать. Про простую посылку без оглашенной стоимости. компенсация, кстати, тоже достаточно высокая. То есть там 40 СПЗ это 1400 гривен, еще за каждый килограмм веса 160-170 гривен. То есть если ваш товар габаритный, но дешевый, можете брать простую посылку без оглашенной стоимости. Вот такие у нас три основных формата. Дальше идем. Вот как раз условия приема других почтовых операторов. Это все почты сказали, что общие запрещенные товары все почты не принимают. алкоголь, наркотики, порнография, оружие. Но у каждой страны есть так называемое нетарифное регулирование экспорта. То есть есть товары, на которые они не хотят принимать в той стране. Мы оцифровали эти данные и мы их выложили в открытый доступ. Вот по ссылке выше вы получаете вот такую картинку. Обрана краина, там США. Вот вы видите сразу вы здесь видите, у них вот в посылках письменная корреспонденция, туда попадают бандероли, мелкие пакеты и посылки. В посылках громистские США не принимают, кряхкие не принимают, с посыльным да, принимают. У нас есть просто грубо говоря это доставка в руки лично, там курьером, вот можно выбрать такую доставку. Соглашенной стоимостью принимают, с письляплатой не принимают. обмежение ваги 31,5 килограмм, вот и обмежение ваги. Кількость мыдных деклараций. США требуют минимум на своей коробке две штуки, но я вам рекомендую печатать на все коробки четыре, потому что одну вы должны, ну я вам рекомендую хранить у себя, а вторую вы должны, одну декларацию вы должны, ну забирает наша украинская таможня, то есть итого четыре, четыре декларации для посылок и для мелкого пакета одна наклеится на упаковку. Здесь можно посмотреть потом список всех запрещенных товаров, вот я просто, поскольку он там сильно длинный, выбрала какие-то запрещенные товары, которые там в этом списке выдаются, то есть вот то, что говорил Илья там утром, есть какие-то пограничные вещи, которые они могут трактовать, например, какие-то косметические средства, косметические средства одни пропускают американское таможне, другие не пропускают, в пограничных территориях, то есть это список запрещенных товаров, он, как бы часть из них можно даже если правильно обосновать, провести, а часть из них нельзя, то есть это тот список, который есть возможно проблемный. Дальше, смотрите, по поводу документов, тоже слайд вырезалась при украинской презентации, сопроведение документы, что важно понимать, мы сейчас вот в этом ключе мы говорим про больше про украинскую таможню, что необходимо нашей таможне, чтобы она выпустила свободно этот груз из территории Украины, мы здесь сделали акцент именно на бизнес, на формат B2C, физлица, вы знаете, в Украине очень лояльная, вот я была в Казахстане, когда узнали наши правила, они сказали, боже, вам крупно повезло, теперь понятно, почему у вас нормально экспорт развивается, потому что у нас физлицо может отправить до 10 тысяч евро в одной коробочке с заполнением простого почтового документа ЦН-23 либо ЦН-22 и если это юрлица, у него есть сложности, вот мне важно рассказать, что мы пропагандируем, то есть, как я говорю, экспорт от физлица может делать даже дурак, потому что он настолько простой, а вот от юрлица нужно немножечко больше подготовиться, но он тоже очень простой и легкий, то есть мы, у нас есть разделение вододел, 150 евро, что это означает? Грузы до 150 евро заполняются по факту с одной простой таможенной декларацией, грузы после 150 евро, на них нужна грузовая таможенная декларация. Грузовая таможенная декларация это документ, который обычно заполняется с брокером либо декларантом, то есть вы должны будете получить аккредитацию на таможне и получить доступ в онлайн-систему таможни, где вы на каждую посылку свыше 150 евро будете формировать грузовую таможенную декларацию. Эту декларацию вы формируете удаленно, ее никто никуда не распечатывает, таможня просто ее сама там сверяет. Важный момент, больше чем 150 евро он очень маленький процент посылок, потому что, как правило, то, что умещается в, ну как бы у нас как бы это есть проблема для дорогих товаров, да, большинство товаров, которых мы, я вижу, что мы экспортируем, 98-99% умещается в до 150 евро. Те, кто работают с более дорогим товаром, они уже выбирают более дорогой, скажем, и сервис доставки. То есть, по факту, что у нас получается, мы с вами заполняем цен 23, либо 22, иногда, в случае необходимости, можете приложить чек, потому что, иногда бывает, у нас вот сейчас есть гость с Италии, по Италии, итальянская посылка, я вас всех запоминаю, только какая посылка у вас где потерялась. Вот человек, с которым, по Италии, был конкретно взятый случай. Какие-то образцы, абсолютно предметные, понятные товары. Но вот итальянская таможня подумала, что это какая-то непонятная посылка, и затребовали у них отдельный чек. Это затянуло в таможенное оформление на стороне Италии этих процессов. Соответственно, если был бы сразу чек, было бы вообще, ну, как бы, ноль вопросов. Такие сложные страны с чеками, это Германия, они все время сомневаются, все ли вы там правильно оформляете. Ну, и вот Италия. Обычно чек неинтересен. Юрлицу еще делают рахунок фактуры, я вам сейчас его покажу, этот образец, как он делается. Ну, и если это юрби-то-би, ну, это, ну, как всегда, есть либо какой-то зовничный экономичный контракт после 150 евро, либо, ну, вот, как обычный экспорт. Грубо говоря, мы уже говорим, что би-то-би с велкорпочтой после 150 евро, это, ну, похоже что-то на обычный экспорт. Большой экспорт. Так, документы. Вот так они выглядят, вы их все знаете, их можно напечатать в личном кабинете уже. Это для мелкого пакета, это для посылки. Теперь смотрите, я вам говорила, что если юрлицо, ему, кроме почтовой, вот этой декларации, которую нарисована вот здесь, да, им нужно сделать invoice, либо там подобие накладной, и еще им нужно сделать коммерческий, ну, такой, тоже его называют invoice, коммерческий invoice, вот его образцы. Они, это стандартные документы, там, как бы принятые в Украине, их можно скачать где-нибудь в гугле, вот так их заполняют, это, ну, абсолютно там живой клиент, с абсолютно живой отгрузкой. ничего страшного нет, люди, которые часто работают от юрлица, просто настраивают автоматизацию к 1С системе, и все один раз внесли, оно все распечаталось. Так, сервисы, которые мы сейчас вот внедрили за последнее буквально время. Я просто хочу сказать, что, ну, это must have на рынке у любой компании, но для Укрпочты это была большая победа. То есть каждый из этих сервисов, это, я не знаю, как взятие бастилии. Ну, калькулятор, он был давно, мы даже на нем не будем останавливаться, трекинг, уже дистанционное оформление, сейчас я детально о нем расскажу, и чат-боты. То есть трекинг, он работает на сайте, вот он так выглядит, выбираете продукты, выбираете страны, способ доставки, все, цена показывается в гривне. Ключевой момент, тарифы можно у нас скачать на сайте, они в долларах. У нас есть, ну, мы указываем тарифы в долларах и без НДС. Вы можете просто себе для ориентирования, если вы указываете где-то цену Укрпочты, подшиваете, то вы берете эти тарифы в долларах, подшиваете, они стабильные. Расчет происходит в гривне по курсу НБУ. Сейчас, слава богу, курс не сильно скачет, поэтому они как-то так, с этим проблем и нет. Вопрос следующий. Теперь, полный трекинг направлений. Вот на сайте Укрпочты 87 стран с мелкие пакеты, сюда не входит, я хочу отдельно прокомментировать Канада, Австралия, Британия и Израиль. То есть, я считаю, что уже во все эти 87 стран вошли нормальные все страны, только эти 4 из крупняков, назовем так, которые еще не отслеживаются в мелких пакетах. Тут уже переговоры с ними идут не на жизнь, а на смерть, что мы только не предлагали, чтобы они включили в Канаде трекинг и деньги им предлагали и интеграцию предлагали. У них, у этих 4 стран есть дополнительная система. То есть, есть как бы общая система трекинга, но эти страны объединились в так называемую Prime. Prime – это специальная пометка идет на пакете и там по-другому у них отслеживается трекинг. Проблема этого Prime заключается в следующем. Во-первых, за него нужно доплачивать везде, мы готовы это сделать, не проблема доплачивать за этот трекинг. У них очень жесткая интеграция сложная. Мы подали эту заявку, но ее будут рассматривать только, мы ее подали уже 3 месяца назад, но ее будут рассматривать еще 3 месяца. И пока мы выполним все требования с нашими неавтоматизованными введениями по передаче информации, то есть я не знаю, когда нас аккредитируют в Prime. Вот когда нас аккредитируют в Prime, Канада, Австралия, Израиль и Британия получат полный трекинг. И тогда всем нам будет счастье. Потому что, честно, я не могу уже искать эти канадские посылки постоянно. Израиль, Британия и Австралия, они хотя бы в Facebook ее отвечают, когда есть проблема. То есть, как мы сами ищем. Вот вы мне все пишите в Facebook, потерялась посылка. Я пишу в австралийскую почту в Facebook, и они мне дают какой-то статус. Да, я вам серьезно говорю, так быстрее. У нас есть, вот на перерыве был вопрос по поводу почему так долго идет розыск. Это не наша проблема. Ну, то есть, не сложность на наши проблемы. Если бы это была сложность у Укрпочты, и мы уже давным-давно ее решили. Проблема в том, что они по стандарту ВПСовскому Всемирного почтового союза могут отвечать до двух месяцев. Два месяца они могут отвечать на наш запрос. Ну, то есть, тут уже как, уже у нас последняя мысль, хоть бери до в 10 топ стран, засылай наших представителей, и там, я не знаю, чтобы они, прям у них на головах сидели с нашими рекламациями. Но, очень важный момент. Я вот, мы поднимали статистику, за полгода 17, ну, вот, в первом полгодии этого года у нас всего лишь 7,5 тысяч заявлений на компенсацию. Это из которых 32% мы эти посылки нашли, поняли, ну, то есть, мы нашли через другие почты эти посылки, и, то есть, указали, где местонахождение этой посылки. Очень маленький процент на том объеме, который делает Укрпочта, ну, крайне маленький. Я понимаю, что не все люди, наверное, пишут заявление на розыск, они боятся Укрпочту, но, тем не менее. Двигаемся дальше. Так, это мы сделали пол-чат-боты. Что такое чат-бот? Вы все видели в Телеграме, в Вайбере, в Фейсбуке есть возможность найти чат-бот Укрпочты. Вот он так за хештегом. Что он умеет делать? Это очень умная машинка. Она вам, ну, она с вами вот здоровается, привит, я типа Укрпочта, давайте я умею работать Т и Т. Вот она умеет искать трекинги. Вы вбиваете ваш трекинг номер, она выдает вам текущий статус вашего трекинга, плюс там идет автоматическая подписка на обновление статуса. То есть статус, ну, как бы поменялся на сайте Укрпочты, в системе Укрпочты. Чат-бот вас оповестил пуш-уведомлением о том, что у вас поменялся статус. Это хорошая тема, она работает для тех, у кого немного отгрузок. Тех, кто работает с большим количеством отгрузок, у нас есть API для трекинга. Вы можете забрать это API, интегрировать в свою систему и у вас будет все прекрасно. То есть у вас, если вы умеете работать с API, то API и ваша система будут забирать эти статусы без проблем. Так, он может подсказать индекс, это, наверное, те, кто системно работают, менее популярная тема, но тем не менее. Вы вводите индекс, вам показывают конкретный адрес этого отделения, конкретное место работы, часы работы этого отделения и Google карта может проложить вам маршрут, как туда лучше дойти, сколько минут зайдет времени прогуляться к ближайшему отделению Укрпочты. Сейчас чат-бот умеет искать только по индексу, то есть индекс нужно знать. И они могут подсказать по тарифам. И очень важный такой момент, что вот отделение, работа, часы отделений. Почему мы, я не знаю, заметили или нет, у нас была война за обеденные перерывы. То есть мы, государственное предприятие, мы не могли просто взять как коммерческая служба и сказать, все, обед плавающий, обеденный перерыв нефиксируемый. прошло полгода времени согласования со всеми профсоюзами этой страны, наш генеральный директор за эти обеды получил шесть с половиной тысяч жалоб на него, ему писали Гройсману и всем министрам, о том, что он мешает читать акты Всемирного почтового союза в обеденный перерыв с сотрудником Укрпочты. Знаете, вот эта шутка звучит, но это же правда. И, соответственно, ну, то есть большая система, сложно с ней работать. Все-таки добились этого движения, то есть практически все автоматизированные деления Укрпочты уже работают без обеденного перерыва. Плюс многие из них работают до восьми часов вечера. То есть они работают. Я нашему директору по сети, который, ну, просто воевала за это правило, она, ну, как бы, я ей передам эти аплодисменты. Короче, у нас есть часть отделений, которые работают с восьми до восьми, без обеда. То есть это уже большой прогресс. И в чат-боте можно посмотреть отделение, ну, как у него изменился график. А, и у нас есть 24 отделения, у нас 12 отделений, которые работают 24 часа в сутки. В Киеве два. На Южном вокзале и на главном почтампе есть отделение, где 24 часа вас могут принять посылку либо выдать посылку на этом отделении. То есть, кстати, там есть очень большой трафик. Самый популярный это юристы. Им все время, они опаздывают в суд с календарным штемпелем, и они бегут в 12 часов ночи его поставить. Теперь самое интересное личный кабинет. Кто следит за мной в фейсбуке, знает, что мы его запустили где-то там две недели назад в пилоте, то есть на сайте Укрпочты. Вот тут плохо видно, короче, есть кнопка вверху личный кабинет, там рисован человечек, вы туда заходите, он на Укрпочты экспресс, локальная доставка распространяется и на международку. Вот видите, подсвечивается международный вид правления, пилотный проект. Вы туда кликаете, у вас появляется сразу поле, где вы регистрируете ваш… Сейчас я вам покажу, какое поле у вас появляется. Вот, оно появляется примерно такое поле, и в нем есть две кнопки «Створитый вид правления» и «Створитый список вид правления». Сначала вам нужно «Створить список вид правления». Просто, ну как бы, есть сложная система Укрпочты, поэтому просто отдельно «Створитый вид правления» немае возможности. Вы один раз его створюете, можно его назвать какой-то страной, куда вы отправляете. То есть вы можете сами для себя создавать списки, например, эти только в США, эти только в Британию, или это за август месяц, а это там еще, не знаю, за весь семнадцатый год. Вы створили этот список за два клика, вы потом начинаете створивать вид правления. В вид правления вы выбираете продукт, мелкий пакет либо посылка, и уже там всплывающие окна, есть подсказки, что куда нужно внести, чтобы вы могли оформить эти отправления. Вот так происходит эта регистрация. Смотрите, вот все, где серенький большой квадратик с конвертиком, там есть инструкция корыстовача. Вы можете ее посмотреть, то есть там со скринами все красиво расписано, что куда оформлять и как заполнять. Дальше, по личному кабинету, еще до завершу, то есть вы получаете в личном кабинете уникальный штрих-код, вы печатаете все отделения, ну как бы все ваши бланки. Единственный нюанс, у вас может быть ограничение по распечатыванию количества бланков и нужно снять, там в инструкции корыстовача в принтскринах нарисовано, как это снять, блокировку всплывающих рекламных окон. И тогда, когда вы нажимаете кнопку печатать, если это была посылка, то вам формируются три документа, из которых вы там четыре раза печатаете CN23, один раз адресный ярлык и один раз вы CP71 печатаете. Все это получили, распечатали, приклеили и пришли на отделение Укрпочты. Ничего в руками вы больше не заводите. Так, дальше мы идем. Сама логистика, да? Смотрите, из важного, то есть уже мы говорили об этом, у нас 74 прямых маршрута. Мы работаем сейчас пять авиалиний, это КЛМ, МАУ, белорусские авиалинии, боже, каких, Балтийские авиалинии, еще одна там небольшая компания, больше занимается такими грузовыми перевозками, мы с ними тоже работаем. Мы добавляем, у нас открыто сейчас шесть тендеров на Прозоро. Купить, конечно, тендер на авиалинию на Прозоро, это нужно поставить памятник тому человеку, кто его оформляет и сопровождает. Это очень сложный процесс. Но по факту мы сейчас, если я не ошибаюсь, Люфтгазу привлекаем и турецкие авиалинии для того, чтобы вывозить в сезон наши все грузы, которые у нас есть. Как мы понимаем, все самые проблемные направления – это США, потому что экспорт США достаточно большой, а у нас один единственный МАУ-самолет, у которого есть ограничения по перевозке, и на него стоит целая очередь других ребят, коммерческих грузов. И МАУ – это же тоже коммерческая организация, они хотят деньги больше зарабатывать. Но нам удалось уже, ну, практически мы все стараемся вывозить без проблем. Сортировка и таможенный пункт у нас работают 24 часа в сутки, а таможенный инспектор работает у нас без выходных. То есть наши таможенники в Киеве приходят работать 12-часовые смены без выходных. То есть за таможек, если нет каких-то сбоев и каких-то операционных траблов, работает без выходных 12-часовые смены в Киеве. Все вылетает в основном из Киева, наземка идет через Львов. И мы Израиль принимаем в Одессе. Так, это все понятно. И что-то я хотела еще показать вам. Или это уже последний у меня слайд? Вик, помоги мне, пожалуйста. То есть оно вылетело, пришло в почту той страны, растаможилось и дальше идет. Вик. Так, а, вот еще важный момент. По созданию ГТД. Вот 150 евро, если посылка выше, чем 150 евро. Вот есть такое слово валютный контроль. Я часто об этом рассказываю, что люди, я сама не знала, что это такое. Для электронной коммерции. Получается, если у вас отгрузка больше, чем 150 евро, появляется грузовая таможенная декларация. Она попадает в реестр Национального банка Украины. Национальный банк выдает на следующий день в онлайне всем банкам, резидентам, где зарегистрировано ваше юрлицо. И сотрудник таможенной службы валютного контроля звонит вам и говорит, у вас были отгрузки вчера по ГТД, столько-то, столько-то, на такие-то суммы денег. Пожалуйста, предъявите подтверждающие документы. Опытные экспортеры настраивают этот процесс следующим образом. Они просто берут корешки Укрпочты, вот CN23, о которых я вам говорила, печатайте одну штучку дополнительно. Там на них стоит отметка Укрпочты, что этот груз обработан Укрпочтой, значит, теоретически он выпущен с территории Украины. То есть, сама отгрузка физически уже произошла. И если у вас предоплата, то вы просто берете реестр из любой учетной системы, ну, реестров, которые у вас работают. Если это PrivatBank Online Service, Международный интернет-эквайринг, это PrivatBank. Если это какой-то сервис посредников, например, Cellar Online, либо WesternBit, то я думаю, что реестры от них тоже можно показывать. То есть, один раз вы проходите, согласовываете с вашим банком эти процессы, и дальше оно все работает как часы, и наши экспортеры юрлица, больше чем 150 евро, водитель проходит валютный контроль вообще без проблем, на автомате. Привез документы, завез документы, все. Так, и у нас, это для тех, у кого налогообложение, тут просто для бухгалтера информации, на какие пункты ссылаться, когда оформлять налоговую накладную, нужно ли ее оформлять и когда. Это такой, менее интересный вариант. И важный нюанс, на таможенной декларации Укрпочты не возвращается НДС. в нормальных странах, Польша, например, Эстония, экспортеры, которые экспортируют свой товар из груза, они могут вернуть себе НДС по почтовым декларациям. В Украине это не реализовано, внести изменения в налоговый кодекс Украины достаточно тяжело, поэтому пока я не знаю, не могу вам пообещать этого нововведения. И мелкий пакет. Есть последняя, но одна новость, которую вы уже, наверное, знаете. Мелкий пакет тех, кто работают в этой категории, мы из одного, у нас теперь не будет единой цены, у нас будет цена на три разных региона, то есть мир поделится на три зоны. Зона 1 это Европа, СНГ, страны ближнего, зарубежья. Вторая зона это Канада и США, страны Юго-Восточной Азии. И третья зона весь остальной мир. С чем это связано? У нас очень были низкие тарифы, они 4 года не поднимались, и мы работали по ряду стран, по факту в убыток. И мы как государственная компания, никто не мог этого позволить. Для того, чтобы не повышать стандартно на все регионы, то есть мы там полтора месяца мы с нашим отделом тарифов ввели переговоры, как лучше сделать это повышение. Самый оптимальный вариант мы сделали, вот эти тарифы сегодня вступают в силу, 1 октября, завтра во всех отделениях связи будет обновление тарифов, то есть они вот в такой зоне будут работать, и мы ввели этот личный кабинет специально для того, чтобы дать возможность людям дополнительной скидки. Это доллары. На посылке, вы видели, что мы сделали с 1 августа на посылке, мы разделили посылки до 10 килограмм и до 10-30, только с той целью, чтобы быть более конкурентными в больших грузах. Просто поскольку логика тарифообразования была очень сложная, мы были не конкурентны в больших весах. Сейчас у нас, я скажу честно, мы так отстроились, что мы по большинству рынков самые оптимальные варианты, и я надеюсь, что вы, я вижу увеличение посылок с августа месяца крупногабаритных на наших сортировочных центрах. Давайте, вес у нас фактически необъемный. очень конструктивно на самом деле у вас, а выдели принято на правку в Украине вместо новой почты будет дополнительно принтаем новой почты добавить чум. Мы люди просто привыкли к маленьким посылкам маленького места в городу. Получился вопрос такой, на горячем линии несколько стали что можно назвать до 30 килограмм в Украине без проблем. Но на нескольких отделениях Украин-почты показалось, что можно отправить только 10 килограмм в Мин-поле на вопрос почему ответ был в Украине без сих вошел с теми могут быть. Как вас зовут? Александр, во-первых, этот случай был 3-3 не так. Подождите, подождите, я прокомментирую. Во-вторых, этот случай был 3 года назад. Во-вторых, если этот случай сейчас с кем-то про... пожалуйста, обратитесь к нам. Мы, ну, то есть нужно в каждом индивидуальном случае рассматривать 11 тысяч 500 отделений. Есть люди, живые люди, у которых есть живые проблемы, где-то кто-то не знает, кто-то что-то неправильно сказал, не то с ноги утром проснулся. Это индивидуальный случай. Три года назад. Я вас прошу, я просто не слышала такой проблемы. Я, ну честно, я думаю, что она уже там... Хорошо, смотрите, давайте отдельно с вашими конкретно взятыми отгрузками разберемся. Я не могу отвечать телепатически за ситуацию, которая случилась на Абалоне с вами в протяжении какого-то периода времени. Я готова, я и сколько это... Смотрите, я отвечаю за международку. У меня фокус международка. Если это внутренние доставки, то мои коллеги вам помогут по внутренним доставкам. Я отвечаю, ну то есть я хочу фокусироваться только на международке, чтобы сделать ее лучше. Международку с вами... Это у вас... Я не могу сказать, что я не слышу. Вот первый человек, кто за год мне об этой проблеме сообщил. Ну давайте говорить. Смотрите. Да, они всегда... Оператор всегда должен проверить вес. Почему это связано? Потому что, ну, есть добросовестные там экспортеры, а есть люди, которые не добросовестные экспортеры. У них есть проблемы. То есть они говорят, что вес побольше. Если мы не проверили, начинаются жалобы, компенсации. То есть у нас даже есть группировки мошенников, которые зарабатывают на компенсации с укрпочтой. И такие люди тоже встречаются. И вес должен быть обязательно. Давайте. Я забыла вам сказать вопрос. 100 граммов объединения 250. Это самая печальная новость в этом повышении. Но я отдельно не прокомментировала. Раньше у нас было распределение до 100 граммов, а сейчас у нас только 0,250. То есть все, кто идет в 100 граммовку, попадают в 250 граммов. Многих тоже торгуют. Очень много товаров, то есть 100 граммов. То есть мы сейчас будем как минимум переплачивать еще 50 граммов. Смотрите, я готова комментировать этот вопрос. Я знаю, что это большая проблема. Ну, поверьте мне, я полтора месяца убивалась отделом тарифов не просто так. Но мы в себестоимости 100 граммовки вообще не проходили никоим образом. И разница между 250 и 100 граммов, она в новой структуре ценообразования, она вообще незначительная. Именно поэтому принято решение объединить до 250 граммов. Бандероль, на сегодняшний момент товары можно отправлять в любое отделение у карточников. Я отдельно совсем не знаю, что я веду борьбу с этими отделениями, которые... В чем... Ну, я объясню, в чем была проблема. Просто один регламент и один документ говорил, что Бандероль это печатная продукция, а второй регламент говорил, что разрешено с товарными вложениями. И эти два документа действовали одновременно. Отменить... И самое печальное в этой истории, что один документ утвержден законом пропаштовый звездок Украины, который пять лет уже не могут никак принять. А второй документ постанова кабинета министров. И, понимаете, ну, то есть мы действительно вот в зарегулированной отрасли сильно работаем, поэтому мы не можем просто как нормальный бизнес решить эту задачу. Сограмм нужно приклеить просто... ЦН-22. ЦН-22, да? Все, спасибо. Так, давайте ваши вопросы. Сколько... Сейчас технический вопрос. Скажите, насколько я выбилась из тайминга? Ладно. Давайте ваши вопросы. Рекомендованная лыжка, которая тоже отслеживается на территории... Ну, которая тоже... Почему вы не рассказываете про этот вид отправления? Рекомендованная лыжка? Смотрите. Потому что рекомендованная лыжка, то есть это не самая популярная категория груза. И у нас есть восемь типов отгрузок, да? То есть восемь продуктов. Если я вам рассказываю про все восемь типов отгрузок, то это будет очень долгие мероприятия, и у меня уйдет очень длинный доклад. Поэтому самые популярные мелкие пакеты по ссылкам. Надо документы. Смотрите. Если вы делаете экспорт, в рекомендованные листы принимаются только печатные продукции, в сам лист. В бандероль принимаются товары. Вот ваш коллега только что задал этот вопрос. На бандероль с товарным вложением в обязательном порядке нужно клеить ЦН-22. Если на нее не клеить ЦН-22, будут вопросы на таможне. Сейчас это еще пока плавающие условия, но после Нового года это будет обязательная процедура. Поэтому, к сожалению, рекомендованный лист, он залишится только для печатной продукции. Так, пять минут у меня еще по таймингу? Так, у меня еще два докладчика в этом тайминге. Нет, все, ребята, все вопросы, связанные с Укрпочтой, давайте мы в кулуарно обсудим. Так, и я, последний вопрос, мы просто уже чуть-чуть действительно выбиваемся из тайминга. Большая тема. Подождите, я хотела сказать ответ на вопрос, связанный с, будет ли Укрпочта принимать банковские карточки на оплату за услугу. Это очень важный момент. Мы уже идем к этому процессу. Мы сделали три задачи, ну, то есть, две задачи мы из трех пунктов уже реализовали. Первое, мы стали аккредитированным агентом мастер-карта и визы. В рекордный срок для государственной компании мы теперь, то есть, мы будем делать не чужие терминалы, выставлять на территорию Укрпочты, мы будем свои терминалы. Мы сейчас, у нас объявлен тендер на 5000 терминалов. У нас будет на отделениях возможность оплатить банковской карточке все услуги Укрпочты на отделение Укрпочты. И при этом провайдером вот этой услуги будет сама Укрпочта. То есть, мы будем предоставлять более интересные условия для оплаты наших же услуг нашими клиентами. И единственная загвоздка в запуске этого проекта есть согласование с Национальным банком Украины. Вот только мы решим вопрос с Национальным банком Украины, и я думаю, что после Нового года в первом квартале появится 5000 терминалов, где вы сможете оплатить банковскими карточками. Я знаю, что для экспортеров это очень важно, потому что карточки, на которые вы выводите свои деньги с PayPal, ну как бы, чтобы их не снимать, можно будет сразу рассчитываться и там другого уровня комиссия. Давайте все поэтапно. Так, ребята, честно, уже опаздываем, поэтому давайте все вопросы ко мне я в следующем кофе-брейке всем отвечу. Готовую там после этого мероприятия еще поговорить, чтобы не выбиваться с графика. Компания DHL, где вы, мои любимчики? Выходите. Компания DHL на самом деле очень системный игрок, и я считаю, что у каждого экспортера должно быть в арсенале несколько типов логистов. Первый логист – это, например, Укрпочта, которая почтовая, дешевая, но мы не можем гарантировать срок доставки. Вот есть компания DHL, которая может гарантировать срок доставки. Забираю микрофон, чтобы вы отдохнули. Добрый день, господа, меня зовут Вадим Сидорук, я генеральный директор. В принципе, презентацию я не собирался делать, буквально пару слов, чтобы поприветствовать вас. На самом деле, действительно, очень приятно, что тема экспорт и собирает уже такую аудиторию. Мы, как компания, последние 3-4 года именно очень росли темпами, наверное, самыми высокими в Европе, именно благодаря развитию темы экспорта из Украины. Да, я понимаю, если бы тема была, наверное, как привезти из Китая с Алиэкспресс и разместить дальше, а мимо таможни, как минимизировать все налоги и разместить на Алиэкспресс, наверное, бы аудитория была миллионная. Но очень приятно на фоне этого видеть действительно интерес к экспорту, потому что это будущее, это действительно наше будущее, это будущее страны, это привлечение, естественно, дополнительных капитала в страну. И успешны, прежде всего, страны, которые ориентированы на экспорт, страны с максимальной диверсификацией экспортных направлений, что это не только, скажем, страны СНГ, а мы уже имеем печальный опыт, когда один из крупных торговых партнеров закрывает, в общем-то, каналы. Так вот, здесь то, что дают эти площадки, это, конечно, глобализация, это диверсификация. Еще один момент хочу прокомментировать, каким образом Укрпочта приглашает DHL, вроде как конкуренты. Нет, мы не конкуренты, мы партнеры, и партнеры уже 15 лет, у нас есть совместные продукты, которые предлагаются на определенных отделениях связи. 15 лет назад мы решили, что мы можем вместе больше достичь, у нас нет конкуренции, не ценовой, ну и вообще мы представляем разные индустрии. Укрпочта – это почтовое отправление, DHL – это авиаэкспресс-доставка, это экспресс-доставка. И здесь существуют разные правила, каким образом, с таможенной точки зрения, прежде всего, как различаются. Стандартно, естественно, очень редко, кто воспользуется DHL, если груз требует, не имеет какой-то срочности, дополнительной ценности и наоборот. Поэтому, как правило, наши клиенты, они четко понимают, за что они платят деньги. Юль, спасибо за тему, тема шикарная, я вот сижу и думаю, да, может начинать уже самому выходить на площадке, где-то там уже и пенсия, да, где-то там и пенсия уже светит, может действительно я на своих русалках больше заработаю на ebay. Все, мне кажется, было очень интересно. Из трех конференций, семинаров, которые я посвятил на этой неделе, вот это самый, в общем-то, практичный, который к чему-то выводит. Я вам хочу пожелать успехов, удачи, роста ваших продаж, дифферсификации вашего бизнеса, и вы, вообще-то, будущее нашей страны. Спасибо вам. Добрый день. Перейду на украинскую мову. Звуть мене Миколия Ясенко. Я начальник видеопродажу DHL Express. Там треба стояти, да? Добрый. Отже, мы сьогодні з вами поговорим про DHL Express и про те возможности, которые DHL пропонует в электронной коммерции, потому что это тема жива, тема зараз, в которой многое зацикавленности, интереса у всех верствах нашего населения, и у великого бизнеса, и у малого бизнеса. То мы продолжим. Но перед тем, хочу, чтобы вы задалися вот таким вопросом. Я дивился сегодня в залі, много кто слушает презентации, кто-то проверяет, мабуть, свои аккаунты на eBay або на других платформах. Как вы думаете, сколько электронных пристроев в режиме онлайн именно сейчас по всему всему миру? Ну, чтобы было легче на это ответить, мы сейчас посмотрим коротенький фильм, и там эта цифра будет. Фильм английской мовой, но я думаю, что, в принципе, из контекста будет все понятно. Субтитры создавал DimaTorzok We are free to shop without boundaries. One in every seven purchases we make is from another country. And that number is growing. Fast. Because our world is always switched on, we expect more from it. In fact, 68% of millennials would choose a retailer based on their delivery options. Customers expect more choice, more flexibility, more certainty, and more speed. With DHL, you can offer an express delivery service which could increase your shopping cart value by up to 70%. And we can help you expand internationally, which means lower return rates, higher shopping cart spend, and greater profits for you. By offering choice, you'll reach customers who will remain loyal because you offer a level of service above your competitors. So, in a world that never sleeps, you need a partner who doesn't either. DHL will help you grow. Who knows who knows how to do it? Who knows how to do it? How many devices do it? How many devices do it now? How many devices do it? 16 billion. деталей, да, и цифры таки вражающие, что их важно осягнуть, понять, сколько это в объемах. Что цикаво, это темпы развития индустрии и коммерс, и особенно кроссбордер, да, ци международной электронной коммерции. С 2015 года по 2020 год в она взросла втрече. И немало иншого сектора экономики, который бы взрослся более быстрыми темпами, чем темп электронной коммерции. Тому, я думаю, что мы, как говорят, саме в точку тут збралися, для того, чтобы подхопить цю инициативу и рухаться дальше. Важливий фактор такий, что поведенка клиентская, вона очень мінливая, швидко изменяются смаки, напрямки розвитку, тому вам треба, как виробникам, как предприятиям мать надежных партнеров, з точки зору доставки, чтобы отвечать и реагировать на виклики, которые ставят перед вами ваши кинцевые клиенты. Отже, мы говорим про глобальные возможности. Когда мы говорим про DHL, то это, первое за все, международная компания. И в том же самом фильме шлося про то, что каждая сьома покупка, сделана через интернет, это покупка, сделана в другой стране. И я думаю, что для наших виробников, для наших продавцов, предприятий в Украине, это так само, ну, гарный знак того, что треба рухатися и продавать за кордон. 58% пользователей будут сделать покупки онлайн уже в 2019 году, и это уже, как говорят, не за горами. И вот еще такой интересный фактор, что 68 представителей молодого поколения, которых там называют millennials, да, они делают свой выбор на користь, ну, какой-то покупки або конкретного магазину, орієнтуючись на опції доставки. Тобто, зараз уже треба надавати вибір, люди готові за це платити. Експрес-доставка, вона актуальна майже для каждого бизнеса. Просто у нас склалися такі стереотипи, що експрес-доставка – це начебто дорого, але дорого в порівнянні з чим, це треба все предмети роздивитися вже в залежності від того, який у вас товар, яка у вас клієнтська аудиторія, і я вважаю, що у кожного з вас є потенціал для того, щоб запропонувати вашим клієнтам вибір із експрес-доставки. На що звертають увагу інтернет-покупці? Ну, я думаю, що кожен з вас цю інформацію аналізував або зараз аналізує. Ми хотіли подивитися своїм розумінням цього предмету. Багато клієнтів звертають увагу, чи продається ваш товар в різних країнах, наскільки ви, які ринки ви охоплюєте. Чи є у вас опція експрес-доставки? Бачите, це другий пункт, як наші аналітики доводять. Чи є можливість повернення товару? Наскільки адекватна ціна? І чи пропонується варіант сплати ввізного мита за покупця? Дуже така, ну, нагальна тема, тому що не всі отримують, отримуючи, не всі клієнти готові приймати участь у розмитленні товару, коли він до них приходить. Їм хотілося б мати більше зручності, більше гнучкості в отриманні свого товару. Ми говоримо про те, що неважливо, на якому етапі розвитку знаходиться ваш бізнес зараз. Можливо, вже десь хтось із вас, ну, не можливо, а напевно, хтось із вас вже користується різними площадками, платформи для просування вашого товару, і ви вже маєте якісь способи доставки. Що цікаво, що темпи розвитку рітейлерів, які пропонують експрес-доставку, на 60% вищі у порівнянні з тими, хто користується консервативними або традиційними способами доставки. Вартість кошка покупця зростає на 70%. Про що йдеться? Дайте можливість вашому покупцеві визначитися. Він готовий за це заплатити. Тому що спрацьовує такий стереотип, що це накладні видатки, які будуть включені в ціну товару, і, можливо, клієнти не будуть готові придбати ваш товар. Дайте йому опції, і клієнт сам визначиться, і буде вам допомагати просувати ваш товар далі. Прибутковість продажів міжнародної електронної комерції наполовину вища у порівнянні з електронною комерцією, яка здійснюється в межах однієї країни. Це також немаловажний фактор, який спонукає все більше і більше учасників до міжнародної торгівлі. І такий слоган, що «Дайте можливість вибору». Це завжди цікаво, це завжди спонукає людей до певних рішень. Мені, мабуть, потрібна допомога переключити. Коли у вас з'явиться або у вашого клієнта буде вибір, він може вибрати повний спектр логістичних послуг від Укрпошти до DHL, ми вступаємо в гру. Я думаю, що багато з вас вже знайомі з мережою доставки DHL, це міжнародна глобальна система. На цьому слайді я тільки хотів вам показати, як ми оперуємо, тому що ще багато наших потенційних клієнтів вважають, що ми перевозимо відправлення з пункту А в пункт Б по всьому світу окремим кур'єром. Ні, ми працюємо через сортувальні центри. По всьому світу найбільших сортувальних центрів у нас три, а потім вже йдуть сотні і сотні сортувальних центрів по регіонах. Наразі у нас є сполучення із 500 міжнародними аеропортами в світі, маємо свій власний парк літаків 250 і також співпрацюємо з комерційними авіалініями, що дає нам додаткові ресурси і дозволяє нам виконувати свої обіцянки перед клієнтами, доставляти товар якомога швидше. Тепер подивився на деякі технічні деталі стосовно відправлень експорту з України за кордон. Юля багато вже говорила про те, що це зовнішньоекономічна торгівля, вона вимагає проходження митних процедур. У нас схема дещо подібна. Поштова схема, вона трошки інша, але, скажімо, ідея, вона приблизно однакова. Треба підготуватися до цього процесу. По-перше, щоб товар був випущений із країни, і по-друге, щоб товар був оформлений, прийнятий Україні при значення. Ну, якщо ми говоримо взагалі, то розподіл принципово йде по юридичним і фізичним особам. Якщо це юридична особа, то накладна, інвойс, документ, підтверджуючий вартість, кошториси, чеки або калькуляції, якщо ви займаєтесь виробництвом, плюс заява для товарів вагою до, вірніше, оціночною вартістю до 150 умовних одиниць євро. Якщо у вас товар загальна вартість більше 150 євро, то на додаток до цих документів ще треба підготувати митну вантажену декларацію. Ну, я так, щоб не входити далеко в деталі, підніміть, будь ласка, руки, хто вже знайомий з митним, з ВНД, багато, ні? Небагато. Тому, давайте скажімо так, процеси не складні, вони можуть видатися начебто складними, так? Але є консультанти, є брокери, є спеціалісти в цій сфері. Складання ВМД – це професійна підготовка. Наразі закон дозволяє оформити ВМД самому. Але, в принципі, на першу, там треба, щоб у вас був спеціальний софт, тому краще скористатися допомогою спеціалістів. Якщо ми кажемо про фізичні особи, товари загальні вартістю до 10 тисяч євро, крім підаксизних товарів, інвойс, накладна, копія паспорта, документ, підтверджуючий вартість. Часто задається питання, скажіть, будь ласка, якщо у мене товар такий унікальний, то як я можу надати документ, який би підтвердив його вартість? В принципі, якщо це одиничні товари, ви ставите на свою думку, встановлюєте цю цінність, і митниця подивиться, часто проблем з цього не виникає. Або надаєте інформацію аналогічного товару з якогось офіційного сайту. Це так само вже сприймається. Ну, якщо ваш товар від 150 до 10 тисяч євро, то треба складати декларацію М16, і якщо вже більше 10 тисяч євро, на додаток до всього сказано, ще складається митна декларація. От такі прості речі. Можливо, є у когось які питання з цього приводу, то ми зупинимось, якщо ні, то підемо далі. Я так розумію, що схема зрозуміла, а вже технічні деталі – це вже при особистому спілкуванні. Митне оформлення в країнах ЄС та США. Ми взяли просто для прикладу, для вас, показати. Сьогодні багато говорилося про те, що ринок електронної комерції в США найбільш потужний, найбільш розвинений. Так, дійсно, тому що держава, крім того, що вона ще і спонукає своїх клієнтів, споживачів виходити в онлайн. Подивіться, будь ласка, те, що на символеному фоні, це європейські країни, і ви там бачите, що неподаткований ліміт, як правило, 22, там десь 15, 10 євро, навіть, як у Румунії. А далі вже включається оплата мита, чи там оплата податків додаткових. У США цей ліміт неподаткований – 800 доларів, і якщо товар від 800 доларів до 2500 доларів, то сплачується тільки мито. От такі, якщо можна так фігурально сказати, податкові канікули, зроблені для малого і середнього бізнесу, і для нас це означає, що українська продукція часто входить в цей ліміт, і можна відправляти до Штатів, не очікуючи будь-яких проблем при розмитненні вантажу в Україні призначення. Є питання з цього примію? Будь ласка. Якщо товар віддорожний, то тоді імпортна декларація складається там вже, коли вантаж прибуває в країні призначення. Пару фактів про США, якщо ми вже говоримо про них. На що я хотів звернути увагу? 96% вантажів, які прибувають у США мережею в ДІЦЕЛ Експрес, розмитнюються уже в повітрі по прибутті, по тим документам, які ми долучили до посилочки. В ДІЦЕЛ Експрес є такий процес. Кожна посилка супроводжується документами, і ці документи скануються і відправляються уже в систему онлайн, для того, щоб митники і наші корпоративні відділи, які відповідають за брокерське оформлення, мали змогу ознайомитися і прийняти рішення вже до того, коли вантаж прибув. От у США ця система налагоджена дуже якісно, тому, бачите, от такий високий показник. Як правило, вантажі вже розмитнюються до приходу. Але перед тим, як прийняти вантаж на відправку, ми можемо задавати вам додаткові питання. В залежності від характеру вантажу, можливо, знадобляться додаткові дозволи зі сторони ФДЄ Федеральної служби, чи ще якихось додаткових органів у Штатах, які мають подивитися на вантаж, на інформацію про вантаж і сказати, приймаємо чи не приймаємо. Тобто, це все працює в режимі операторному, ви задавали питання, ми щоденько зв'язалися. У нас є інформація в електронних сервісних директоріях, на 80-90% вона дає нам можливість прийняти рішення самим. Якщо є якісь нюанси з вантажем, то це оперативно з'ясовується і приймається рішення про доставку. Далі цифра, 96% відправлень доставлено вчасно. Що означає часно для діячого експресу? Для нас середній термін доставки в Штати – це на Атлантичне узбережжя. Як правило, один-два дні, якщо далі на захід в Штаті, то це два-три дні з моменту оформлення вантажу. Тобто це дуже швидко. Якщо ми говоримо про різні типи товарів, особливо товари, які люди замовляють на якісь події, на дні народження, наприклад, під якусь подію планують, це дуже актуально. Отже, що можна сказати? Діючел пропонує для наших клієнтів, по-перше, це глобальна мережа, ми є повсюди, 220 країн світу і територій обслуговуються компанією Діючел в штатному режимі. Минулого року наші аналітики підрахували, що інтернет-відправлень було зроблено за минулий рік до 180 країн світу. І я думаю, що цього року, коли будемо підбивати підсумки, то може буде вже і 220. Швидкість. Швидкість – це наша основна риса, це те, що наш основний чинник, чим ми відрізняємося від конкурентів. Наш бізнес починався в Штатах в 1969 році, і ми були законодавцями цієї індустрії, ми були початківцями, і підтримуємо, і стараємося надавати якомога коротші терміни доставки. А це те саме, що вимагають відважі ваші замовники. Митниця, я вже сказав, що митники професійні команди працюють по всьому світу, надають всебічну підтримку. До слова сказати, DHL доставляє на сьогоднішній день більш ніж 170 тисяч бітусів відправлень, тобто приватним особам, на день. По всьому світу, я кажу про глобальні цифри. ДТП – це послуга, яка дозволяє тут в Україні вам сплатити податки, мито, за вашу отримуючу, якщо характер вантажу передбачає сплату мита за кордоном. Ця послуга доступна не в усіх країнах, але в усіх розвинених країнах вона працює. У нас ще з'явилася, не так давно, минулого року з'явилася опція ODD – On Demand Delivery. Це програмка, яка дозволяє внести ваш аккаунт в DHL, в спеціальну програму, і тоді кожен ваш отримувач буде сповіщений про надходження вантажу, і в нього є шість опцій вибрати, коли йому зручно отримати відправлення. Чи він буде вдома, йому привезу додому, чи можна залишити у сусіда, чи можна залишити в сервісному центрі, чи просто вибрати інший час, чи, можливо, людина знаходиться у відпустці, і вона хоче перенести відправлення, щоб воно зберігалося в DHL до певного моменту. Ну, і нарешті, що ми вважаємо дуже важливо, це бренд. DHL – бренд відомої у світі. Так складнося, що Україна, можливо, найрозвинніша країна з точки зору бізнесу, і кредит довіри до наших виробників нікого не хоче образити, але ви, мабуть, стикаєтеся з тим, що важко прийняти рішення, наприклад, американцю придбати це в Україні, чи придбати в інших країнах третіх ринків. Коли відправлення рухається по мережі DHL, то для вашого потенційного покупця означає, що DHL є компанією, яка відповідає всім нормативно-правовим регуляціям, і це значить, що там не буде, ну, вибачте, на слові, підстави якоїсь. Якщо ви відправили через DHL, значить, у вас є договірні відносини з DHL, і товар обов'язково прибуде, клієнт не буде неприємно вражений якимось не таким вкладенням, або, ну, не дай Боже, ще якоїсь махінації. Тому з DHL довіра до вашого бренду, вона так само буде зростати з кожною окремою відправкою. Пару прикладів успішної роботи за кордоном у нас в Україні вже теж є, але просто тут статистика більш наглядна. Можливо, ви знаєте, є Джим Шарп, це виробник високоякісних спортивних товарів, доволі молодий бізнес, в 2012 році був започаткований, і от коли вони підключили експрес-доставку, що сталося? На 70% виріс, бачите, кошик покупця з 41 до 70 фунтів, 50% клієнтів Джим Шарп вибирають опцію експрес-доставки. Просто дайте їм таку можливість, і вони вам будуть вдячні за це. На 210% зростання об'ємів продажу в рік після того, як додали опцію експрес-доставки. Нижче йде стати їхнього головного директора, смисл такий, що DHL запропонував їм нові можливості, яких вони не очікували, і це дозволує їм зоптимізувати процес своєї доставки до кінцевого замовника. Це спортивні товари, ціна різна, буває 10 доларів, буває 100 доларів, тобто вашому клієнту може вибирати. Візьмемо для прикладу ще такий фотобук, здавалося б, товар не дуже дорогий. Так само була дадана опція доставки мережу DHL, експрес-доставки. Зросли на 30% об'єми відправок, це в 2017 році таке зростання, ми спостерігаємо. Залишилося всього 3% недоставок або проблемних доставок. У порівнянні, дивіться, з 2014 роком було 24% проблемних доставок у цього клієнта. А це все лояльність потенційного покупця. Маючи гарний сервіс, потенційний покупець до вас буде повертатися знову і знову, тому що він знає, за що він платить гроші. Ну і бачите, на сьогоднішній день 2200 посилок кожного дня від цього клієнта і тисяча з них передається компанії DHL. Тут співпраця дещо давніша, вже 10 років співпрацюють. А на що хотів звернути увагу, на думку їх генерального директора, вони з впевненістю розширяють свої ринки збуту і стають конкурентно спроможними на кожному з цих ринків. Тобто вони з певненістю дивляться у завтрашній день, коли починають працювати на нових ринках. Ну і зрештою запрошуємо до співпраці, зростаємо разом. Такі основні 4 пункти, про які я хотів сказати і говорив впродовж своєї презентації. Можливості для інтернет-торгівлі, вони просто безмежні. Головне, це не залежить від розміру вашого бізнесу або від етапу розвитку вашого бізнесу. На кожної етапі ви можете додати опцію дійчої доставки, експрес-доставки, і це буде сприяти розвитку вашого бізнесу. Ми говорили про те, що поведінка покупців дуже мінлива. Тому вам важливо в арсеналі мати різні способи доставки для того, щоб реагувати адекватно. І от експрес, він якраз вам допоможе. Це взаємовигідна співпраця, стимулює розвиток вашого бізнесу, виводить його дійсно на якісно новий рівень. І глобальна мережа доставки, швидкість перевезень, досвід роботи на ринках формують довіру до вашого бренду. Тому в мене все. Я сподіваюся, що я вклався в свій час. Якщо у вас будуть питання, будь ласка звертатися до нас в ДІЧЛ. Так? Ви знаєте телефон чи справочна таможня? Тому що я не можу це знайти. І у вас є якийсь независимий таможенний консультант, який даст. Ти позвониш, і він даст чіткі дані на сьогоднішній момент. Такі співпрацювання мати. Так, є товар. Схема ЗВІДІ з нами така. На сей сайт ви можете залишити запитання там. Ви можете подзвонити за телефоном 490-2600. Перші, що займають руху, це наші консультанти відділу зговорення. Як правило, на 85% вони дають повинені інформацію стосовно можливості прийняття до привезення вантажу. І дають вам шаблони документів, які треба заповнити, для того, щоб вантаж був прийнятий і доставлений. Якщо цієї інформації недостатньо в наших загальних таких довідничках, тоді ми переключаємо або на наших брокерів, які дають вже більш докладну інформацію, або звертаємося за допомогу до наших колег за кордоном, якщо є якась специфічна відправка. Так? Так, будь ласка. Юля говорила про те, що є список товарів, які заборонені. Вони багато в чому співпадають у нас з Укрпоштою. Є товари, які обмежені до перевезення. І, на жаль, ми не перевозимо. У нас було декілька таких рекламних акцій по перевезенню панди, носорогів, жирафів. Але це спеціальні проекти. Так. Будь ласка. Якщо вам експрес-доставка потрібна на постійній основі, хоча б 2-3 відправлення на місяць. Ми готові відкрити для вас аккаунт, підписавши договір. І далі вже вступає система лояльності, додаткові знижки, додаткові сервіси. Це все обговорюється індивідуально. І я вам скажу, що для електронної комерції безпрецедентно в цьому році на глобальному рівні розроблені спеціальні тарифи. На жаль, я їх не можу анонсувати, тому що вони вираховуються безпосередньо під ваш бізнес. Є спеціальна програма, яка дає нам розуміння, яка може бути мінімально можлива ціна за цим напрямком, так, щоб і в нас залишалося трошки прибутку, і вам було цікаво з нами співпрацювати. Тому запрошую вас до діалогу, звертайтеся, будемо говорити на цю тему. В принципі, такої інформації, щоб вони виростали, значно немає. Є пікові сезони, ми до них готуємося завчасно. Зараз наймається персонал, який буде там на суртуальних пунктах. Ну, підкріплюємо свою команду на суртуальних пунктах, але такого значного збільшення терміну доставку в нас немає, тому що річний показник, який ми маємо виконати, це 96,5% доставок мають бути зроблені в ті терміни, які ми пообіцяли нашим клієнтам. Попередні роки нам вдавалося цього досягти. Цього року ми так само йдемо добре. Давай ми похвалимо Николаю, бо у нас вже времени маловато. Ти задашь свої питання далі. Я просто хотіла сказати, що насправді Діечелі Україна в холдингі Діечеля дуже гарні результати по Європі показує. І їх завжди приймують якоюсь класною поїздкою кудись, або цирк Дюселей приїжджає, або ще що-небудь таке. Тобто, хлопці класно показують результат в Україні. Ринок росте, і якісні показники теж дуже класні. Так, але це все було б неможливо без наших клієнтів, ви ж розумієте. Є попит, ми дуже раді з того, що Україна зараз в попередній презентації, я казав, Україна is in demand. Тобто, нами цікавляться, Україна популярна стає. І наше завдання бути поряд з вами, щоб надати вам необхідну підтримку. Дякую. Супер. Так, ці колеги. Щас ребята з партнер-трейда к нам выходять, вони забирають в микрофон наушнічки і підходять. Ми щас розсмотрим тему на фулфілмента в США. Ми використовуємо склад на території США для того, щоб в тому числе там бути конкурентними по разным характеристикам для разных типів товаров. Так, я передаю. Тебя слышно? Дивит, давайте сделаем, у меня есть организационное предложение. Сейчас мы послушаем этот доклад, сделаем перерыв, потом у нас блок, посвященный оплатам. У нас будут включения с вестер-генеральным директором США, у них там как раз уже начинается утро в это время. Мы закроем вопрос оплат. И потом уже в одном блоке маркетинг, клиентское обслуживание. Всех, кто как бы связан уже конкретно с eBay, кто уже торгует или только начинает, мы уже отдельно вынесем вот в этот блок. И вот там уже как у нас получится. Нас никто не выгоняет с этого помещения, но тем не менее. Есть? Боже, да мы с вами в отеле. Так, меня слышно, да? Друзья, всем добрый день. Спасибо большое коллегам и партнерам за то, что пригласили сегодня выступить на данном мероприятии. Мы с Укрпочтой знакомы давно, сотрудничаем давно, дружим давно уже. И очередной раз рад поприсутствовать на подобном мероприятии. Хочу сказать всем спасибо за то, что пришли, потому что на сегодняшний день в воскресенье выбраться на подобное мероприятие. Нужно иметь определенную мотивацию не спать там весь день и заниматься домашними делами. И в рамках моего выступления хочу познакомить вас с нашей компанией и непосредственно с тематикой, с которой нас пригласили. Это фулфилмент и преп-сервис. Я пропустил самое утро. Хочу для себя понимать, кто из вас на сегодняшний день уже продает какие-либо товары в интернете в Америке на маркетплейсах eBay, либо каких-либо других. Поднимите, пожалуйста, руку. Отлично, супер. В рамках конкретно работы со складами, то есть той тематикой, которую буду раскрывать сегодня. Кто из вас пользуется фулфилмент складами, либо какими-либо преп-сервисами складами в США? Поднимите руку. То есть примерно пол зала поднял руку, которая торгует в Америке, и 4 человека, которые пользуются сторонними складами. Я сегодня постараюсь рассказать для всех остальных, в чем смысл, и какие пользования услугами фулфилмент и препом, и какие для вас это могут быть преимущества. Но для начала немного о нашей компании. Что такое партнер-трейд? Мы на рынке 2 года. На сегодняшний день у нас есть офисы в Китае, США и Киеве. Основной офис находится в Киеве, так как в основном пока что мы работаем с русскоязычными клиентами по странам СНГ. Имеется в виду, то есть это Украина, Россия, Казахстан, Молдова, Беларусь. Есть представители из Востока, Узбекистан, Таджикистан, Молдова, Литва. Сейчас уже некоторые люди пишут из Германии, из Испании. Но в основном это наши эмигранты, которые просто там живут и также ведут какой-либо бизнес в интернете. Понятно, мы мультиязычные, что для интернет-предпринимателя, особенно начинающего, который еще уровень английского не на том, скажем так, уровне, чтобы в свободную общаться с техподдержкой того же eBay, либо Amazon, либо какой-либо другой площадки, по 4 часа с ними висеть и объяснять, в чем проблема. Достаточно сложно, особенно в самом начале. Поэтому в данном случае мы тоже помогаем в этом плане. То есть у нас есть такой ресурс, чтобы решать такую проблему. Контракты с мировыми лидерами перевозок. Я думаю, что вы уже с ними познакомились в предыдущих выступлениях. Те же самые DHL. Мы с ними работаем, работаем давно, хорошо. Всем рекомендуем. Как и у Крпочты в том числе. Значит, вся работа осуществляется под ключ до результата. Что это значит? Мы, ну как бы я как руководитель и партнер компании изначально старался строить структуру таким образом, чтобы мы старались выполнять неконкретную, отдельную услугу, а непосредственно подходили к решению проблемы комплексно. Ведь на самом деле большинство, особенно крупных компаний, ну и в принципе рынок интернет-коммерции еще не до конца сформирован, особенно интернет-коммерции на экспорт и консалтинга в этой сфере, вот он практически отсутствует. Как нет готовых специалистов в этом, так и нет в принципе компаний, которые могли бы помочь украинским предпринимателям, и неважно вы торгуете товарами из Китая, либо вы их производите, либо являетесь дистрибьютором товара из Украины. Действительно помочь, как это происходит на самом деле, из точки А в точку Б сделать так, чтобы, там не знаю, какая-нибудь бабушка в Теннесси могла купить ваш свитер, который вы связали, либо какую-то еще вещь, которую вы производите. Что же мы делаем с точки зрения услуг? В принципе все услуги можно разделить на две составляющие. Это логистические и маркетинговые. В данном случае, если мы говорим о логистических, мы занимаемся доставкой из Украины под ключ в США, то есть другими словами, мы можем принять товар свой на склад в Киеве, мы же его правильно упакуем, сформируем по лету, заполитизируем, промаркируем, мы же затаможим и можем экспортировать его в США, на себя же опять-таки растаможить и доставить до склада Амазона. То же самое делаем и с Китаем. Единственное, что с Китаем немного… Китай мы запустили не так давно, где-то полгода назад. Там немного другая история. Это намного сложнее управлять складом из Китая, будучи в Украине. У китайцев абсолютно другой менталитет с точки зрения работы. Ну и плюс, учитывая то, что мы находимся посередине во временном промежутке, вот с Китаем у нас плюс 6, плюс 7, с Америки у нас минус 6, минус 7, плюс еще недавно мы запустили склад в Лос-Анджелесе. Это еще разница в 5 часов между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Поэтому в данном случае иногда какие-то запросы, переписка в письмах, когда то, что приходит от клиента в четверг, доходит до нас в обратную связь, где-то в понедельник, вторник. Мы постоянно с этим бодимся, иногда даже приходится работать по 15-16 часов, запускать разные смены. Но в данном случае такая возможность работы по всему миру, она увеличивает опять-таки задачи, которые можно решать для e-commerce экспорта. Непосредственно сам фулфилмент, склады из Нью-Йорка, Нью-Джерси и Лос-Анджелеса. Prep Service, что это такое, расскажу чуть подробнее. Ну и пакетное решение по выводу товара на Amazon, это непосредственно услуги так называемых старт. То есть от того, что вы приходите к нам, у вас есть какой-то продукт, который вы уже допустим продаете где-то в Украине, неважно там на OLUX, в розетке, в большинстве случаев это производители товаров. И мы помогаем им запуститься на Амазоне. Пока как бы в основном мы работаем с Амазоном. Непосредственно, ну то есть на карте это выглядит вот так, это прям скриншот с нашего сайта, partnertrade.org. То есть действительно можно находиться в Украине, торговать по всему миру. В принципе, ну как бы вы и так это знаете. Что такое фулфилмент? Сам фулфилмент, он состоит из каких-то конкретных частей с точки зрения самой услуги. То есть на сегодняшний день вы являетесь сами себе, если вы не пользуетесь услугами стороннего фулфилмента, вы сами эту услугу осуществляете сами себе. То есть допустим, вы физическое лицо, которое продаете на том же самом бей. То есть ваш продукт находится сейчас, допустим, у вас дома, в гараже, либо где-либо на складе. То есть если вы его произвели, либо выкупили какую-то партию конкретно. То есть вы сами произвели эту приемку и храните прием товара на склад, и осуществляете хранение. То есть сейчас это происходит у вас на складе. Если знаете, у Амазона есть такая программа как FBA, Fulfillment by Amazon, и есть такое понятие как FBM, то есть Fulfillment by Merchant. То есть в данном случае вы являетесь тем мерчант, который осуществляет сам себе данный фулфилмент. Естественно, есть какая-то обработка конкретного заказа. То есть другими словами, когда сейчас у вас происходит продажа в аккаунте eBay, вы сами делаете, осуществляете обработку данного заказа и непосредственно отправку покупателю. Например, взяли какую-то конкретную единицу, там, не знаю, какую-то шкатулку, пошли на Укрпочту, отдали, отправили конечному потребителю. Все. То есть по такой схеме большинство людей начинает работать с eBay и Etsy. В том числе как бы именно по такой схеме. Это то, что осуществляет Fulfillment в принципе в общих словах. Зачем же вам Fulfillment в США? В данном случае просто показали визуально разницу в доставке, когда вы отправляете конечному потребителю. Например, мы взяли несколько точек, взяли точку где-то в Техасе, в Неваде, например, в Сиэтл, в Нью-Йорк, допустим. Что происходит, когда вы отправляете это из Киева? То есть каждому отдельному потребителю вы отправляете каждый отдельный заказ. Вы, ну то есть по срокам, да, понятно, есть там, есть Укрпочта, есть DHL. То есть если можете позволить себе по срокам там чуть дольше, отправляете Укрпочта, если товар там дорогой, может позволить маржа, нужна надежность и нужно быстрее, идете экспресс DHL. И красным обозначено то, если у вас товар находится в США. То есть на сегодняшний день работа с Fulfillment вам нужна для того, чтобы быть конкурентоспособным по отношению к американским продавцам. И для никого не секрет, что в основном на eBay, на Amazon, на Etsy самые успешные продавцы – это американцы. То есть те, которые там продают хотя бы от миллиона долларов в год, это в основном это американцы. Есть европейские компании, которые выводят свои бренды, но они в основном тоже пользуются компаниями, которые находятся в Америке по выводу своих брендов. То есть вот таким вот образом, это наглядный пример, допустим, там по расположению склада в Нью-Йорке и склада в Лос-Анджелесе, непосредственно, который находится наш. Fulfillment – возможность продать в США как местный продавец. Ну, разные статистики есть в интернете. Кто-то пишет там 56, кто-то 65, кто-то 70% продавцов в Америке, покупатели в Америке выбирают прям при выборе товара, при покупке товара на Amazon либо eBay, они прям выбирают американского продавца, то есть US seller. То есть они больше как бы им доверяют с одной стороны, с другой стороны. Они понимают о том, что доставка будет осуществлена намного быстрее. То есть покупатели выбирают более быструю доставку при прочих равных условиях. Что вам это, что значит это для вас конкретно? Другими словами, при одинаковой цене, одинаковом качестве товара, при одинаковом, не знаю, вашем там листинге, качестве фотографий и так далее, если есть кто-то, кто будет отправлять из Украины и кто-то, кто будет отправлять из США точно такой же продукт по точно такой же цене, вероятнее всего, что купят у того, кто будет отправлять из США. Поэтому желательно, чтобы ваш товар находился в виде партии, уже готовой к продаже в США. Доставка до конечного потребителя 24 дня. Это тот стандарт, который декларируют нам курьерские службы по США. То есть мы отправляем UPS, USPS, FedEx. И в принципе они редко когда бывают дольше. То есть 5 дней это должна быть либо какая-то Аляска, Гавайи, либо это возможно должна быть какая-то задержка непосредственно приобработке заказа. На сегодняшний день, но это уже больше непосредственно скажет мой коллега, мы обрабатываем больше сотни, наверное полторы-две, но он сам скажет, сколько в день непосредственно таких заказов ежедневно продаж с фулфимент склада. Снижение рисков доставка одной службы в пределах одной страны. Что это значит? Не для никого не секрет, что когда вы отправляете из Украины, это достаточно сложный в принципе процесс. Вообще логистика достаточно сложный процесс. И есть много факторов, на которые не повлияет ни ваш форвардер, которым вы им пользуетесь, ни конкретно компания-перевозчик, ни авиалиния, ни какая-нибудь там пароходная компания, на очень многие вещи может не влиять. То есть вы не можете повлиять на погоду, вы не можете повлиять на очередь, например, там транзитное время Гванджо, Лос-Анджелес морем 15-16 дней. Но почему-то грузы всегда стандартны. Если вы позвоните в любую компанию, в нашу в том числе, вам скажут 30-35-40. И это реально приходит за это время. То есть, во-первых, нужно понимать о том, что есть большая цепочка в этой всей доставке. Во-вторых, корабль может прийти, находиться в порту и неделю стоять в очереди, особенно сейчас, когда сезон. И, допустим, тот же Китай и Лос-Анджелес – самый популярный коридор на сегодняшний день. Корабль может стоять просто в очереди на то, чтобы встать в док. Поэтому, когда ваш товар находится непосредственно уже внутри страны, и вы уже его расстаможили, он уже лежит на складе, вы эти все риски уже прошли. То есть этот этап уже прошел. И вы отправляете наперед, то есть не под конечным потребителем, не тогда, когда ваш покупатель сидит и ждет заказ. А когда вы сформулировали партию, отправили ее, и она дойдет за 7, за 8, за 14, за 20, это не повлияет на репутацию вашего аккаунта. Потому что у вас уже есть какая-то партия, до этого была отправлена, вы просто ее отправляете по меди-тренда продаж. Сервис на территории США. Срочная обратная связь. Очень важный момент. Кто сталкивался с тем, что вы отправили свой товар конечному покупателю, и что-то с ним произошло в Америке. Вот что-то. Покупатель не получил. Еще какая-то. Была у кого-то такая ситуация? Поднимите руки, у кого была. Думаю, те, кто достаточно давно торгует, постоянно что-то происходит. Это, мягко говоря, сложная задача, чтобы не выразиться по-другому, постоянно искать, где он находится. Даже если у вас есть трек-номер, даже если действительно какой бы там самой крутой службы вы не отправляли, нужна эта поддержка. Нужно кому-то постоянно позвонить, кого-то выяснить, где-то подождать. Особенно это нужно делать, скорее всего, по их временному, часовому поясу. Это достаточно сложная процедура. Мы осуществляем… У нас есть люди в Америке, наша компания, как бы с менеджерами, которые разбираются с этим сами. То есть в данном случае, работа с чрезстороннего фулфилмента, вы снимаете себя эту… Не то, чтобы ответственность, вы снимаете себя эту задачу первично. И если что-то происходит не так, что-то какие-то срывы с курьером, не дай бог, она, эта посылка поехала не по тому адресу или еще что-то, это за вас кто-то решает. То есть за это вы тоже платите. Дальше. Ну, обработка возвратов. То есть понятная часть, как бы так или иначе, как бы нам всем не хотелось, вряд ли вы продаете все 100% своей продукции. То есть вы как бы ее продали, но определенную часть, в зависимости от того, какой категории товаров вы торгуете, у кого-то может быть 3% возврата, у кого-то 5%, у кого-то 15%. Поэтому в данном случае эти возвраты тоже нужно обрабатывать. Это большое преимущество обрабатывать возвраты непосредственно в Америке, когда обратная связь, когда вы пишете адрес доставки по возврату в США, непосредственно, допустим, вы знаете, что вы продаете, не знаю, там 100 единиц в месяц. Вы знаете, что в среднем у вас 15% возвратов, то есть допустим 15 единиц. Непосредственно на компанию, на склад, который вы отправляете, ну, кстати, обработка возвратов это больше услуга, которая касается преп-сервиса. Кто знает, что такое преп-сервис? Поднимите руку. Да, то есть, ну, в основном люди, которые работают по онлайн-рабитражу, дропшиппингу, то есть для них это прям, ну, услуга, без которой им не жить. Вот. И в данном случае обработка возвратов, когда человек может получить данный возврат от конечного покупателя вашего и действительно сделать инспекцию этого возврата, потому что вам в аккаунте могут написать все, что угодно, что он некачественный, что он приехал поцарапанный там и так далее, а на самом деле абсолютно какая-то другая история. А теперь представьте, если вы каждый этот возврат получаете в Украину, то есть вы сначала из Украины туда отправляете там неделю-две, в лучшем случае, да, потом обрабатываете возврат еще в обратную сторону, то есть еще столько же. То есть пока вы поймете, что с этим плюс, вы получили возврат, а там просто помятая упаковка. То есть вы берете другую упаковку, перепаковываете, как бы и у вас завели обратно себе в сток, грубо говоря, там на свой личный склад и продаете опять заново. Всю ту же самую операцию, только преп-сервис выполняет за вас непосредственно уже в Америке. И вы завтра же эту же единицу, возможно, вы можете ее уже продать. Особенно преп-сервисом часто пользуются продавцы на Амазон, когда что-либо происходит с листингами, с банами, вот и так далее. Они часто там, допустим, выводят, переклеивают лейблы и заводят обратно. Как работать непосредственно с фулфилментом, уже больше расскажет наш специалист, который каждый день общается с клиентами, то есть он обрабатывает. Хочу познакомить вас с Эдуардом. Вот от меня пока, наверное, все. Я думаю, все вопросы мы можем потом впоследствии, да, после уже задать. Всем привет, меня зовут Эдуард. В компании Partner Trade я отвечаю за направление складских услуг, таких как фулфилмент, преп-центр. Я коммуницирую непосредственно с клиентами, принимаю от них заказы, мы просчитываем тарифы, понимаем, как это сделать лучше. И непосредственно я уже курирую работу склада, проверяю, насколько качественно выполняется услуга для вас. Ну, для того, чтобы начать работать с фулфилментом, понятно, что сначала какую-то партию надо доставить в США, на наш склад. Примерный список решений здесь мы привели. Перед нами Укрпочта и DHL выступали, они вам, в принципе, довольно подробно уже вы ознакомлены с тем, как через них доставлять партии. То есть тут это больше подойдет либо новым продавцам, которые только запускают свои продажи на ebay, либо тем, кто уже продает много, но у них, допустим, мелкий товар и в те же самые 30 килограмм может поместиться 100 юнитов. Поэтому им не надо, например, пользоваться авиафрахтом или морем. Но также есть продавцы, у которых уже серьезные продажи и у которых товар более крупногабаритный. И здесь уже можно думать о том, чтобы экономить на логистике, отправляя товар либо авиафрахтом, либо морской доставкой, с которыми уже полностью под ключ. Мы также делаем сопровождение, помогаем в затаможке, в растаможке, в США и также помогаем доставлять такие большие партии. То есть первый этап доставка, она для многих товаров является вообще важнейшим моментом, когда экономятся деньги, когда повышается маржинальность товара. Потому что отправлять каждый юнит отдельно и отправлять 100, 200, не знаю, 500 юнитов за один раз, понятно, что стоимость отправки каждого на один юнит будет совсем разная. Чем больше отправляешь, чем дешевле на один килограмм. Ну, далее уже вы меня поняли. Значит, второй этап, когда товар уже пришел на наш склад, клиент получает подтверждение, ему могут сфотографировать его товар, что он пришел нормально, вот коробки не мяты, ваш товар в норме, вы можете его продавать. В этом случае в аккаунте на ebay вы можете уже в профиле доставки настроить графу, что ваш товар находится в США. Отправка производится с конкретного адреса в США. Туда вы вбиваете адрес нашего склада и непосредственно после того, как ваш товар закажут, то есть у вас пришел ордер, заказ, у вас появляется возможность создать shipping label для этого заказа, то есть оплатить доставку по территории США от нашего склада до конкретного покупателя уже со своего аккаунта. Этим не занимаемся мы, мы не гоняем лишние деньги между нами, курьерской службой и вами. Вы у себя непосредственно в аккаунте по габаритам и весу той или иной отправки наш адрес там уже забит, адрес конкретного покупателя забит, система просчитывает стоимость доставки, вы ее оплатили, получаете shipping label. И непосредственно после этого уже можно делать передачу заявки на склад. То есть на наш склад вы сообщаете вот такой юнит, такое наименование, столько количества, две штуки. Shipping label прикреплен. На складе заявку приняли, нашли ваш товар, упаковали, поклеили shipping label и передали заказ курьеру той службы, которой вы пользуетесь. То есть мы по США можем отправлять любой курьерской службе, которая имеет партнерские соглашения с eBay, это FedEx, USPS, UPS, DHL тот же. То есть наша работа в том, чтобы принять заказ, сформировать его, поклеить shipping label и передать курьерской службе в кратчайшие сроки. Как правило, этот этап занимает до 24 часов. То есть если вы сегодня отправили заявку, скорее всего, сегодня уже ваш товар будет передан курьеру UPS, USPS, FedEx, DHL, и он уже начнет двигаться по США к покупателю. Для каждого конкретного товара можно считать, сколько ему может сэкономить работа с full human складом в США. Ну, тут наведены основные составные части, из чего эта стоимость состоит. То есть первое, это доставка, стоимость доставки на единицу при отправке партий. Тут уже надо смотреть, что за товар, какая партия планируется к отправке, и можно прочитать, сколько будет стоить на один юнит отправка. Далее, стоимость fulfillment сервиса, стоимость того, что ваш товар примут на склад, будут хранить в подходящих условиях. После того, как будет получена заявка, работник склада его найдет, идентифицирует, упакует, передаст курьерской службе. Это заложено в стоимость тарифа на fulfillment. То есть это стартует от 1,5 доллара на единицу, если там какие-то маленькие товары, их много, до неопределенной суммы, смотря какой заказ. То есть мы уже просчитываем индивидуально по габаритам, весу и количеству товара. Ну и плюс, также от этих, от габарита веса товара зависит стоимость доставки по США. Самый дешевый тариф, это для мелких вещей, там до, скажем, до одного фунта идет отправка, как правило, USPS по США. Ну а дальше уже сам продавец выбирает между, при создании shipping label, он выбирает те тарифы UPS, USPS, FedEx, DHL, которые ему больше подходят для данного товара. Либо самый дешевый, либо самый быстрый. Это уже как захочет продавец, как его попросит покупатель. Но вот это три составляющие, которые влияют на стоимость, на мощность товара при использовании фулфилмента. Как правило, можно добиваться того, что все три эти составляющие скорее всего могут быть выгоднее, чем по штучной отправке из Украины. Есть товары, которые нельзя продавать таким способом. Есть какие-то кастомизированные товары, есть товары, которые делаются только по предзаказу. Но тем не менее, есть и массовые товары, есть какие-то товары, которые производятся целыми партиями, и при продаже их имеет смысл такая модель. Плюс, как уже говорил Тимофей, большинство клиентов выбирают быструю доставку, и даже если нету столь очевидной выгоды финансовой в использовании этой системы, то есть еще момент повышения конверсии листинга, когда покупатели потенциально, которые заходят на листинг, они видят, что доставка по США 2-4 дня, ну и собственно конверсия на листинге повышается, это уже опыт наших клиентов, которые мы у них постоянно запрашиваем фидбэк, и практически все говорят о том, что конверсия улучшается, конечно же. Вкратце об услуге, более детально под конкретный товар, под конкретную партию, по еще каким-то моментам, просчитать тариф, просчитать доставку до США, просчитать доставку по США, с этим всем можно к нам обращаться, либо сейчас, после презентации, либо уже по номеру, либо найти нас по ссылкам на фейсбуке, как мы подписаны там, просчитаем для вас все тарифы, дадим цены, подумаем, как это лучше оптимизировать, обращайтесь, будем рады сотрудничеству. Спасибо, спасибо, Дорот, я хотел от себя добавить другими словами, на самом деле, мы специально на предыдущем слайде сделали именно вот таким вот образом, мне приводили каких-то конкретных цифр, конкретных примеров, мы могли бы тут целую таблицу, матрицу математики делать, на самом деле, все просто, я хочу, чтобы вы, каждый из вас, это примерил на своем товаре, вы поймете хотя бы косвенную какую-то выгоду, которую вы можете получить вот прям в быстрой математике, то есть вы берете, рассчитываете, в зависимости от способа доставки, вы знаете свой товар, вы знаете вес, габариты, объемы, скорее всего, если вы отправляете постоянно в Америку товар, вы знаете, сколько она стоит на одну единицу, вы берете одну единицу, добавляете стоимость фулфилмента, берете, допустим, даже берете от минимума от полтора доллара, берете доставку по США и сравниваете с тем, сколько вам обходится доставка до конечного потребителя сейчас. Если у вас не хотя бы они не равны, это еще не значит, что невыгодно, даже если это дороже. Как говорил только что Эдуард, вы всегда, работая с фулфилментом, продаете больше, это 100%. Это первое. Второе, вы увеличиваете возможность продавать не только на одной площадке, а на нескольких. Ну и в принципе, если вы строите свой бизнес впоследствии для того, чтобы делать его, мягко говоря, как бы всемирным брендом каким-то, то есть открыть впоследствии компанию в США, работы с B2B-партнерами и так далее, вам в любом случае нужен склад, нужен сервис по Америке, когда вы можете в любой момент отправить куда-то сампл на рассмотрение и так далее, и так далее. Поэтому в большинстве случаев это возможность иметь такой склад, как FBA имеет Amazon. Для тех, кто торгует на Amazon прекрасно понимает, что через FBA всегда продают больше, не всегда это дешевле, но продают больше. Это такая же возможность для eBay либо любой другой площадки. От меня все. Юля говорит, что? Я предлагаю вопросы задать в зоне кофе-брейка. Как вы на это смотрите? Хорошо? То есть на первом этаже давайте минут 20-25 максимум мы там находимся, поднимаемся наверх, потом у нас платежи и уже полностью клиентский сервис и маркетинг. И я думаю, что мы плотненько уже поработаем. Хорошо? Все. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 ... Наши коллеги сейчас поднимаются. Хорошо. 6 утра? 6 утра. Человек с нами вышел на 6 утра на связи. Коллеги, уважаемые, давайте проходим. Присаживаемся. Как вы понимаете, наша сегодня онлайн-трансляция происходит благодаря компании WesternBit, которая откликнулась на мое предложение поддержать это начинание. За что им, конечно, большое спасибо. И я думаю, что это хорошее начинание, когда мы сейчас напрямую с компаниями, отвечающими за такой большой сегмент в нашем бизнесе, как прием платежей, напрямую с первыми лицами можем пообщаться. С нами сегодня два человека от WesternBit. Андрей. Андрей украинский представитель. WesternBit вы можете задавать ему вопросы в офлайне, в Киеве, где угодно. И у нас Михаил Бирман, генеральный директор WesternBit, включается с нами из США. Вы выводите картинку на экран. Все, я вам отдаю микрофон, а вы уже самостоятельно разбираетесь. Добрый день. Заранее хотел поблагодарить Юлию за это прекрасное мероприятие. Также всех вас за то, что нашли все-таки время в выходной день приехать сюда. Михаил у нас готов. Можно видео включить нам на экран? Сейчас, Михаил, появится картинка. Спасибо. 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 Я думаю, сейчас Михаил расскажет более обширно. Скажу о том, что сейчас буквально будет построена наша беседа так, что Михаил озвучит основные направления WesternBit. После этого больше будет вопросов и ответов, если есть такие в аудитории, может быть, конкретно. Потому что сейчас с нами будет руководитель именно WesternBit. После этого я закончу тем, что я вам расскажу о новых инструментах, о новых программах, о том, что хочет делать WesternBit в Украине в следующем году. Слышат, видят, но мы никого не видим. В чем проблема? Пока у нас нет картинки, может, я начну или у нас там две минуты или сколько? В следующем году мы планируем открыть WesternBit Business School. Чем конкретно будет заниматься наша школа? Уже есть картинка. Михаил, вы с нами. Доброе утро. Вы нас слышите? Да, здравствуйте, Андрей. Все, я тогда предоставляю слово вам и аудитории. Дайте мне какой-то сигнал, чтобы я понял, что меня видно и слышно. Да, вас видно и слышно. Вы в прямом эфире. Доброе утро. Большое. Добрый день, Киев. Давайте знакомиться. Меня зовут Михаил Бирман. Я директор торгового агентства WesternBit. Прежде всего, хочу поблагодарить организаторов данного форума Почту Украины за предоставленную возможность выступить здесь перед вами. Это для меня большая честь. Не так часто можно вот так лицом к лицу поговорить с таким большим количеством интересующихся онлайн продажами людей. Сразу хочу оговориться о регламенте. Сначала я расскажу о наших услугах, потом с радостью отвечу на все вопросы. Собственно, мне хотелось бы ответить на все вопросы, поэтому постараюсь сократить вводную часть до минимума 10 минут. Итак, для тех, кто не знает, WesternBit – это компания-посредник, которая предоставляет возможность жителям Украины и Беларуси торговать на различных западных интернетных аукционах и торговых площадках. В настоящее время, как известно, жители Украины не могут продавать товары западным покупателям самостоятельно по нескольким причинам, главной из которых является отсутствие возможности в Украине получать оплату через платежную систему PayPal. WesternBit уступает авторизированным ритейлерам для всех украинских клиентов, убирая все трудности на пути торговли на зарубежных маркетах. Однако это далеко не все. Становясь нашим клиентом, вы получаете полный набор необходимых инструментов для того, чтобы начать зарабатывать уже через несколько дней. Но об этом чуть позднее. Итак, вкратце, схема работы с нами выглядит следующим образом. Вы самостоятельно выбираете западную площадку, на которой вы собираетесь торговать. Это может быть eBates или Davanda. Регистрируетесь на ней, а затем проходите простую регистрацию на нашем сайте, не забыв указать логин или название вашего магазина на западной площадке. После этого вы можете выставлять товары на продажу, указывая наши реквизиты для получения оплаты. Когда происходит продажа, оплата автоматически показывается в вашем личном кабинете WesternBit. И все, что вам остается сделать, это отправить товар по указанному нами адресу и вывести деньги, полученные от покупателей одним из предлагаемых нами способов. В начале работы вы знакомитесь с нашим торговым агентством, а мы с вами. Поэтому для новых клиентов установлено правило новичка. В течение 45 дней с момента первой продажи деньги вы сможете получить только после получения положительного отзыва от покупателя. По истечении 45 дней такое ограничение снимается, и вы можете получать средства, как только укажете номер почтового отслеживания товара в личном кабинете. Мы работаем с каждым клиентом индивидуально, поэтому ограничение может быть снято раньше, если на то будут веские причины. Теперь давайте поговорим о финансах. Самый частый вопрос звучит примерно так. А сколько я получу на руки после продажи своего товара? Допустим, вы продали товар за 100 долларов, включая стоимость пересылки, на аукционе eBay американцев. Комиссия платежной системы PayPal составит 1,9% плюс 30 центов, то есть 2 доллара 20 центов. Комиссия WesternBiz занимается сумму, уже поступившую на наш счет, после вычета комиссии платежной системы и составляет 5%, а в этом случае 4 доллара 89 центов. Это важно. Стоимость вывода денег на дебетную карту составит еще 2%, то есть 1,86 доллара, то есть на руки вы получаете 91 доллар. Понятно, что сюда не включены комиссии торговой площадки, например, eBay взимает 10% от суммы продажи, а эти 3. Однако я привел этот пример только для иллюстрации того, как высчитывается комиссия именно нашего торгового агентства. На нашем сайте находятся специально разработанные калькуляторы продавца, где вы можете более подробно рассчитать доходы от продажи одного или даже партии товаров на разных торговых площадках. Сейчас же я прошу запомнить, что комиссия нашего агентства составляет всего 5% от суммы, оставшейся после вычета комиссии PayPal. Это самая низкая комиссия на рынке посреднических услуг, но это не единственное наше преимущество. Если мы заговорили о преимуществах, я хотел бы остановиться подробнее на этой теме. Наши услуги предназначены для очень широкого круга продавцов, как начинающих, так и опытных со стажем. Мы одинаково внимательно относимся и к тем, кто занимается онлайн-торговлей в качестве хобби, и к владельцам малого бизнеса. И для каждой категории клиентов мы предлагаем инструменты, свои инструменты для торговли. Мы работаем преимущественно с продавцами товаров на АБИЦе. Но важно знать, что подключиться к нашей системе можно даже если у вас уже есть свой действующий интернет-магазин. А если его нет, то мы предоставляем возможность совершенно бесплатно открыть или создать его на онлайн-маркете лапки. Кроме того, для проверенных клиентов существует бесплатная услуга выставления инвойсов. Один из лозунгов нашего агентства «Если вы ничего не продали, вы нам ничего не платите». Ни за регистрацию, ни за консультацию, ни за проверку документов, вообще ничего. Вы получаете всю необходимую информацию совершенно бесплатно. К вашим услугам множество видеороликов, проводочной информации на сайте, и мы отвечаем на ваши вопросы. По телефону, по имейлу, на различных тематических форумах, в YouTube и в Facebook. Более того, к вашим услугам настоящие живые консультанты на нашем сайте. Прямо сейчас, круглосуточно, по рабочим дням и по выходным. Мы работаем только если вам... мы зарабатываем только если вам сопутствует успех. Если вы работаете с нами, то имеете возможность оплачивать услуги онлайн-аукционов и хостингов. Прямо из личного кабинета WesternBit. Эта услуга совершенно бесплатна. Нет нужды терять деньги на выводе или на конвертации. Наши операторы произведут оплату в течение одного рабочего дня. Еще одно преимущество. Будучи нашим клиентом, вы бесплатно пользуетесь службой решения проблем с покупателями. Мы обеспечиваем ваш товар гарантией. Мы ведем диспут и разбираем жалобы покупателей по EPL, по имейлу и по телефону. Все жалобы отражаются также в личном кабинете WesternBit. Кроме того, вы бесплатно можете пользоваться нашими складами для получения возврата товаров от покупателей в США и Европе. Все, что я сейчас говорю, находится на нашем сайте WesternBit.com. И это я сейчас вам рассказываю только для того, чтобы у вас сложилось первое общее впечатление о нашем агентстве. Итак, продолжим. WesternBit имеет две системы обслуживания – американскую и европейскую. Сделано это для того, чтобы вы не теряли на конвертации при получении денег. Если ваш товар рассчитан на продажу в Европе, например, вы изготавливаете и продаете чехлы для Ситройона или Пежо, то вы можете указывать европейский реквизит для получения оплат и вывод денег также будет в евро. Если же продажи не имеют четкой географической направленности, мы рекомендуем регистрироваться в американской системе, все оплаты будут поступать в долларах. Личные кабинеты отображают информацию о ваших продажах в режиме реального времени. Нет нужды ждать зачисления, все операции автоматизированы. За все 16 лет работы у нас не потерялся ни один платеж. Вам нет необходимости выводить деньги за каждую продажу. Вы можете консолидировать средства и выводить сразу большими суммами, экономя на комиссии вывода. Вы можете получать свои деньги в долларах США и на дебетные карточки, приватбанка, пионеры и пеймент, а также пятью другими способами. Все они указаны на нашем сайте. Я не буду сейчас подробно останавливаться на каждом. Вы можете выбрать тот, что вам больше всего подходит. Я также должен отдельно остановиться на услуге e-доктор. Мы предоставляем консультативную помощь в верификации аккаунтов на e-bay, а также в поднятии лимитов продаж на этом опционе. Если вы... А еще... Еще вы можете просто попробовать свои силы в качестве продавца, не тратя времени ни на регистрацию, ни на верификацию. Наша программа «Пробный шар» позволяет вам выставить товар на e-bay, используя наш собственный безлимитный премиум аккаунт. Эта услуга хорошо себя зарекомендовала среди начинающих продавцов. Также ей пользуются те, у кого лимит продажи на e-bay не позволяет выставить дорогую вещь. Через «Пробный шар», например, были проданы несколько факелов для переноски олимпийского огня с прошлой Олимпиады. Итак, когда вы будете выбирать посредника для ваших продаж, я прошу вас помнить основные наши преимущества. Бесплатная регистрация, отсутствие абонентской платы, бесплатные круглосуточные консультации с живыми операторами на сайте. Самые низкие расценки, наша комиссия 5%. Автоматическое зачисление платежей, возможность подключения собственного магазина и выставления инвойсов покупателю, вывод денег в долларах и в евро, 8 различными способами. Бесплатная обработка жалоб и возврат оплат при необходимости. Бесплатное предоставление складов в случае возврата товара покупателей. Оплата задолженности аукционом и хостингом. Введение жалоб и диспутов, то есть поддержка ваших покупателей. Возможность выставить товар с премиум аккаунтом. А сейчас я хотел бы поделиться с вами некоторой инсайдерской статистической информацией. Из тех, кто регистрируется на нашем сайте, больше половины начинают успешные продажи. Сумма каждой сделки-продажи в среднем составляет 60 долларов США. Средний продавец выставляет порядка 15-20 товаров в день и в первые полгода почти все, до 85%. Постоянно торгующие продавцы, по нашим подсчетам, получают 1200 долларов чистого дохода в месяц. Это средний, ни максимальный, ни минимальный доход. Причем, по нашим данным, продавцы, которые начинали совсем недавно, начинают зарабатывать так же быстро, как начинали зарабатывать продавцы 10 лет назад. Это свидетельствует о том, что ниша товаров из Украины далеко не наполнена. Ну, и перед тем, как отвечать на ваши вопросы, я хотел бы завершить эту небольшую презентацию благодарностью нашим клиентам, которые, возможно, присутствуют в этом зале или будут смотреть эту трансляцию в записи. Через месяц исполняется 16 лет с момента начала работы WesternBit. И самое большое наше достижение – это наша репутация, которая, конечно же, поддерживается нашими клиентами, их положительными отзывами и пожеланиями, которых на нашем сайте уже около тысячи. Ну, а сейчас я буду рад ответить на ваши вопросы. Сначала похлопаем. Я тогда буду передавать микрофон. Кому? Так, иду туда, в ту сторону. Здравствуйте. Я являюсь одним из тех, кто сейчас организовывает продавцов на Украине на eBay. И большинство людей, которые приходят на рынок, действительно, для Украины это большая проблема прием платежей и же с ними. Поэтому многие люди, которые приходят, у них есть свой товар, но товара недостаточно много для того, чтобы наполнить инвентари, для того, чтобы сделать хороший ассортимент. И используют такую стратегию, как дропшиппинг. И как вы смотрите на этих продавцов, которые есть свой товар и которые готовы торговать по системе дропшиппинг? Вопрос понятен. Я вам скажу честно и откровенно. С дропшипперами у нас не совсем складываются отношения. Почему? Отдельно я могу рассказать, если вам интересно. Но дропшипперы, когда продают не свой товар, могут нарушить несколько правил торговли. И у нас совершенно нет никаких инструментов для того, чтобы проверить, нарушено ли было какое-либо из правил. Мы рекомендуем, во-первых, я хочу дать понятие, что такое дропшиппинг в нашем понимании. Если вы воспользовались фулфилмент сервисом, который сегодня был представлен представителями такого сервиса перед нашей презентацией, это был ваш товар, но он находится в Соединенных Штатах, тут никаких проблем нет. Это не называется дропшиппинг, это ваш товар. Дропшиппинг это когда вы продаете товар, который не принадлежит вам, и вы его высылаете, вы оплачиваете его какому-то продавцу в Китае или еще где-то, и он уже шлет. В этом случае есть очень много неприятных моментов. Мы с такими продажами сейчас не работаем. Однако, если такой человек хочет заниматься дропшиппингом и своими какими-то товарами, мы предлагаем ему дропшиппингом заниматься с другого аккаунта, который не подключен к нашему сервису, а с аккаунта, который подключен, мы готовы принимать для него платежи. Я понял, спасибо. То есть, если я взял тот же товар для дропшиппинга, но не как дропшиппинг, а купил партию товара у поставщика и загнал его на склад, это уже мой товар, я имею право продавать его через ваш сервис, использовать сервис, так? В принципе, да. Если то, как вы это рассказываете, то то, как вы это рассказываете, да, таким образом мы работаем. Но товар должен быть уже выкуплен вами, вы должны будете его полностью контролировать. Да, я понял. Хорошо, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Сейчас. Олег, обычно вопросы есть. Подождите, так легко. Не отделайтесь от нас. Сейчас. Хорошо. Да, давайте. Вот я так и знала, что сейчас все хорошо. Добрый день. Меня Александр зовут. Хочу вот по этому вопросу более точную консультацию, скажем так, получить. Как производится контроль наличия у меня товара? У меня просто специфический вид товара, он, грубо говоря, идет как один лот, но в него входит порядка 30 до 50 элементов. То есть это является одним видом оборудования, но определенные элементы могут заменяться немножко похожими, но уже функционально другими элементами. Как производится контроль за тем, что вот у меня есть этот товар? Как я уже сказал, вопрос понятен. Спасибо, Александр. Как я уже сказал, все наши клиенты – это не такая какая-то масса, которая подчинена какому-то общему правилу. Мы с каждым клиентом в каждом случае работаем индивидуально. То есть если у вас есть вопросы вот такого плана, а что если я собрал из нескольких товаров один, и может быть немножко другая комплектация, это уже зависит от товара, это зависит от того, где находится этот товар, кто делает эту комплектацию. Такие все вопросы мы всегда решаем в индивидуальном порядке. Общее правило таково. Если вы контролируете товар, это значит ваш товар, значит это не дропшипинг. Конечно, опять же, этот товар должен быть не просто вашим товаром, этот товар должен иметь вашу марку. То есть вы не можете выкупить там, не знаю, партию кроссовок Adidas, допустим, которые не предназначены к продаже в США, потом привезти их в США и начинать продавать. Это не будет считаться как бы вашим товаром. Ваш товар тот, который вы произвели, или который сделан под вашим брендом. Хорошо, спасибо. У меня теперь вопрос, я сама задам. Я знаю, что его задают часто. В каких случаях вы блокируете аккаунт, и вот что нужно сделать, чтобы на вашем сервисе продавца заблокировали, и что нужно сделать, чтобы… Ну, три топа проблемы продавца, что не нужно делать, чтобы не попасть под блокировку? Я попрошу повторить вопрос еще раз, потому что слышимость не очень хорошая, извините. Сейчас я вот этот микрофон еще скажу. Смотрите, вопрос следующего характера. Какие топ-3 нарушения делают продавцы обычно, после которых вы их блокируете? Вот что не нужно делать продавцу, чтобы не попасть под блокировку. Значит, первое и главное, нужно посмотреть в список запрещенных товаров. Не надо полагаться на собственное воображение и думать, что если вы не торгуете наркотиками и оружием, значит, вы можете продавать тот или иной товар. У нас на сайте есть список запрещенных товаров. Этот список включает в себя в частности различную косметику и кремы, которые просто ввиду того, что мы не можем обеспечить достаточный контроль качества за этими продуктами, они могут вызвать очень неприятные последствия после продажи, поэтому мы вынуждены отказываться. Там же находятся, допустим, меховые изделия. Для того, чтобы торговать мехом, нужна лицензия. На определенные животные запрещены, разрешены некоторые другие. Это все очень такой сложный момент, который мы, опять же, не можем контролировать, и поэтому список запрещенных товаров это номер один нарушение, которое люди обычно пропускают. Номер два нарушения, цифровой товар. Люди начинают продавать, наши клиенты. Купили курсы кройки и шитья, допустим, или как сделать пиноккио из соломки, и начинают PDF-файлы такого уровня продавать, не имея никакой лицензии на продажу. Это нарушение номер два. И третье самое серьезное нарушение, это когда человек начинает... Мы не берем мошенников, естественно, в виду. Мы берем людей, которые действительно... Говорим о людях, которые действительно хотят начать работать, но не могут. Или начинают не с того, что нужно. Эта категория людей, скажем так, не ознакомилась с правилами работы. И поэтому они нарушают схему работы, в результате потом пытаясь как бы перетащить и переначать эту схему на себя, в частности нарушения, такие, как человек не указал свой логин или свои координаты в каком-то из аукционов. Платежи поступают, они попадают неопознанные, их приходится оттуда забирать и так далее. Мы выставляем ему как бы обычное предупреждение, человек не реагирует, и из-за этого получаются конфликты. С такими клиентами очень сложно работать, а мы от таких клиентов отказываемся. Имеется в виду именно не те клиенты, которые не по незнанию это делают, а те, которые делают это намеренно, от нежелания или от желания работать по своим условиям, а не по нашим. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Ребята есть? Да, Олег. Подскажите, пожалуйста, во время диспута, то есть вы как бы представляете все-таки PayPal, да, у вас аккаунт, во время диспута учитываются ли условия Etsy, допустим, или eBay, где, допустим, бывает отклоняются возвраты, то есть на условиях продажи я могу написать, что я не принимаю возвраты, или я, допустим, принимаю только, требую компенсацию, да, в eBay там есть 15-20%. То есть во время диспута на PayPal учитывается это, или у PayPal совсем другие правила, и это никак не предусматривается? Давайте я повторю ваш вопрос. Вы мне скажете, правильно я вас понял или нет. Вы спрашиваете, учитываются ли в PayPal ситуации, когда на eBay происходят какие-то действия, допустим, возврат товара или решение в пользу продавца или покупателя, каких-то споров? Это был ваш вопрос или нет? Условия возврата, которые указаны на eBay или, допустим, на Etsy? Как продавцом. Понятно. То есть, понимаете, я вам сейчас объясню. PayPal и eBay – это две независимые компании. Они были когда-то одной компанией, потом они разошлись, и сейчас они расходятся с каждым моментом все дальше и дальше. Поэтому споры могут возникать по одной и той же транзакции, как на eBay, так и на PayPal. И решаться они могут совершенно по-разному. Поэтому самые важные споры, которые должны быть решены, это споры в PayPal, потому что это финансовая организация. Не важно, что eBay решит. Он может решить дело в вашей пользе, PayPal может деньги не отдать. Поэтому PayPal – это приоритетная служба, с которой мы решаем все проблемы. С PayPal мы решаем проблемы, поскольку мы являемся получателями платежа, фактически мы являемся посредниками, то есть людьми, которые перепродают ваш товар. Соответственно, у нас больше рычагов воздействия на PayPal. У нас есть специальный представитель в PayPal для этих случаев. И если мы можем решить вопрос в пользу наших клиентов, конечно, мы это делаем. Но PayPal и eBay, эти две организации, они между собой мало связаны. Поэтому, еще раз повторяю, разница в восприятии одного и того же дела на PayPal или на eBay может очень сильно разниться. Хорошо. Есть еще вопросы? Тогда у меня еще последний такой вопрос. Понятно, что вы прошли какую-то эволюцию финансового посредника между eBay и экспортерами. Что бы вы хотели дальше делать? Вот куда вы видите, как будет развиваться рынок и ваша компания в том числе в ближайший год-два? Какие новые сервисы вы хотите запускать? Я не знаю, возможно, грубо говоря, страховка какая-то, премиум какие-то аккаунты, обучение. Вот мы уже поняли, что вы хотите делать. Расскажите нам от первого лица, что вы планируете делать. Хорошо. У нас есть несколько проектов разработки на разной степени разработки. По проекту… То есть первый проект – это проект работы с фрилансерами. Мы знаем, что в Украине очень много фрилансеров. Мы изучаем возможность их всех привлечь и отдать им возможность принимать PayPal в качестве оплаты за свои услуги. Значит, второе перспективное направление весьма – мы хотели бы расширить возможности взаимодействия с нашими клиентами в финансовом плане. То есть расширить возможности вывода. В частности, рассматривается сейчас возможность подключения биткоина как способа вывода денег. И третий проект, который наиболее готов к реализации, о котором расскажет нас представитель Андрей Горин после того, как я отключусь, это проект школ обучения, в которых те, кто желает торговать, могли бы получить наибольшую поддержку. Фактически мы не просто дадим информацию в этих школах о том, как нужно торговать и что нужно делать, чтобы быть успешным. Мы будем это делать вместе с нашими студентами. Мы уже в процессе обучения, наши студенты должны научиться получать и начинать зарабатывать прямо уже в процессе обучения. Это будет отдельный проект. Я еще раз скажу, подробности расскажет Андрей. Вот эти три таких основных проекта, мы сейчас над ними работаем. Спасибо большое. Я хотел еще задать маленький вопрос аудитории, поскольку нечасто выпадает разговаривать с таким большим количеством людей, понимающих в электронной торговле. Прежде всего вопрос заключается в том, есть ли среди тех, кто здесь присутствует, клиенты Westernbit или бывшие или настоящие? Ну, я скажу, что есть. Я вижу две поднятых руки, три. Нет, не три. Я могу сказать где-то три, правильно? И я хотел бы сделать наш диалог более конструктивным. Хотел бы, пользуясь случаем, услышать, как бы они хотели, чтобы мы улучшили свой сервис. Кто хочет взять этот, как его, флаг рынка? Кто? Всех все устраивает. Да, то, что я часто вижу в комментариях, и по себе служба поддержки, да, очень классно, когда заходишь на сайт, и там выпадает этот, там можно все почти узнать, да, выпадает чат, именно на ком, а не US, когда заходишь. Но когда какие-то проблемы или вопросы, ну, и я вижу, что у многих и у вашего конкурента-селлера часто говорят о службе поддержки, да, о качестве ответов и так далее. То есть это, наверное, был бы такой большой плюс, если бы это улучшилось. Спасибо большое. Я очень ценю ваше предложение, и мы действительно над этим работаем. К сожалению, могу только сказать, что нельзя дать полномочия финансовой службы оператору поддержки, да, поэтому не на все вопросы он готов ответить, но критика воспринимается всегда позитивно, мы очень рады фидбэку, спасибо большое. И спасибо нашим клиентам, которые находятся в зале. Я очень рад был, как бы, увидеть вас в лицо, увидеть вас на этой презентации. Это наша первая презентация в Украине, поэтому спасибо, что пришли. Я еще хочу сказать, что, ну, смотрите... Сейчас я передам слово нашему представителю Андрею Горину, он расскажет вам о нашем новом проекте Школы ВБ. Я тогда с вами прощаюсь. Спасибо всем за вопрос, участие в презентации. И надеюсь, что это будет не последняя презентация, особенно в рамках проекта с участием Укрпочты. Спасибо. Смотрите, еще один маленький момент, 5 секунд. Я думаю, да, смотрите, какая... У нас сегодня просто, я не могу сказать, исторический момент, но, наверное, так оно и есть. Да, вы, то есть, по факту, теперь люди в этой стране понимают, что есть представитель, живой человек, вот он, Андрей, стоит. Его можно пощупать, ему нужно позвонить на территории Украины. Они знают, как вас зовут, они знают, куда уже к вам обращаться. Я думаю, что, ну, как бы, это усилит просто коммуникацию между нашим сообществом, продавцом и вами, как сервисом в будущем. И хорошее начинание. Я думаю, что ребята, когда будут сталкиваться... Вот смотрите, вы просто пройдете ту же эпопею коммуникации, как и я прохожу, когда у меня теряются посылки, мне все лично пишут, и я знаю, какие есть проблемы на первом... Ну, как бы, самое первое узнаю об этих. Теперь и вы будете знать от этих коллег о том, что что-то не работает или нужно что-то улучшить. Все, тогда мы с вами на связи. Спасибо. Андрею передаю микрофон. Михаил, спасибо. Спасибо. Всем до свидания. Еще раз здравствуйте. По поводу Western Beat Business School. Что это будет? Во-первых, все вопросы, которые у вас есть, в том числе и ваши. Сейчас здесь, в Украине, я представляю Western Beat, и всегда можно будет мне их задать, потому что действительно не всегда люди, которые находятся в поддержке, они могут ответить именно конкретно на ваш вопрос. То есть мы его можем рассмотреть, сделать какой-то специальный подход именно к вашему проекту, к вашей проблеме и решить его, оговорив с американским офисом или европейским, в связи с чем у вас проблема. По самой школе. В школе будет открыта программа обучения. Какие главные месседжи будут по этой программе? Что продавать и как найти товар? То есть мы сможем обучить, как найти товар, который лучше продавать на данный момент на торговых площадках eBay. То есть мы знаем, как это проанализировать. Какой товар имеет больше маржинт? Какой товар более востребован сейчас на площадках именно из Украины? Если только вы решили начать свою работу в e-commerce, мы можем вас этому обучить. Если вы уже работаете, мы можем подсказать какие-то другие нюансы, связанные с этим вопросом. Также в школе обучения будут представлены программы по тому, как лучше создать свой листинг, как правильно его создать, как правильно его описать. На английском языке, не на том, который мы учили в школе, а тот, который близок, именно покупатель в Соединенных Штатах или же в Европе. Как правильно сфотографировать, разместить, в какое время и тому подобное, все это будет тоже представлено в школе. Одним из важных поинтов, которым я хотел бы остановиться, это премиум аккаунт WesternBit. Наши выпускники получат премиум аккаунт WesternBit. Что это будет давать? Это будет давать лояльность на получение пеймента с продажи ваших товаров. То, о чем говорил Михаил. То есть мы сократим это время до минимальных сроков, я не знаю, 3-4 дня, для того, чтобы вы после продажи могли сразу получить свои деньги и дальше их инвестировать в свою продукцию, в свой бизнес. То, что сейчас, в принципе, не делает никто. Но, опять же, это будет только для выпускников школы, потому что мы их обучаем, они знают наши требования, они знают наши правила. У нас есть определенный кредит доверия друг к другу и информация. О школе. Значит, сейчас на сайте открыта регистрация, на которой каждый может оставить свой email, свою контактную информацию. Мы будем связываться конкретно с каждым, кто подаст свою заявку. Для чего? Для того, что WesternBit имеет индивидуальный подход ко всем клиентам. Поэтому каждый клиент проходит с нами собеседование, и мы узнаем, что ему необходимо. Если это клиент, который только начинает свою деятельность в e-commerce, для него будет сделана специальная программа. Если человеку надо, допустим, увеличить свои продажи, или у него есть какие-то проблемы, мы конкретно с ним будем работать по этим проблемам. Приблизительно обучение составляет три недели в зависимости от сложности и тех вопросов, которые надо открыть перед нашим учеником. Какие-то вопросы, может быть, по школе. У нас будет более обширная презентация непосредственно перед открытием школы. Это будет отдельное мероприятие или же с Укрпочтой, или же это отдельно будет в WesternBit. Посмотрим, как это получится. Но большую информацию мы предоставим непосредственно на открытии школы. Если есть какие-то вопросы по школе, по вопросам... Форма обучения онлайн. Если для начала будет в Киеве, у нас сейчас сделан один класс, в этом классе непосредственно коучеры будут работать face-to-face, как бы все остальные, это будет онлайн, будет сделан специальный график, опять же, для тех категорий абитурентов. То есть начальный уровень, средний уровень и там high level. Обучение будет от 300 до 1000 долларов, но в среднем это будет порядка 300-500 долларов. То есть в принципе вменяемые деньги по отношению к тому, что сейчас предлагаю. Коучеры будут из Германии, будет с Украины коучеры, они все пройдут обучение в Соединенных Штатах Америки, в Европе, и здесь будут обучать. Три недели. Смотря онлайн или же непосредственно в классах? Я же сказал, что в Киеве будут пока классы, дальше мы будем расширяться, в других городах тоже. Если в классах, это будет порядка 5 академических часов, два раза в неделю. Если онлайн, это будет тоже приблизительно 2-3 выхода в неделю по 3 часа. Какие площадки будете на обучении рассматривать? Ибоицы. Также во время обучения, о чем говорил Михаил, хотел бы тоже на этом остановиться, что обучение – это не просто информация. Мы действительно степ-бай-степ проходим с вами весь путь. Мы во время обучения уже начинаем что-то продавать. Так как у нас есть свой аккаунт, о котором говорил Михаил, 3000 положительных фидбэков, 17 лет опыта у этого аккаунта, мы на нем начинаем выставлять, допустим, вашу продукцию. И вы начинаете уже вместе с нами во время обучения зарабатывать. После того, когда вы увидите, действительно ваш продукт интересен, вам это интересно, вы получите первые за это деньги, после этого вы можете перейти на другую, допустим, более какую-то развернутую программу в нашей школе и уже сами создавать свой аккаунт, или создавать свой аккаунт в eBay или ИТС. Какие-то еще есть вопросы? Спасибо. Мне кажется, что сервисы финансовые посредники не часто выходят в люди поговорить, поэтому не переживайте, сейчас все еще не подготовились с вопросами. Все, тогда мы двигаемся дальше. Андрей в зале продолжает быть с нами, я думаю, что вы просто поменяйтесь с контактами, будете... Хотел все-таки обратить внимание о том, что у нас уже на сайте открыта регистрация, то есть вы можете заполнить ее, и мы с вами свяжемся, как только начнет школа начинать работать. В принципе, все. Спасибо вам большое. Счастливо. Спасибо, Андрей. Так. Вот, Вадим. Я ищу где Вадим. Мы подгружаем презентацию Вадима и даем вам микрофон. Вадим Чадюк представляет другой сервис финансовый, Seller Online, и вот его презентация на месте. Сейчас я вам передаю суперпульт. Вот он. И вот сюда, пожалуйста. Сейчас я вам покажу. Добрый вечер, друзья. Хочу поблагодарить организаторов за то, что пригласили, и особенно хочу поблагодарить Юлию Павленко и ее команду за те инициативы, которые они внедряют в Украине, за то, как они преобразовывают лицо нашей почты. Недавно я сумел совершенно без очереди получить в ближайшем отделении посылку из Соединенных Штатов, которая пришла за 7 дней всего лишь в целости и сохранности. Действительно, прием платежей через PayPal для тех, кто продает... Что-что? Извиняюсь. Окей, я понял. Действительно, возможность принимать платежи через PayPal в Украине это самое узкое место. Если логистика практически полностью без проблем закрыта, то принимать платежи это действительно проблема. Это, наверное, Украина одна из тех уникальных стран, где есть все возможности, где в Skype-коле выступают представители БЭЭ по нашей стране, но принимать платежи приходится довольно необычным способом, через посредника. Итак, я представляю компанию Селлер Онлайн. Сервис Селлер Онлайн это американская компания по своей юрисдикции, но большинство сотрудников, в первую очередь клиентская поддержка, находится в Украине. По статистике, за прошедший месяц у нас более 6 тысяч уникальных пользователей, из них более тысячи пользуются сервисом ежедневно, то есть пользуются им как инструментом в своей работе. И 89% по статистике пользователей находятся в Украине. Поскольку тема этого мероприятия продажа на eBay, то я буду оперировать той статистикой, которая касается непосредственно eBay, либо обобщенной статистикой. Итак, среди всех продаж, сделанных глобально из Украины, eBay по нашей статистике занимает 10%. В этой статистике не участвует Amazon, поскольку Amazon выплачивает деньги банковскими переводами, а не PayPal, поэтому мы никак не берем в расчет данный случай. И я подсчитал средний чек за недавний период, он у меня получился 36 долларов 16 центов. Это несколько меньшая цифра, чем Михаил Бирман озвучил. Вероятно, связано с тем, что на эту цифру давит вниз стоимость электронных товаров, которые стоят 3 доллара, 5 долларов, которые продаются на Etsy. Поэтому они немножко влияют на эту картину. Итак, основные группы товаров, которые можно выделить, не так развернуто, как сегодня Илья Критов давал, но я для себя, и мы посредники для себя делим подаваемые на eBay товары на такие группы, как наследие СССР. С этого начинали продавцы на eBay из Украины 15 лет назад, и все еще этот сегмент рынка, этот сегмент товаров все еще имеет довольно большой вес. Это в первую очередь советские часы, оптика в виде объективов и фотоаппаратов и различные электронные компоненты, которые для меня это непонятно, но они до сих пор продаются, продаются и продаются. Следующая группа – это товары серийного украинского производства. Я позже приведу кейс очень успешного товара. Это та группа товаров, которую вы можете анализировать и смотреть, какой из товаров, произведенных в Украине, может быть конкурентным на глобальном рынке. И третья группа товаров, которую я называю эксклюзивные нишевые товары. То есть это товары, произведенные мастерами, маленьким бизнесом, хендмейт, который продается на Etsy. Вот многие из этих товаров, сегодня упоминали, кстати, один из интересных товаров – это трости для ходьбы, довольно нишевой продукт, но который очень востребован, и украинцев очень хорошо получается его делать. Вот, например, товар, который больше хендмейт, но он, тем не менее, очень хорошо продавался на eBay нашими клиентами. Это ребята из Луцка, их бизнес называется Винил Эволюшн. Они производят настенные часы, сделанные из виниловых пластинок. Был сумасшедший всплеск, всплеск в конце 15-го года, накануне Рождества, когда мы ощутили просто аномальный рост продаж этого товара. И впоследствии очень много украинцев и китайцев впоследствии начали делать этот товар. И вплоть дошло до того, что начались в Украине патентные войны. То есть одни люди запатентовали, успели запатентовать эту технологию производства этих часов, другие начали их выставлять, они начали друг друга банить и так далее. То есть целый детектив по поводу этого был. И еще один кейс хочу показать. Был в 2011 году, в марте месяце, мы в какой-то один день ощутили сумасшедший всплеск продаж. Начали разбираться, поняли, что очень хорошо начали покупать дозиметры. За несколько дней до этого произошла катастрофа на атомной электростанции на Фокусиме в Японии. И весь мир озаботился тем, надо померить, увеличился радиационный фон или нет. Не могу озвучивать конкретные цифры, но вот этот товар в тот день был продан на сумму более 100 тысяч долларов только одним клиентом. Такое дело, что он не смог потом освоить эти заказы, завод не смог ему продать столько этих дозиметров, но сам факт, что возникла вот такая сумасшедшая точка роста, и потом очень много клиентов продавали, и этот товар производится во Львове. И впоследствии мы анализировали и поняли, что украинские дозиметры в своей ценовой категории катались лучшими. Японцы приезжали сюда, покупали этот товар и не хотели покупать ни российский, ни японский, ни другие товары, которые были в этой ценовой категории. Понятно, были немецкие товары, допустим, я не готов оперировать конкретными названиями, но они были, но они были намного в разы дороже. А вот этот товар продавался очень хорошо. К чему я это говорю? Дай Бог, чтобы не было больше таких поводов к взрывному росту продаж, как катастрофы на атомной станции, но это пример того, как можно анализировать украинские товары, которые производятся серийно, и находить в них то, на чем можно хорошо заработать. Я никуда ли встал. Итак, какие возможности приема платежей есть у тех, кто находится в Украине? Первый, самый простой, перекинуться полякам или россияне, резидентам Российской Федерации и открыть PayPal счет там. Категорически не рекомендуем этого делать, потому что, я думаю, в 99% случаев это заканчивается баном, блокировка денег на 6 месяцев и неизбежным переходом к следующему шагу поиска того, как принимать платежи. Следующая возможность обратиться к друзьям, семье, членам семьи, которые проживают в тех странах, где PayPal работает на прием платежей и обратиться к ним за тем, чтобы они принимали для вас оплаты. Вы не будете платить, наверное, в большинстве случаев им никакую комиссию, но мера тоже довольно спорная, потому что, принимая платежи за вас, у вашего родственника или друга, который находится в той стране, возникнет необходимость обязанность платить налоги с этих денег и вряд ли, со временем придет осознание к тому человеку, который для вас это делает и, я думаю, он откажется в большинстве случаев. Вторая причина, почему этому не стоит делать, потому что у вас будет довольно опосредованное влияние на этот PayPal счет и вы не сможете напрямую общаться в кейсах на PayPal или с вашими покупателями, которые будут, кейсы, это жалоба, глубоко говоря, я позже вернусь к этой теме еще. Третий способ, которым пользуется большинство продавцов, это пользоваться услугами посредника, нас или наших коллег. И для тех, кто действительно выходит на большие обороты, существенные, есть смысл уже переходить к следующему этапу, открывать компанию за рубежом и открывать PayPal счет на нее. Итак, я попытаюсь изложить в одной табличке структуру себестоимости, которая у вас возникнет, когда вы захотите продавать на eBay. В первую очередь вы заплатите eBay за выставление лота. Либо не заплатите, первые 50 лотов дается выставить бесплатно, затем возникает плата. Все тарифы, которые устанавливает eBay, они очень зависят от категории товара, поэтому я не готов сейчас однозначно называть конкретные цифры в центах или в долларах. Комиссия за продажу тоже колеблется, в большинстве категорий она составляет порядка 10%. Дальше, когда у вас купили товар и вам оплатил покупатель, свою комиссию возьмет PayPal. Он зависит от того, в какой стороне находится ваш покупатель и от того, насколько большие обороты по вашему PayPal счету. Понятно, если вы пользуетесь посредником, то обороты максимально большие, и комиссия, соответственно, у этого посредника будет минимальная. Таким образом, комиссия составит 30 центов, это фиксированная плата, которая по любой транзакции, и плюс комиссия от суммы, которая составляет от 1,9%, если покупатель находится в Соединенных Штатах, либо выше до 3,4%, если покупатель находится вне Соединенных Штатов Америки. Дальше, комиссия посредника, которая зависит от того, каким посредником вы пользуетесь, 5% WesternBit, 9% CellerOnline, есть еще третий посредник с комиссией 7,5%, о котором я скажу позже. Дальше, есть возможная ситуация, когда вам придется заплатить sales tax. На примере нашей компании CellerOnline, мы являемся резидентом штата Калифорния, и поскольку формально мы являемся продавцом вашего товара, мы обязаны уплачивать sales tax. На eBay существует возможность настроить его так, чтобы этот налог платил ваш покупатель, а не вы, и на вас не перекладывалась эта ноша. Дальше, возникнет стоимость вывода денег из системы, которая тоже зависит от способа. Обычно, эта сумма равна комиссии, которую берет тот банк, или та платежная система, которой вы выводите деньги. Ну и стоимость отправки товара, которая зависит от типа, способа, веса, об этом сегодня говорили, эти деньги платятся непосредственно почте. Самый частый вопрос, который я слышу, особенно если речь идет о сравнении нас и наших коллег, мы не называем их конкурентами, мы называем их коллегами, потому что, как говорит мой старший партнер из нашего американского офиса, рынок большой, места хватит всем. Поэтому мы коллеги, чем мы пытаемся отличаться от наших коллег на этом рынке, уровнем клиентской поддержки, в первую очередь. Как я сказал в начале, большинство сотрудников нашей компании физически находятся в Украине, я живу в Киеве, я тоже хожу по этим улицам, захожу в эти банки, захожу в почту, я понимаю, чем живут наши клиенты, и, соответственно, общим образом мы стараемся ставить работу с нашими клиентами, понимая их потребности. Высокая степень автоматизации, мы идем по пути минимального количества сотрудников, но максимальная автоматизация всех процессов, начиная от распознавания платежей, которые, вы должны понимать, что все платежи заходят на один единственный PayPal счет, а клиентов сотни и тысячи, и система обучается так, чтобы автоматически распознавать, и в течение 10-15 минут деньги должны оказываться на счету в личном кабинете конкретного клиента. И так далее, все, что касается возвратов, контроля фидбэков, которые оставляются нашим клиентам на eBay, контролю того, доставлена посылка или не доставлена в той или иной стране, это тоже мы пытаемся и стараемся, и у нас это, в принципе, получается автоматизировать с тем, чтобы клиенты испытывали минимум неудобств от пользования посредникам. Лояльность к новичкам. Мой коллега перед этим говорил о том, что для новых клиентов существует определенное ограничение, которое заключается в том, что в нашем случае по первым 30 продажам деньги становятся доступны продавцу только после того, как посылка доставлена покупателю. И иногда бывают ситуации, когда обращается клиент, говорит, вот я еще не дотянул 30 продаж до статуса проверенного, а у меня деньги закончились, мне вот сейчас пришло 5-7 заказов, а мне их не на что отправить. То есть клиенты испытывают определенные неудобства по поводу замораживания оборотных средств, и в таких ситуациях мы готовы идти навстречу, мы готовы смотреть, на каком этапе вообще находится отправка его. Может быть она уже вылетела из страны, и в принципе эти деньги можно взять на себя риск, и эти деньги разблокировать клиенту, и мы идем по этому пути. Все подобные обращения поступают мне лично, и мы с клиентом общаемся, и разговариваем о том, как высвободить часть оборотных средств для того, чтобы он мог работать дальше и зарабатывать. Понимание украинских реалий и предложение индивидуальных решений об этом я уже сказал, то есть все тоже о том, что мы готовы индивидуальный подход находить каждому клиенту. И еще одна большая тема, которую Юля просила светить, о том, что многие клиенты сейчас наши стремятся начинать вести деятельность официально, ведь все-таки вы зарабатываете, и государство может претендовать на часть вашего дохода в виде налогов, и если вначале это было все абсолютно серо, то сейчас идет тенденция к тому, и каждый день я общаюсь с клиентами, которые говорят, что я хочу открыть ФОП, хочу платить налоги, и мы предлагаем конкретное решение по этому поводу. Вы как ФОП можете принимать деньги в долларах, вы как ФОП можете принимать деньги в гривне, и платить налоги, спать спокойно, и тем самым и наш бизнес становится более цивилизованным, несмотря на то, что само его наличие в этой стране непонятно. Это я сравнил нас с нашими коллегами, говоря о том, что комиссия наша почти в два раза больше, чем у наших коллег, тем не менее, мы занимаем место среди сайтов украинской аудитории, мы находимся на месте номер 7500, и при этом растем. За минувший месяц мы видим, что 120 новых наших клиентов сделали по своей первой продаже, и при этом только 20 из них, не из них, а при этом только 20 клиентов по какой-то причине остановили продажи, они могли перейти к другому посреднику, они могли уйти в отпуск, их магазин могли забанить, причины на это могут быть разные, мы с этим работаем, но тем не менее, соотношение 120 к 20 дает определенную картину. Это другой наш проект, он называется okcheckout.com, он существует с 2009 года, немногие о нем знают, но тем не менее, он есть, и его комиссия составляет 7,5% от суммы сделки, и при этом все те фичи, все те бонусы и автоматизации, которые есть на селлере, они автоматически имплементируются здесь, в этот сервис. Очень больная тема, диспуты и жалобы на PayPal. Для начала, какие виды жалоб и диспутов могут вам предъявить ваши покупатели? Первое, купил, но не получил. Не получил по какой причине? Не получил по причине того, что вы ему еще не отправили, почта не вовремя довезла, почта потеряла, почта постучалась в дверь, не открыли, оставила уведомление, вернули назад на почтовое отделение, так часто бывает, а вы не пришли. То есть покупатель ваш, ваш покупатель не пришел, не забрал такой товар, несмотря на то, что вы все сделали добросовестно, посылку отправили, посылка доехала, но покупатель ее не забрал, он ее не получил, по правилам PayPal, он подает диспут, который приводится в жалобу, и деньги ему возвращаются. Посылка при этом возвращается к вам назад. Печальная ситуация, периодически бывает, но это стоит отнести к тем рискам электронной коммерции, которые есть. Следующая ситуация, диспут о несоответствии. Купил зеленый, получил красный, купил новый, получил бэушный, купил три, получил два. Свадьба была две недели назад, пришла только сегодня, и так далее. Ситуации разные, тоже рассматриваются по стандартной процедуре на PayPal. Обычно самый лучший исход в такой ситуации это получить возврат товара назад и вернуть деньги. Есть еще возврат денег без возврата товара, или есть возможность обсудить частичный возврат, если, допустим, что-то пришло поломанное, его можно починить за какие-то копейки, чтобы не гонять туда-сюда товар и деньги, то можно договориться напрямую с покупателем о частичном возврате. Третий вид проблемы об неавторизованном платеже. Либо у покупателя могли действительно украсть PayPal счет или карту, либо он забыл, что он купил, или купила дочка, пока родители спали и так далее. За эти годы, сколько мы на этом рынке работаем, было много таких ситуаций. Если вам удается подтвердить, что покупатель в своем уме и вы с ним переписывались, и он купил, и указал свой адрес, и все, отправили, PayPal не станет удовлетворять эту жалобу, ну, а может быть наоборот. Еще одна группа проблемных ситуаций, она лежит вне плоскости PayPal, а это та ситуация, когда чаще всего американский покупатель смотрит выписку по карте, не может понять, что он купил, звонит в банк, отменяет покупку, и банк предъявляет претензию PayPal, PayPal предъявляет претензию вам, как продавцу. Это очень такой тяжелый вид диспутов, потому что его нельзя решить напрямую в коммуникации с PayPal, PayPal на вашей стороне, общается с банком, это затягивается на месяц, и очень неприятная ситуация, но процент этих ситуаций не очень высокий, поэтому это можно просто заложить в виде какого-то там доли процентов в себестоимость ваших товаров. Поскольку тема сегодняшнего мероприятия eBay, то надо отметить, что у eBay есть собственный Resolution Center, и, вероятнее всего, покупатель, если вы продали ему товар на eBay, то он обратится в первую очередь на eBay, прежде чем на PayPal. В принципе, возможны обе ситуации. Обе ситуации. А если покупатель обращается в eBay Resolution Center, то eBay блокирует деньги на PayPal счету нашим, то есть, по сути, ваши деньги, и все разбирательство проходит именно на стороне eBay, между вами, как продавцом, и вашим покупателем. Мы никак не можем повлиять на эту ситуацию, мы видим только, сумма заблокирована или разблокирована. То есть, в ваших руках все инструменты, все ниточки с тем, чтобы общаться с вашим покупателем напрямую через eBay. Блокировки аккаунтов. Еще одна возможная проблема, она возникает нечасто, но она связана с тем, что все клиенты одного посредника пользуются одним PayPal счетом. Если кто-то из клиентов когда-то где-то там сделал что-то неправильное, то это может бросить тень на остальных клиентов. Несколько лет назад была целая волна таких блокированных вакбанов, решалась всеми по-разному. В последние годы таких ситуаций не возникало. Вероятно, как-то оптимизированы логаритмы безопасности и в общем этого не было. Но вы должны понимать, что такой риск есть. Звучала уже эта тема. Что мы запрещаем? Запрещенные товары, в первую очередь, те, которые нельзя продавать по правилам eBay, те, которые нельзя продавать по правилам PayPal, те, которые нельзя пересылать по почтовым правилам, и плюс некоторые наши связаны с тем, что мы являемся с американской компанией, и не все товары можно просто так взять и продать в Америку. Это продукты, это косметика, лекарства, травки и так далее. Травки в смысле лекарственные травы. Тем не менее, клиенты пытаются продавать, и это довольно востребовано, но, к сожалению, приходится запрещать. Запрещенные схемы. К этому я отношу тот самый дропшиппинг, о котором была речь. Действительно, это проблема. Наша компания тоже запрещает эту схему, потому что она несет довольно высокие риски для нас, неоправданные. Условия для новых продавцов я уже озвучил. Это вывод денег по первым продажам только по факту доставки. Но, причем, есть такой нюанс, мы готовы оценивать, доставлен товар или не доставлен вашему покупателю, не только по трек-номеру, по ссылке, поскольку трек-номер не во всех странах отслеживается, как звучало. Мы готовы смотреть на фидбэки, оставленные вашим пользователям, даже скаминшот с переписки, если ваш покупатель написал, что все окей, там кукла нравится, окей, мы считаем, что кукла доставлена, раз она нравится. И мы на основании этого, если сумма товаров в пределах 150 долларов, то мы готовы разлакировать эти деньги даже без фидбэка или без подтверждения по трек-номеру. По цифровым товарам тоже есть ограничения, но не столь жесткие. Мы принимаем платежи за продажу цифровых товаров с Etsy.com и еще ряда площадок узконишевых, которые занимаются только схемами вышивок или схемой вязаний. Индивидуально нужно смотреть, кто автор. Если вы автор этой книги, мы готовы рассмотреть, и опять же, где вы будете ее продавать. Либо собственный сайт, либо площадка. Теперь я слушаю ваши вопросы. Добрый день, спасибо большое за информацию. Скажите, вы работаете по схоже, с кеми? У вас есть свой аккаунт на площадке, и вы предлагаете нам работать с него, или же мы имеем свои аккаунты и пользуемся только вашим юрлицом в Америке. И мы не предлагаем выставлять ваши товары на нашем счете на какой-либо площадке. Здравствуйте, Вадим. Я с вами неоднократно общалась, поскольку являюсь вашим клиентом 10 лет местами. Вопрос такой. Пора было бы уже, наверное, какую-то программу лояльности сделать, учитывая, что ваши тарифы в два раза выше, а мы вас не бросаем. Соглашусь с вами. Мы готовы, естественно, программу лояльности, она должна носить индивидуальный характер, потому что... Поэтому давайте общаться, подходите, будем разговаривать по поводу конкретных цифр. Сейчас все подойдут и скажут, что они тоже работали много лет. Еще есть вопросы? Да? Есть? Или нет? Нет? Хорошо, тогда я так понимаю, я думала, что тут, короче, с доставкой все понятно, с платежами все непонятно, оказывается, наоборот, все за доставку сетуют, вопросы задают, а в платежи все летают без проблем. Хорошо, спасибо большое. Все, тогда вам спасибо. Сейчас мы переходим в такой режим работы. Мы сейчас, Олег, откроют две темы, которые, ну, раскроют поэтапно, две темы, которые мы хотели бы вам озвучить. Это опыт клиентского обслуживания, как отвечать, куда отвечать, что происходит, как работать с возражениями, жалобами, диспутами, кейсами. И второй момент, как продвигаться на eBay среди других продавцов. все. Еще важный момент. Смотрите, у нас по времени, у нас автобус, который везет нас в Киев, два их осталось, они будут где-то в 18.30 выезжать, то есть мы до этого времени спокойно можем нормально общаться, у нас еще осталось чай, кофе, можно взять, выпить. Можно, кстати, взять там и прийти сюда, если кому-то удобно попить чай, кофе, то есть это и проблема тоже. Тогда мы где-то работаем час, ну вот, час 15, где-то вот так вокруг этой темы. Олег, прошу там ускориться по некоторым нюансам, чтобы все вопросы закрыли и чтобы, но я не знаю, как-то получилось целая картинка по этому мероприятию. Я постараюсь, я постараюсь, потому что это самое мое любимое тело, тема, да, я предпринимаю, да, я предприниматель и не статист, поэтому мне очень сложно говорить. Может быть, мы сейчас быстро, Олег, пройдет по своей презентации и дальше перейдем в дискуссионный зал, хорошо? Да, Олег, нормально так? Во-первых, во-вторых, возможно информация, я такой дотошен в этом деле, возможно в дальнейшей информации уже будут ответы, поэтому я постараюсь сделать так, как бы было запланировано, но немножко сжать. Да, да, сейчас, секунду. Ну, не знаю, не знаю, не буду обещать. Так, итак, где брать товары, какое, я вижу, что уже вы знаете. Обращайтесь к посредникам, не знаю, что продают люди. на самом деле, первое, для того, чтобы хорошо оказать клиентский сервис, нужно, конечно, товар разместить и продать. Где и как мы можем найти товар? Какой товар самый продающийся из всех товаров? Самый продающийся товар это все товары. Любой товар продается на ebay, только в зависимости от того, сколько он продается, и в какой срок. Еще раз, мне спрашивают, а что продается на ebay? Все продается. Это то, что разрешено ebay. Другой момент, сколько это продается. И, как вы видите, что правильный вопрос, с какого товара начать продавать. И вот здесь у нас поможет небольшая статистика. Первая статистика в том, что здесь видно, что 52% мужчин, которые покупают в маркетплейсах, 75% у литера и так далее. То есть, и самое интересное, то, что 30%, 39% покупают веб-сторс, и 31% в категории специфик онлайн. То есть, именно вот этот, наши последние параметры нам интересны. Если вы заметите, что женщины немножко больше покупают. Поэтому, я к чему говорю? о том, который ориентирован только на мужчин, это небольшой нюанс, небольшая ошибка. Нужно ориентировать так, чтобы товар, который даже если он на ebay, мужской товар, но чтобы он был немножко под женскую аудиторию. Это первое. И второе. Например, я вам скажу, например, я продаю один из кожаных изделий, это кауэр, паспорт кауэр. Как подарки мужчинам. Я так оформляю так, чтобы женщинам было интересно купить этот подарок своему мужчине. А не только покупать мужчинам. Следующее. Следующая цифра, которая поможет выбрать вам товар, это средняя, не средняя, а с какой суммой без проблем может расстаться американец. Это до 40-50 долларов. Это статистика. Вот этот товар, с которого можно начать, который вы можете быстрее продать, если вы будете выходить на товар с рынком, например, на рынок с товаром 500, больше 100 долларов, это будет его больше продать, проблемно продать, потому что у вас нет отзывов. У вас нет вашего имиджа. Поэтому я сразу говорю, хорошая тема в Астербит, продавать через аккаунт, но там у них уровень. Если я выставлю свой товар за 1000 долларов, он хорошо продаст. Но если я выставлю с нулевыми отзывами, это не факт. Поэтому будьте осторожны именно с тем, чтобы выставить первые свои товары именно с такой ценовой политикой. Это я только что сказал. И теперь, где и как найти сами товары. Если позволите, мне туда демонстрацию. Олег, Олег, я могу туда перейти на демонстрацию? Да. Я знаю, что вы все устали. Я не меньше. Поэтому постараюсь все сделать аккуратно, но сильно. Итак, первый момент. Сейчас я выведу на второй клан. Второй, третий, да. Вот он. Вот он, родимый. Сам eBay. Сам eBay это один из самых лучших поставщиков информации. Есть такой раздел в eBay. Он на каком печатает? На русском? Так. прошу прощения, сейчас сделаю по-другому. Эксплойер и eBay.com Сейчас оно переключилось. Так, так, так. Вот он. Сейчас его скопируем. eBay часто меняла свою страничку популярных товаров. Это один из тех страничек, которые показывают, какие товары на сегодняшний момент самые популярные. Вот они. Здесь и графики, продажи, суммы и так далее. Вот здесь можно найти первые свои товары, которые хорошо продаются на eBay. И можно также сделать категорию, разбить их по категориям, выбрать категорию, страну и так далее. Следующий момент. Я советую, например, если у вас уже есть свой товар, продается он хорошо или нет, можно определить из строки запроса. Так, строка запроса. Ну, давайте, любое слово ваше ключевое, у кого есть какой товар? Молчок, тогда я сам веду. Хорошо. Кауэр. Видите, выпадает? Обложка. Вот эти самые популярные товары, которые потребители ищут на eBay. Хорошо. Мне нравится вот это. Следующее. Это то же самое, которое ищет на eBay. То есть, более конкретизация. Таким образом, вы тоже можете найти более популярные товары на самом eBay. это первый инструмент. Второй инструмент. У меня далеко я не вижу. Далеко я не вижу, не вижу, не вижу. Сейчас, секунду. Сейчас это закроем, чтобы не было. давайте, чтобы туда не было. Да, давайте, чтобы задублировать. есть. Отлично. Заработало. И теперь давайте посмотрим следующий инструмент. Это MyEbay. Это MyEbay. Здесь нужно подключить Seller Hub. Seller Hub подключается очень просто. Он подключается через аккаунт Settings. Перед тем, каким пользоваться, я покажу, где его можно подключить на eBay. И заходим в подписки. И вот здесь из списка есть eBay Seller Manager. И вы здесь подписываетесь на не платный, а бесплатный Seller Manager. У вас появляется потом вот такое, видите, как здесь такие подписи, как Seller Manager. И тут же появляется GoToSeller Hub. Мы на него переходим и попадаем вот в окошко. И вот тут есть хороший инструмент Growth. Это Growth. Это инструмент, который бета-версия и он хорошо недавно появился. Ну как недавно, полгода примерно, насколько я помню. И здесь мы можем посмотреть уже по категориям. Выбираем нормальную категорию Home and Garden, которая самая интересная. Давайте возьмем Tools и Hand Tools Mixed. И перешли в самую интересную такую субкатегорию. Что мы здесь видим? Мы видим, что в этой категории идут сейчас повышения продаж. Раз. Ценовую политику. Сколько процентов по какой цене продается в этой категории? Два. Третье. Мы опускаемся ниже и видим в прямом, какие бренды продают больше всего хорошо или нет. Это если вы занимаетесь WoW Seller, то есть вы ритейлер. Если вы не ритейлер, то вы можете увидеть, какие типы продаются хорошо в этой категории. Какие комбинации слов, какие комбинации и так далее и тому подобное. То есть вот этот инструмент даст вам понятие, понимание, какой товар в данный момент актуален в этой категории и какие продажи в целом идут. Следующий момент, который можно использовать, тот же самый. я ввожу cover. Простите за произношение. Меня до сих пор eBay еле понимает. Вот. И вот тут мы выбираем категории, видите? Несколько этих категорий. Давайте посмотрим OKS для телефонов. Cover Passports на самом деле может быть и как для телефона, то есть мобильный телефон и паспорт. Вот он есть. Мы можем посмотреть, как идут в этом продаже, в этой категории продажи, какие все остальные здесь моменты мы также можем просмотреть. Второй момент, мы можем посмотреть вот такой же категории, этот же запрос, только в другой категории. И мы увидим, что он в данном случае может разниться. Давайте посмотрим MENs для MEN ов. Вот. Видите, здесь совсем другой. Здесь ровная площадка, продажа. И вот таким образом вы можете свой товар либо разместить в выгодной категории, либо подобрать именно товар, например, мужские кошельки. Вот в этой категории вы можете понимать, что сейчас размещать его нет смысла, а ближе к ноябрю есть, имеет смысл разместить эти же товары, не эти же, товары валют, и то, что касается кауэр, паспорт и так далее в этой категории. Это первый инструмент, который нужно научиться использовать и юзать его постоянно. Он здесь немного улучшается, немного модифицируется, но в целом оно примерно так работает. Следующий момент, который хотел бы затронуть, это внешние сервисы. Внешние сервисы есть достаточно много. Один из них это Watchout. Это тот поисковый сервис, который показывает не только какие товары популярные, но и в какой категории, также, по ключам, по странам и так далее. Вот здесь можно определить, какой товар сколько продается. Например, напишем наш же любимый уже всеми ковер-паспорт. И мы видим, первое, 197 с он почему-то нам показал совсем не паспорт. Вот он, ниже. Да, 1160 Watcher сколько, по какой цене он продается и так далее. И здесь можно подобрать товар, который популярный. Не тот, который по какой цене. Нет, на самом деле цена это второй вопрос. Вопрос популярности имеет, например, один и тот же продукт может продаваться по трем и то и пяти разным ценам. Поэтому здесь важно, что продается этот товар сейчас и сколько он продается. Давайте посмотрим в данном случае этот. Это наверняка китаец. Всеми любимый. наш да, Китай-Тайвань. Вот. Да, Китай-Тайвань. Я сейчас скажу, почему мне нравятся китайцы. Все их ненавидят, они мне нравятся. Так. И возвращаемся сюда. Давайте посмотрим более объективные цены. Тан-тан-тан-тан. тут то же самое. Следующий момент. Здесь можно посмотреть полностью, переходим на travel, на travel. и также мы уже посмотрим, что здесь мы, например, путешествия. Да, какие товары сейчас более востребованы. Мы переходим и смотрим, сколько продаж. 8 продаж USA. Отлично. Наши люди. Вот. И вот здесь мы можем посмотреть, сколько продаж. Не только за в принципе сколько продаж, но и сколько продаж за месяц, за неделю. Но не очень хорошо. Да, этот товар не очень хорошо. И проанализировать. Если товар идет по продажам, один товар в неделю, смысл вам завозить этот товар, если вы видите, тем более у него как топ-рейд, отличные показатели. И у него продалось 8 штук. Ну, есть ли смысл? Вряд ли. Это второй сервис, который можно использовать для поиска товаров. Сейчас, секунду. Следующее. GoodFit. Это тот же сервис, на те же функции, но он более объективно дает информацию по американским или по европейским рынкам. То есть, не там, кто продает из китайцев, а тех, кто продает уже качественные товары. И здесь можно заниматься не только Biden Now, но и eBay аукционами. Здесь более объективная информация по продажам на eBay. Следующий. Как он работает? Опять же, ребята, здесь достаточно долго, много разбирать. И вот тут видите, множество. Много. Здесь есть хороший мануал, и его просто нужно прочитать. Следующий. Wanted тот же самый, но самое интересное, самое интересное, это Google. Все. Вот он вам запрос. popular on eBay. Все. И можете тут смотреть, читать, видео, картинки, все что угодно и делать анализ. Вот тот способ, который поможет вам выбрать продукт или оптимизировать свой продукт, который у вас есть под те надобности, которые нужны в данный момент или на перспективу. так. То, что касается как найти товар, есть вопросы по нему? Поехали дальше. Конкуренты, работа с ними. То, что я сказал, что я люблю китайцев, я не в смысле как продавцов. Вот. Я это не зря говорю, потому что все китайцы очень хорошие ресерчеры. То есть они занимаются хорошим изучением рынка и по очень дешевой цене. Это во-первых. А во-вторых, они точно знают, что будет продаваться. Поэтому, используя поисковой запрос cover passport мы прежде всего можем посмотреть не best match, а новые листинги. Поверьте, продавцы стоп рейтером, они некоторые продавцы, не некоторые, а множество продавцов, прежде чем выставить товар, они изучают рынок. Вот вам работа с покупателем, с конкурентами. И новые листинги, они будут, скорее всего, хорошо востребованы. Но нужно искать не того, которого 10 тысяч инвентарей, а 1500, который думает еще о том, что он добавляет. Некоторые просто делает балк добавления, даже не задумываясь о названии и тайтлах. Поэтому здесь нужно смотреть на те товары, которые адекватные тайтлы. И, соответственно, эти товары хорошо будут продаваться. Вот. это второй момент, который можно использовать китайцев, конкурентов. второй момент. Действительно, по ценовой многие боятся, что цены перебьют китайцы. Не нужно этого бояться. Все и в Америке готовы ждать с Украины по ценам выше. Почему? Потому что все понимают, что китайское производство имеет двоякое отношение. Поэтому скорее всего купят из Украины, чем из Китая. Это из опыта, я говорю. Другой момент, что вы должны обеспечить хороший шипинг, сервис, доставки, обслуживание клиентов на английский язык и так далее. У меня стоит два товара, не здесь, а из Украины. Я их тестирую различными способами обката, с помощью их способа торговли. Так вот, из них продается конкурент на Китае около пяти тысяч. И они каждый день по одному, по две штуки продаются. Условно. Я просто говорю для того, чтобы вы понимали, что конкуренты это не проблема, их нужно научиться использовать для своего роста. Так же, как они используют листинги ваши. Следующий момент, который можно использовать для конкурентов, это анализ листинга. Что начинали с листинга? Это давайте зайдем на этот красивый цветочек, кошелечек. Первое. Мы смотрим шиппинг. Отлично. Location USA. Стоимость хорошая, недорогая. Второе. Мы смотрим и не видим. Смотрите, какое описание. это описание товара. Ни одной продажи. Все, этот человек, этот селлер, скорее всего, у него миллион дополнений. Давайте другой разберем. Вот этот, который стоит звездочки. По 0,1 это бит. Это скорее с расставки. Но мы для примера. Ну, давай подгружай. давайте на продвижение сосредоточимся. Да, и важно сделать анализ листинга. Первый листинг. Это item specific. Вы должны посмотреть, насколько он заполнен. Второе, это описание дизайн листинга. И третье, это условия доставки, которые у него существуют. Это два. Следующее. Нужно посмотреть, сколько продаж по этой цене и по этому оформлению. Следующее. Анализ конкурентов можно делать через внешние сервисы. Это Zika Analytics. Там же заниматься продвижением своих через этот сервис. Вы знаете про Zika Analytics или рассказать? Знаете про продвижение. Это одному человеку продвижение. я говорю со всей аудитории. Zika Analytics знаете или сказать? Поехали. Zika Analytics это инструмент, который позволяет анализировать и продавцов и товары по продажам не по количеству проданного товара, а не по количеству выставлено товара, а по количеству проданного товара. Это очень важно. Потому что многие тратят время на то, чтобы найти товар, а потом на сколько он продается, какие у него фидбэки и так далее. Поэтому Zika Analytics этим и занимается. я сейчас вам показываю его стоимость, чтобы вы понимали. Это месячная плата и годовая плата. Это стоит денег. Я советую всем, кто только для начала этого не покупает. Но если у вас пошли уже первые 10-15 продаж в неделю, смело берите и это очень хорошо оптимизирует ваши продажи, ваши инвентари. Поэтому вот эти моменты, инструменты, о чем я говорил, что за сервис нужно уметь и желать платить. Хорошо, идем дальше. Запрещенные товары мы прошлись. И теперь я вижу, что чина убежала. Вот она. И теперь небольшой момент по тому, как продвигается товар. Кто из вас занимался, интересовался продвижением? Понятно? Идем дальше. Один, два, три. Есть основные моменты, которые отвечают за продвижение. Есть два основных источника. Это внешний трафик и внутренний трафик. Внутренний трафик зависит от Кассини, от поискового робота Кассини, который прописан, работает в eBay. Он ориентировался по трем основным параметрам. Первое, это тайтл. Второе, это фотографии, их количество и описание. К чему это я говорю? Видите, вот здесь описание совсем не очень хорошее, но при этом продаж много. Так компенсируется ценами. Если вы начинающий продавец, у вас не 40 тысяч отзывов, вот такое вещь у вас не пройдет. Что я советую? Советую, первое, оптимизировать тайтл. Как он оптимизируется? Используя конкурентов. Второе, что значит конкурентов? Мы в тот же вносим, например, берем travel passport. Нам интересна эта тема, нам нужен тайтл интересный. Мы его сюда вводим. Что мы здесь видим? Все, которые здесь выпадают слова, мы подбираем, которые нужны нам для нашего товара и вставляем его в наш тайтл. Так мы подбираем один или два тайтла. Второй способ, который используется, это опять же наш любимый growth. Вот здесь мы можем подобрать те же слова, которые я уже показывал, те же слова, которые популярны в категории, но и здесь мы можем подбирать не только слова, но и конкуренцию этих слов. То есть мы можем их менять местами, мы можем создать разные фразы и тестировать их в нашей категории. Третий момент, когда мы создали сам тайтл, я рассказываю самый простой способ. Когда мы составили тайтл, мы должны его проверить. Если вы составили тайтл, забили его, но у вас, например, выдача 10, по вашему тайтлу, выдача 10 товаров, вы можете представить сколько вы его продадите. Поэтому желательно составить так, чтобы у вас выдача было не меньше 50 запросов по вашему тайтлу, и, соответственно, вы сможете тогда по нему продавать. Это первое, что касается тайтла. Кроме того, внутренней работы с eBay. Следующее, это есть такой сервис бесплатный тайтлбилдер. Вот здесь можно также подобрать различные тайтлы с помощью ключевых слов в вашей категории или вашего товара. Вы предварительно выбрав, конечно, страну, в которой вы хотите торговать. На eBay и так далее. На eBay. Следующий момент, который я советую использовать WordTracker. Есть такой сайт WordTracker. Сейчас, секунду. Здесь для eBay это оптимальный сервис. Почему? У Амазона более мощные, если говорить опять же сравненно с Амазоном, у него больше, более мощные требования к поисковику и так далее. Вот eBay он ориентирован хорошо на Google, на Google поиск. Соответственно, здесь вы можете использовать также слова, выражения, которые и найти для своего аккаунта, для своего товара, и предложить его, протестировать его на на ebay через поиск. По тайтлу понятно или идем дальше? Отлично. Идем дальше. Вопросы есть по нему? Хорошо. Следующая фотография. количество фотографий не только влияет на продажу, но и опять же на поисковой запрос. Очень важно, чтобы у вас было не меньше шести фотографий, а желательно двенадцать. Все двенадцать фотографий были забиты у вас. Разрешаются повторы. Очень хорошо приветствуются такие коллажи. Вот поэтому вы можете повторять. видите, вот здесь повторяется в различных ее формациях, но и тем самым вы заполняете полностью свою фотографию. Но я вам советую сейчас здесь скажу фишку, которую я давно ее разработал, которая повысила у меня продаж на процентов десять. Первое. Есть такая программа, которая отвечает для скрина. Кто умеет делать скрин с экрана, знает, что такие программы есть, мы делаем скрин описание в данном случае вот этого всего дела и вставляем либо отдельная фотография, либо там, где есть место для этого. Можно сюда белым фоном вставить. Для чего это делается? Я еще раз повторю, что продажи в основном вот таких вещей недорогих идет с мобильных телефонов. Поэтому человек, который просматривает фотографии, он сразу увидит описание. Она его зацепила, он идет дальше, просматривает уже айтем специфики, все, что касается шиппинга. Это то, что касается фотографии. По ней есть вопросы? Нет. Идем дальше. Отлично. Теперь следующее. Самая большая проблема это создание descriptions. Вы на самом деле продаете не товар, как многие могут подумать. Вы продаете образ товара. Поэтому вот такое на старте это в минус и вашему товару, и вам как продавцу. Потому что если вы здесь недостаточно правильно опишите или недостаточно подробно опишите свой товар, вам возврат будет, скажет, а у вас товар не так-то не было в описании, я этого не знал. То есть подробное описание товара должно присутствовать в листинге. Это первое. И желательно опять же какая-нибудь фотография, которая более-менее демонстрирует те или иные ключевые моменты вашего товара. Следующий момент. HTML. HTML опять же приветствуется. Все, кто не сталкивался с HTML кричат, я же не знаю как его делать, я с этим не разбираюсь, не надо разбираться. Вы его запретили? Нет, вы что? Вы что? Есть такой сервис DSM Tool. A&B запретил активный актив контент, то есть различные скрипты. Видите DSM Tool? Всем видно, да? Отлично. Теперь мы заходим в Rapid Elaster. Это он бесплатный. Это один из моих таких аккаунтов, который занимается автоматизацией продажи. И вот здесь давайте я прямо сейчас создам у вас один из HTML шаблонов на основе Амазона. Здесь берется iSEN. Там есть нюансы работы с этим, но я вам показываю, как это можно сделать. Как это делать с автоматом? Сделать свой листинг уже готовый. Просто поменять его данные. Здесь мы выбираем шаблоны, любые шаблоны, которые вам нравятся. Давайте возьмем, если это GIFT Shop, и выбирайте сайт, и делаем импорт. Мы еще не размещаем товар, мы просто делаем шаблон. шаблон. Все, шаблон у нас готов. Мы его можем вот здесь опуститься. Сейчас он подгрузится. Так. Сейчас, сейчас. Вот он, готов. И вот здесь уже подкорректировать, например, заменить фотографию, заменить описание, подкорректировать описание, и так далее, и так далее. То есть полностью подкорректировать вот здесь, в визуальном редакторе, и сделать вот такую, вот такую вещь. Да. И вставить это в создание, когда вы создаете аккаунт. Когда вы создаете товар. Все. У вас HTML готовый. Сложно создать? Нет. И то, что интересно, что эти все бесплатные сервисы, которые помогут на основе своих шаблонов создать свои шаблоны. Поэтому HTML приветствуется, и желательно, чтобы ваша картинка была в HTML. В HTML. Хорошо. С шаблоном description понятно? Идем дальше. Количество знаков очень важно на самом деле для серчинга. Важно, чтобы было написано подробно, но не растянуто. Важно, чтобы было более подробно описано ключевые моменты, но не должно превышать 300 знаков. Это по опыту. Как это я знаю? Как говорят в Одессе. Да, описание. Есть отличные сервисы, CrazyLister, которые оформляют листинги. У них отличные блоки есть. И вот здесь выставляются небольшие статистики. Если вы посмотрите по статистикам, что больше всего продается товаров до 300, 400 и так далее, и так далее, и так далее. Вот здесь можно посмотреть по дескрипшенам и так далее. Именно по дескрипшенам какой анализ можно провести по словам в каждой категории. Поэтому, выбрав описание, 300, ну, может быть, 400 символов, если совсем такой хороший товар, красивый, и вы хотите продать для описания. Что 300-400 слов в обновлении знаков. Прошу прощения, слов, слов, да, слов. Я прошу прощения. У меня сейчас другая тема, да. 300-400 слов. То есть вот здесь важно, чтобы вы это понимали и работали именно с этим описанием. Второе, в описании. Если вы посмотрите на шаблон, то какие бы у вас не были там прописаны уже хорошо бизнес-полис, то есть настройки доставки платежей, доставки, в принципе, не доставки, получения платежей, доставки товара, возвратов, обязательно здесь нужно это все продублировать и прописать. Чтобы не было вопросов, если вопрос стал у вашего клиента, вы сказали, это не только у меня в настройках, но и на листинге. И следующий хак, который я вам расскажу, eBay-хак, не знаю, насколько он для вас будет воспринят, но я делаю очень просто. У меня есть, например, этот товар, так, 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 вот, да, Game Trons, игра, и, так, сейчас зайду на eBay, и у него есть уже отзывы, по этой игре уже продавалось много тысяч раз, да, и я могу эти отзывы скопировать за товар, не на вас, как продавца, а именно за товар. Недавно eBay буквально в этом году разрешил оставлять отзывы, не покупая товар, но и в том числе тех, которые купил, они очень хорошо также оставляют отзывы. Сейчас я найду пример. Ну, вот так. Вопрос какой-то? Вопрос какой-то есть? А вот так. И бы я разрешил. Это не ко мне. Вот, например, не сами себе, на товар, на любой товар, кроме вашего. Вы не можете купить, а зайти, оставить отзыв. Проэкспериментируйте. Будет время. Например, ну, хотите, я вам сейчас оставлю, хотите, сейчас оставлю отзыв кому-нибудь из продавцов? Давайте. давайте. Смотрите, я захожу, например, на этот сайт. Я не буду и... Сейчас, секунду. Опа. Секунду. на этом нет. На этом нету, на этом нету, на следующем, которые были продажи. вот смотрите. В write iReview я захожу и могу оставить любой отзыв. Видите? Сюда напишу и все. И товар, и отзыв приклеится к этому не товару, вернее, не продавцу, а к этому товару. Понимаете? Отлично. Идем дальше. Итак. Давайте, как найти отзывы? Достаточно просто. Мы включаем фильтр sold item проданные товары и ищем эти самые отзывы по звездочкам. здесь нету. Сейчас, сейчас, сейчас. Хоть один, чтобы продемонстрировать. Ну, какой товар? Давайте мой любимый. вот отзывы. например, здесь. Мы делаем скан этих отзывов, только желательно пяти, да, четыре-пять звездочек, да, и можем их отсканировать, то есть сделать программой скан и вставить их уже опять же в свой листинг сюда, как фото. Либо в конце листинга, либо где-либо, либо в конце листинга, в том месте, который вы считаете нужным. Это очень хорошо, именно в чем смысл? В том, что вы продаете этот товар или похожий товар, и, соответственно, вы можете оставить листинг. Это то, что касается, например, по дропшиппингу. Если чисто ваш товар, у вас только можно сканировать, опять же, у вас уже есть положительные отзывы, например, на вашем аккаунте, просто на вашем аккаунте. Вы заходите в свой аккаунт и то же самое делаете. Это я показал по товару, а здесь по аккаунту. И делаем тот же скан положительных отзывов и размещаете у себя на листинге. С этим разобрались? С дескрипшеном? Да. Отлично. Теперь дальше идем. настройка доставки. Кто использует бизнес полис на ebay? Кто торгует? Кто-нибудь торгует? Есть один человек. Хорошо. Что такое бизнес полис? Это автоматическая настройка ваших условий. Если вы не подпишетесь на бизнес полис, то вам нужно будет вводить данные по доставке, по приему платежей, по возвратам и так далее. Бизнес полис, когда вы подписаны на этот сервис, он бесплатный опять же, у вас уже все автоматом прописан здесь. Видите? Я только могу выбирать, создав листик, могу его выбрать при создании листинга. Очень важно, чтобы это были, например, здесь у меня идет этот товар с поставщика склада американского, чтобы он был, видите, здесь все должно быть прописано, все должно быть прописано от А до Я. И внимательно к этому относитесь, потому что шипинг это один из тех вопросов, которые могут создать больше проблемы, чем все остальные. Примерно так. Вот таким образом оптимизуется внутренний трафик. Есть вопросы по нему? Нету. Закрываем. Пожалуйста. Внешние ссылки на страницу товара влияют? Они запрещены. Будут ругаться. То есть в дескрипшене я не могу ставить? Нет. Нет. Какой ссылки? Внешние ссылки запрещены в дескрипшен. Нет. Разрешены. Она никак не влияет на выдачу. В смысле вы имеете в виду, что у вас есть товар например в магазине на фейсбуке и вы сделаете ссылку на свой ebay аккаунт и это как-то должно его продвигать. Да? ZEO? Нет. По моим опыту создания то, что он может создать определенное видение например что видение определенное видение его в гугле тогда да. но не на ebay на прямой ebay это никак не повлияет на выдачу ebay ebay повлияет на выдачу только само кассини но в гугле возможно будет выдача положительная это то что касается внутреннего трафика еще есть вопросы? нет если у вас если вы торгуете товаром своим то я не рекомендую ставить вот такие дни почему потому что вы продали у вас товар у вас ваш листинг упал и ваша история продаж пропала то есть у вас там 1 2 3 продажи там штук да сколько вы продали она тут же пропадет поэтому нужно ставить до отмены в любом случае если это ваш товар чтобы у вас была история продаж раз второе по тому сколько дней ставить это больше это если есть во первых есть marketplace вне marketplace и в store такие вещи как скидки лучше через них идти это 2 и третье вот такие вещи которые вы говорите в выдаче лучше она дается только при том случае если вы выставили товар как аукцион то есть там есть на ebay что вот-вот закончится но на байт такого нет то есть купить сейчас такого нет это для аукционных товаров вы можете поставить но это я же говорю у вас просто товар я не знаю для чего я вам говорю как это работает а может просто я там говорю если вы поставите 3 5 7 дней и 30 дней история продаж проведет вдруг у вас там один товар есть да грубо говоря который вы хотите продать и поставили там через 7 дней он у вас ну поставили 7 дней продажи вы находитесь в Америке я так думаю опять же визу могу придумать что-нибудь ситуацию вы находитесь в Америке и вы хотите продать вот этот же товар внутри Америки поставили 7 дней потому что вы там находитесь 7 дней условно Ну, я говорю так, что это можно использовать, но если вы его используете как для своего товара, история продаж пропадет. А новый листинный товар как-то выдается? Первый? Да. Первые полчаса он хорошо висит вверху, там есть такой раздел «new listing». Вот сразу к этому вопросу. У них написано, когда они на своей площадке, они выкладывают в прайм-тайм. Какой прайм-тайм все-таки? Тогда лучше листить товар, когда больше покупатель сидит на ebay. А выходные вечер, естественно. Ну, почему, естественно. Нет, нет, здесь спорить не нужно. Здесь спорить не нужно, есть статистика, четкая статистика. Можно, конечно, сказать, что вот этот товар тогда уходит, тогда офисные товары, потому что я сижу за компьютером, но опять же опыт показывает, что я выставляю товар с утра, например, по ихнему времени, это в 5 часов вечера по-нашему, да, я могу выставить с утра и через каждые 2 часа выставлять новый товар. Для ebay это сигнал для того, чтобы быть, о, это живой аккаунт, он все время работает. То есть, начиная с самого утра, если вы начнете выставлять, то и постепенно обновляет этот рывок для ebay, для кассини, это хорошая тема, чтобы поднимать ваши товары выше. Когда она продается, я вам скажу, что каждый товар продается по-своему. Один лучший вечер продается, который человек может легко зайти, он за чашечкой чая его может легко купить, да, это такой подарочный. Более потребительские товары могут купиться в течение дня, и поэтому здесь важно, чтобы они постоянно были вверху по выдаче. А для этого делаются вот такие тайминги, поэтому там говорится, например, вот здесь, в DSM Tool, есть такая вещь, как через каждый час выставлять товар, через каждые 2 часа выставлять товар. Где-то есть? Ну, вот он сервис, который я показал. То есть, есть специальный сервис, который занимается автоматизацией продажи вашей на ebay. Еще раз. DSM Tools, который я только что показал, и AutoDSL Tools. Все эти вещи, опять же, будут у вас ссылки и даны. Если потом в 2 недели выставляете товар, а за 1 сутки выставляете? Не имеет значения. Да, у вас уже должны были пройти продажи, если хороший товар, в течение недели хороший товар уже начинает продаваться. А он уже за листенный товар может потом при следующем выстроить? Нет. Когда при реалистике? Он дальше, он дальше, дальше Кассини, когда у вас товар начинает продаваться, у вас, он идет, опять же, по опыту. Он смотрит, есть у каждого ebay листинга ID. Вот в этом ID записана вся информация, сколько у вас стоит и так далее. И чем? Если вы будете оптимизировать тайтлы, Кассини это видит. Если вы занимаетесь обновлением количества, Кассини это видит. Вы занимаетесь ценой, играете ценой, Кассини это видит. И это очень полезно для вашего листинга в данном случае, что движение на аккаунте существует. Только так можно активировать вот этот листинг, который может продаваться. Хотел бы еще вернуться к вопросу, он взял по поводу внешних ссылок в дескрипшене. То есть сейчас активный контент запретили. У меня, допустим, есть видеоинструкция к моему товару, которая загружена на мой YouTube-канал. Ссылку я не могу в дескрипшене отдавать на свой YouTube-канал. То есть в принципе, я видеоконтент, его в плане промоушеного доступа никак не могу показать. Нет, пока нет. Но есть такой крэйзи листер, который показывал блог, и у него статистику по словам, да, количество слов. Он эту, у него есть сервис такой, что не сервис, они нашли решение. То есть выставляя через них, вы можете выставлять. Если вот у меня есть мой товар, который выставляет красивые листинги через них. У них там и шаблоны, они адаптировали актив контент в том числе. Кто там могу интегрировать? Да, через них, зайти на eBay. То есть, так же самое, как я делал только что листинг, то же самое делается через них, только там можно еще вставлять все эти видео в виде штучки. Там стоит 10 крэйзи листер. Там стоит от 9 долларов и выше, в зависимости от количества. Это подписка какая-то? Подписка. Да, можно подписка. Но нет, здесь не пройдет. Если крэйзи листер, вы отказались от оплаты, у вас нужно убирать этот листинг, потому что там такая красная появляется полоса. Оплатите, пожалуйста, листинг. По созданию листинга есть еще? И оптимизация? Сколько символов? Где? Ну, воспринимает московая машина. Разрешается 80, но рекомендуется 30-40. Сейчас я иди сюда, я смеку, но можно? Есть еще кастомер-сервис небольшой. Не совсем по листингу, по листингу, по листингу, в принципе, все, нет, больше подробно. Дуэт у нас был очень интересный, если вы выводите. Я бы хотел вас спросить, как вы отвечаете? А чем вы будете? И какой у вас? Серьезный вопрос. Ну, я постараюсь, простите, на трансляцию не буду отвечать. В частном общении я могу вам рассказать, как это дело. Но в целом, я вам говорю, что я занимаюсь сейчас полностью легализацией своего бизнеса. И для этого я подключаюсь сейчас с ребятами больше. И если... На самом деле я выхожу только на тот момент, который, ну, интересно легализовать. И я всем советую, как бы там ни ругали нашу Украину, надо хоть... Я все равно буду легализоваться в той или иной степени. И налоги платить, да, собираюсь. Как вы вроде в начале диалога сказали, что мы уловы и прибыли. Да, совершенно воль, совершенно воль. Это один из них. Ну, один из них. Да. Если вы следите за вашим Фейсбуком, собственно, связка достаточно приятная. Ну, да. Это то, что можно увидеть, да. И то, что есть, то есть, поэтому легализация моя стоит сейчас на первом месте. И я не боюсь, если ко мне будет обращение, все эти... Я как декларирую все свои доходы. Восьмых процентов я откладываю. Спасибо. Я так думаю, что мы уже пришли в вопрос... Кастомер-сервис. Или по презентации, если вы хотите. Есть еще вопросы по листингу? Давай дальше. Я включу. Хорошо. Хорошо. Просто сайт включить, а там его нет. Сам сайт просто, ИБС-ки. Угу. Мы пока оставим так, потому что есть некоторые моменты, которые можно только декларировать и написать будет, вернее, читать дольше, чем говорить. Итак, кастомер-сервис. По большому счету, из моего опыта, ИБС не только важно, что вы продаете, но больше важно, как вы это делаете. Какой вы оказываетесь сервис-покупатель. Например, у вас произошла какая-то проблема с товаром, с шиппингом. Ну, не важно. На вас открыли, и даже еще не открыли кейс. И вы пишете в ИБ, ребята, там мне какой-то неадекватный латинос и хочет меня убить. Что мне делать? Он говорит, решайте сами. И вот ваша задача как продавца, как профессиональный сервис, научиться договариваться с вашим покупателем. Если ИБ видит, что у вас переписка, у вас адекватная реакция на агрессивных, особенно латиносов, вот, это я своего опыта, то он видит, что вы решаете, решаете, хотите решить проблему, да, и еще не открывается кейс. Если ИБ видит, что вы из переписки, опять же, что вы можете решать проблемы, и на вас открылся кейс от того же человека, они что делают? Они в первую очередь читают вашу переписку с ним. Если видят, что на вашей стороне адекватность, на вашей стороне вы все делаете для того, чтобы ему помочь, не ему помочь, а решить проблему, то ваша поддержка ИБ будет на вашей стороне. Это первое. Второе, на ИСА клиентская поддержка осуществляется только через звонки. На UK можно через чат. Но я вам открою небольшой момент, то, что на Facebook есть такая страничка eBay Global, русскоязычная поддержка. Там есть такая Ольга, очень отзывчивая. И она многим нашим ребятам помогла и с аккаунтами, и со всеми делами. В России есть контактация? Это не контакт, она только через страницу eBay Global. Есть eBay Global, это русскоязычное представительство, вот скорее всего, Илья этим и занимается. Это eBay Global? Да, eBay Global. Нет, есть eBay Комп, там есть контактация, пишите. Ну это, да, можно так на англоязычном, но у нас чаще всего решаются проблемы быстрее с русскоязычными. Опять же, если у вас хороший английский язык, да, eBay Комп. Смотрите, у нас же 18-й архитектоксис, я призываю очень четко, в марте, пройтись по этому. Хорошо. У нас есть 20 минут на презентацию, 10 минут, последний кофе внизу, пока все ее печали будут получиться. Все, кто-то знает, кто-то знает, кто-то знает, кто-то знает, и он продолжает. Хорошо, и последний кастомер-сервис, есть три вида кастомер-сервиса, есть отмена покупки и возвратка покупки. Что я советую делать? Если пришел заказ, не делайте сразу оформление заказа, это очень большая проблема. Подождите, выждите час, два, три, пусть человек отстоится его от желания, потому что многие приходят, или ребенок купил, или по ошибке, или нашел дешевле, и говорят, отмените заказ. Это лучше сделать, отменить заказ, чем оформлять возврат. Поэтому вот такой небольшой кастомер, то есть работа с клиентами заключается в неиспешке обработки вашего заказа. Раз. Второе. Когда у вас происходит возврат, многие говорят, действительно, если у вас товар находится, вот мой товар находится в США, это и возврат США на тот же адрес. Но если мой товар находится в Украине, и возврат тоже возвращается на адрес в Украине, то ваш клиент сто раз подумает, возвращать ему за эти деньги или нет. А что это значит? Это значит, что вы можете договориться с ним на пол скидки, да, с 50 на 50, то есть на частичную скидку, на какую-то компенсацию, на подарок достаточно. То есть научиться не только говорить, давай возврат, надо возврат, нет, научиться работать с возвратами именно в таком вопросе, чтобы товар остался у человека, но при этом вы дали ему какую-то скидку и научились договариваться, чтобы у вас меньше было возвратов на вашем аккаунте. Тем самым вы будете, у вас хорошо отражается будет для вашей метрики в самом аккаунте. Вот то, что хотелось затронуть именно по Customer Service. Но это целая площадка в том, что различный, целый пласт, различные способы общения с поддержкой с клиентами. И это можно разбирать только по индивидуально. Вот, в общем, она так выглядит. И теперь еще небольшую заметку по тому, как внутреннему трафику. Есть такая подписка, как Store, да, магазин. Там очень много промоушенов, но мало кто знает, какими пользоваться. На самом деле, они все время в разработке. И человек, который занимается продвижением своих товаров через магазин, должен понимать, что он не обеспечивает 50% продаж. Он обеспечивает 10-20% роста продаж. Ну, уже хорошо. И есть вещи, которые... Когда брать магазин? Многие набирают. У меня 5 единиц, я возьму себе магазин и буду продвигать. Это никак не повлияет на ваше продвижение на самом деле. Почему? Потому что у вас маленькая инвентарь. Ему неинтересно. На ebay у вас 1-2 штуки. Ebay интересно, чтобы у вас было 3 больше штук, единиц. И тогда вот можно, чтобы ваш подключатель же ebay store. Например, у вас должно быть 150-100 единиц для того, чтобы подключить ebay store. И, естественно, он должен быть окупаем, потому что там есть годовая подписка, месячная подписка. Годовая подписка стоит около 30 долларов, если я сейчас не ошибаюсь. Потому что я за год купил 25 долларов, да, и я сейчас не помню. И они должны как минимум окупаться, поэтому это стоит денег и это должно окупаться. И если у вас продажи на эту сумму не идут, тогда смысла вам пока нету брать, вам нужно увеличить количество продаж. Внешний трафик. Внешний трафик у меня идет со многих площадок, в основном откуда брать внешний трафик. Есть такая селомер веб, сайт статистик, выводите ebay.com, и он выдает, откуда внешний трафик идет на ebay. На первом месте идет фейсбук, на втором идет ютуб, на третьем твиттер, на четвертый пинтерест. Вот четыре основных исходника трафика, на которые можно работать с ними. Как работать с ними? Это опять же, знаете, как работает СММ, у каждого свой подход и каждая свои вещи. Я работаю в первую очередь с фейсбук, мне очень хорошо нравится, и набивать, создавать, вот мы сегодня общались с ребятами с партнер трейда, они рассказывали, как на Амазоне человек раскрутил свой товар. У меня похожая схема, то есть набивается сообщество, и из него уже формируется товар. Вот, и так далее. И я также люблю использовать для быстрого продвижения товара хэштеги. Те социальные сети, где есть хэштеги? Хэштеги – это твиттер, хэштеги – это инстаграм. Соответственно, зная популярные хэштеги, вы можете хорошо продвинуть свой товар. Уже, чтобы были хотя бы одни-две продажи, уже пошли там в течение нескольких дней. Так, примерно все. Ну вот, то, что маркетинг, продвижение товаров. Есть еще один очень хороший момент, который касается. Это имейл рассылки. Zika Analytics. Когда будете продавать, у вас будет формироваться база определенная. И если вы правильно используете и будете использовать эту базу, ваши продажи следующих новых товаров или новых каких-то коллекций будут возрастать. То есть умение использовать email-базу и телефонную базу в том числе, которая дается на eBay, вы повышаете свои продажи. Как это делается, это опять же такой на часа три лекции. Но основной момент, когда вы только начнете продажи делать, собирайте все данные вашим покупателям. Как это применить, это можно уже изучить по ходу, изучая различные материалы и так далее. Есть вопросы ко мне по продвижению, пожалуйста. Вы пользуетесь маркетингом менеджером? Каким? Маркетингом менеджером, это внутренний... Да, пользуюсь. Есть какие-то, может, подпозрения? А он уже устарел. Он уже, его старая версия, уже другие моменты, и сейчас обновился промоушен листинг, полностью промоушен в магазине обновились. И я вам советую, первое, не используйте платные... Первое, для того, чтобы, если у вас есть подписка на магазин, если вы сейчас начнете еще делать платные какие-то вещи, то есть скидки, да, это уже вы теряете деньги, то там есть другие средства. Например, три вещи, если покупает, бесплатная доставка. Она у вас так бесплатная, да? Но за один день, да, вы можете взять... Это я говорю, если мой товар в Америке, да? А у вас, если товар будет, можно сделать экспресс-доставку, да, там через DHL, если товар с Украины. Поэтому вот такие вещи нужно экспериментировать. Второй там есть способ, это покупая 10, там, 3 товара подряд, условно говоря, вы даете скидку на 10 долларов человеку. Вот это важно. Вот такие они больше действуют, чем мэркдаун. Скидки, это, ну, они уже привычные. Людям нужно, чтобы либо им создать условия доставки, либо хорошие деньги на следующую покупку. Спасибо. У кого есть вопрос? Вы дальше уже спросили? В каком центре при подтверждении заказа вы испробовали для увеличения опроба или увеличения степени на чек? Колл-центры? Свои? Да, но вы можете... Есть, есть. Есть. У меня бренда, которые сейчас два, опять же, бренда, мы с ними так работаем. Колл-центры создаются на задарма, берется телефон. Да, да, используется. Но если брать личный, мы говорим на начинающих, то это уровень, ну, можно ставить именно американский телефон для связи, но будьте готовы, что, опять же, неадекватные латиносы. Да, есть поддержка, но есть еще и второй момент, это хелп-диск. Есть также внутри eBay есть аппликейшн, и там есть способ подписки на хелп-диск, то есть чат внутри самого eBay с вашим аккаунтом. А это повышает? Очень. Очень. Но нужно быть готовым общаться. А в день именно эти литературные литературы? И то, и другое. На сколько? 5-10%. А сколько у вас продаж в месяц? Я знаю, что в день у меня 40-50, а в целом у меня получается где-то, в зависимости от... Не каждый день 40-50 тире. Соответственно, суббота, воскресенье чуть меньше. Ну вот, можете почитать. А какая у вас такие литературные литературы? Ну я вам скажу, что только 10 товаров из Украины. Нет, 8, прошу прощения. Как делаете обзор с этим заказом? Автоматизация со складом. А какой средний процент оборудов? Ну, у меня изделие из кожи в среднем получается около 25-30 долларов. А сколько на маркете вы тратите на 1 заказ? 5 долларов. 5-6 долларов. Это с фейсбука, да? Нет, в общем. Нет, в общем. Вы показывали обложки по 1 доллару, которые бесплатно отправляют. У меня обложки стоят 20 долларов. Так, хорошо. Вопросы для нет? У меня уже все, что мог, я рассказал. Все остальное, это уже такие моменты, которые вы можете только по вопросам. Я могу раскрыть. Прошу. Прошу. Отлично. У нас еще есть море печень. Давайте 10 минут рубки перекуса. Спасибо. Ребята, и те, кто с нами на автобусах уезжает, Вика и Подобеды. Вы уезжаете с Викой и Сирой на автобусах. Две блондинки, которые мне помогают. Они вас будут ждать на ледной террасе. То есть, через 10 минут на ледной террасе. Хорошо? Продолжение следует...